и чем здорово ребят всем тем кто нас смотрит в записи не здорово пока что тем кто нас смотрит в эфире потому что мы только только включились и наверное только самые быстрые люди самые быстрые стрелки на просто лапка на диком западе до узнать что сегодня день жареного хрустящего цемента с чем мы вас поздравляем идиотские спасибо большое я могу сказать так прошла неделя с момента того как мы записывали предыдущий подкаст кто-нибудь чувствует что прошла неделя не сейчас я очень то есть мне кажется мы записывались буквально там ну да за вчера там или да да ты знаешь поскольку работы до хрена и дел до хрена ты так сильно в этом всем тонешь а подкаст мы же совсем недавно его в смысле неделя прошла да это как-то быстро произошло и я тоже очень удивлен потому что я был до сегодняшнего я сегодня проснулся я был в полной верности что сегодня вторник а не четверг ну то есть такое какое-то странное ощущение того что типа какое-то количество дней у тебя просто вырезали в связи с чем это подводит нас к такому философскому вопросу они живем ли мы в симуляции каком 13 этажа конечно прям сразу причем мы не можем это опровергнуть и подтвердить тоже не можем но скажем так мысль на краешке сознания такая знаешь где-то где-то мелькает опять же это объясняет абсолютно все происходящее то есть мы находимся в той симуляции в которой наши симуляционные покровители которые там я не знаю как выглядят как пятимерные мега структуру так и вот она делает над нами всякие эксперименты и опыты иногда хорошие чаще плохие поэтому вот такая вот вам внезапный внезапный сказки дядюшка зомбака в начале подкаста вот так вот на самом деле может быть сказка дядюшка зомбака посмотреть на всякие теории про симуляции вот и что ли как каким образом люди эти теории пытаются объяснить ну то есть я тут смотрел джон трона это я тебе скидывал джон трон и совершенно замечательный ролик как выяснилось оказывается компания kfc которая делает крылышки ну ты знаешь жареную крючку и прочее да у нее есть свой youtube канал на котором она в основном естественно выкладывать рекламные ролики своей продукции в основном но в какой-то момент видимо перерыва кто-то из из их пиарщиков такой подумал что объединяет kfc и людей которые любят kfc конечно же теории заговора пошутить про арбуз но теперь не буду ну нафиг но и они выкладывали на своем youtube-канале кучу роликов в которых разбирали разные теории заговора выглядело следующим образом они приглашали чувака который поддерживает теорию заговора и чувака который не поддерживает теорию заговора а теория загра совершенно разные и в том числе например а и соответственно есть ведущий то есть там приглашают за стол там сидит ведущий первое что он спрашивает это крылышки или стрипсы первое что он спрашивает второй момент он спрашивает типа ну так что давайте кто-то во что верит давайте вот вы верите там условно в теорию симуляции а вы во что верить вы знаете не верить его рисм летой замечать давайте обсудим вот таком ключе у них идет диалог и я тебе могу сказать мало того что это кринжуха но мне кажется только исключительно в симуляции кто-то мог додуматься о том чтобы смешать теории заговора и к и все потому что это реально странный выбор и находишь то есть ты даже пожутить на эту тему но совершенно рандомным образом перескакиваю вообще на другую историю давай я тут короче поле показывал в очередной раз шедевром мемного искусства вот и показал ей чили пиздрика там типа гавка шмыга соответственно канал колдуна писька грызы там и так далее и там и вот она смотрит на эти картинки и говорит как вообще какой-то человек мог придумать там картошку совмещенную с кошкой назвать ее там типа чили пиздрика гандапляс и я говорю но ты же понимаешь ну вот как бы какой-то человек сел на про придумал симфонию номер пять ну подожди-ка симфоний номер пять это вот а это вот а это типа чили пизды я и говорю что ты понимаешь у кого-то же голова работает таким образом что вот он взял совместил вообще совершенно несовместимые придумал какую-то такую дичь и вот таких людей на самом деле много с развитием интернетом увидели что многие люди могут придумать что угодно можно придумать чили пиздрика можно завтра каст придумать вот и соответственно естественно я считаю что человек который придумал чили пиздрика и гавка шмыга много более талантлив чем мы вот так но в любом случае опять же возвращаясь все это к тому что не очевидные вещи типа придумать совместить к и все и теории заговора это супер отлично как я тебе уже рассказывал свое время когда мы ну я много очень занимался рекламой и мы выяснили что реклама influencer маркетинг именно кабину то есть когда ты размещаешь интеграции у блогеров самая окупаемая реклама самая окупаемая это вот каналы против теории заговоров вот то есть ты заносишь 100 тысяч 500 тысяч зарабатываешь легко вот то есть это вот мой мой вам совет не знаете куда влить бюджет с супер эффективным там продвижением идете на каналы про плоскую землю раз у нас пришел раз у нас пришел рассказываю историю я подписан на кучу каналов телеграме пар про игры и там канал про скидки на иксбоксе и скидки на playstation там скидки на nintendo switch там и так далее и тому подобное куча разных каналов но вот и в одном из каналов которые постоянно воруют новости из авторокаста я им передаю большой привет пацаны но они размещали рекламу и размещали рекламу следующую типа чувак грит я нашел способ покупать иглы игры в playstation story в россии сейчас расскажу из буду рассказывать только в течение там трех дней условно подписывайся по ссылке скорее нажимаешь на ссылку там закрыт закрытый закрытый канал в телеге я думаю ну вот чисто ради интерес мне интересно да на что чувак будет разводить мне же интересно нажал вступил внутри канала лежит один единственный пост в котором написано чуваки пока вы тут все не собрались я там как бы ну сейчас сейчас я там все это самое подготовлю пока что посмотрите вот этот ролик и там ссылка на ролик на ютубе я думаю интересно дай-ка я нажму на ролик на ютубе нажимаю на него и там восьмиминутное видео которым забегая вперед чувак не рассказал нихуя вот но он восемь минут рассказывает тебе историю о том что короче пацаны тема тема вообще в вопрос зуб даю отличная тема работает сам проверка короче сейчас я вам все покажу сейчас вот я сюда поставлю смартфон вот сюда поставлю второй смартфон на смотри а перед телеком я положу часы я смотрю видео думаю на хера тебе часы перед телеком и он начинает объяснять ну короче что вы мне потом не говоришь на все фейк что все ерунда что я все написано монтировал там на придумал на ютубе и короче вот часы идут а часы знаешь такие типа со стрелками которые можно взять и покрутить да я думаю ну ладно хорошо но предположим но думаю раз такая история то наверняка это как эти как фокусники делают они берут сначала отвлекают твое внимание вот вот часы то зачем мне читать мнение подождать смотри часа слушай оп слушай дальше дальше он показывает короче ролик что вот у него playstation 4 вот он на ней купил за каким-то хуем игру ghost runner для playstation 5 вот и поступил я ступил я дурак я я я дебил не то посмотрел в общем короче вот давайте я при вас куплю короче но работает только с мобильника короче показывает в кадре свой мобильник как он заходит в playstation up ну которое приложение до этого постарше находит там магазин заходит в какую-то ерунду там типа и покупает там watch dogs 2 покупает watch dogs 2 потом раз переводит камеру на телек заходит в этот же аккаунт где у него был только ghost runner там появляется 2 2 2 2 2 блин блин ну вот я короче я не знаю у меня там куча аккаунтов тут там десяток каких-то аккаунтов короче вот этот польский аккаунт вот сербский аккаунт турецкий аккаунт там еще какой-то аккаунты короче вот на этих аккаунтов я купил вождок зону тоже я дебил я я вообще на самом деле я не геймер как бы ну вот я просто так вот ну чисто чтобы вам на самом деле я не гейма чтобы ну вот чтобы вы поняли всю схему я короче смотрю это видео на идет реально 8 минут я думаю блять когда что уже эту блядскую схему расскажешь мне просто интересно как ты будешь разводить людей ну как но короче 8 минут он этой хуйню занимается ну вот и говорит я читал много разных там формов как обходить все ограничения что тебе нужен обязательно друг какой-то иностранец иностранной карты чтобы он тебе типа оплачивал да нахера да у кого они еще есть и друзья иностранцы хера это не работает короче я нашел точно проверенную схему короче подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылку на ту же самую хуйню которую я уже подписался я думаю ладно окей я подожду один день подожду один день посмотрю что будет на следующий ну блять интересно же как он людей будет разводить на на следующий день он пишет пост что типа чуваки короче это не фейк я блять вот стоп вы сюда зашли вы знали зачем вы сюда зашли короче я это полю схему очень просто только в течение трех дней потом я удалю все это я сам занимаюсь арбитражем трафика я такой есть короче проверены абсолютно способ абсолютно все это делать абсолютно проверенные чуваки которые там все арбитражники пользуются этой херней это короче сервис который позволяет тебе миллионы карт выпускать показ интерфейс этого сервиса и там короче какой-то блять типа криптовалютная хуйня на которой ты нажимаешь кнопочку купить виртуальную карту виза условно да и там типа вы выбрать количество там типа 500 и нам типа 500 блять карт нахуй выпустил виртуальных естественно вот и вот таким способом вы делаете кучу этих карт это по сути гист карта пополнять их можно короче только через крипту но там есть заморочки я короче вам все объясню схема блять абсолютно рабочая стопро и короче что меня добило в этом ролике вообще эта история что меня добило он самом начале рассказывает что я чё-то блять думал что типа сложно там через крипту какие-то хуйни там какой-то блять иностранной карты прочее дальше он в ролике объясняет что для того чтобы пополнять эту хуйню тебе изначально нужна иностранная карта но всего лишь пару тысяч рублей заплаченных ему лично и он откроет тебе схему как это сделать я вот сижу и думаю блять какая-то схема очень-очень-очень блять замороченная то есть youtube ролик блять чего ты не понимаешь это же просто азы инфоцыганство как бы когда ты боитесь на какую-то штуку типа я тебе расскажу рабочую схему там вот это все как бы и вот на эту рабочую а потом вот эти все новости по поводу того что безработный москвич потерял чемодан с 50 миллионов рублей это знаешь это мастер-класс по фотографии так выглядит значит смотрите на самом деле фотография это коммуникация между вашим вашим душевным состоянием и окружающим вас миром смотрите вы должны прочувствовать душевное состояние настроить свою диафрагму на струны своей души так полтора часа я кстати нас спрашиваю что такое арбитраж трафика ты можешь объяснить простыми словами что это арбитраж трафика очень просто на самом деле это купля-продажа входящего и исходящего трафика как бы или по каким-то целевым вещам или по каким-то совершенно не целевым вещам финальным если естественно финальным финальной точкой этого трафика будет являться некая точка где нужно что-то продать то есть или это какой-то медиа медиа допустим ресурс ну то есть там издание о чем-нибудь куда приходит этот трафик и там соответственно продается реклама условного google от сенса или яндекс директа или еще чего-нибудь в этом роде и финальный человек зарабатывает на этом деньги или это как бы соответственно какой-то там типа магазин или еще что-нибудь где эти люди потенциально должны что-то купить то есть это лиды вот и как бы это трафик закупается через огромное количество разных источников и твоя задача купить его дешево и заработать с него много я правильно понимаю что в основном это всякие казино там не знаю чувак там черти что я тебе могу сказать что например я в свое время сталкивался с несколькими подобного рода очень крупными сетями в россии и например практически все пиратские сайты с контентом например все они мощные сайт вообще все они мощные сайты они все входят в такие вот сетки где как бы им по сути наливают трафо и это самое трафо монетизируется за счет рекламы и как бы но они закупают это трафо чтобы она к ним приходила и закупают разными способами через разные каналы но твоя задача условно за там 100 рублей получить тысячу человек из этих тысяч человек заработать 200 рублей ну то есть как бы твоя задача такая почему меня смущает объясню да то есть чувак влил явно много денег рекламу то есть смотри там крупный канал до в телеге ну то есть 1060 рублей он там влил посему надо их как-то отбить наверное а вот способ и я не уверен что его способ рабочий грубо говоря понимаешь что если бы какое количество людей захочет ему заплатить за если он путается в трех слов если он возьмет и расскажет схему не не схему типа а скажите по заплатите мне я вам открою карточку и типа я вам не надо скрипта ничего делать я сам все сделаю вот как бы за там пять процентов вот то теоретически потенциально на этом можно заработать но на самом деле это просто знаешь вот все то что я ненавижу в современном интернете вот 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 это вот утону причем не только современном ты свое время сам рассказывал как ты работал на одном из таких вот сайтов таких помоек трафиковых вот и когда ты там работал как раз таки там же тоже все то же самое было по факту да много лет назад да но нет ну ты хочешь что там был трафик качественный отборные существа ирлазор дать знаете знаете сколько такого говна через региональные сми прокачивается с ужасом могу вам сказать кошмар не ну я серьезно просто димка но это был когда 10 лет назад там типа там 12 лет назад но 10 а 22 года назад не хочешь ну хорошо 22 назад отыгрыша современном интернете вот тогда это было стало еще хуже как и все вокруг слушайте давайте начнем подказывать и нашли пришел собрали добрый вечер дамы и господа мы начинаем за проказ номер 254 и я думаю что на 256 подкасте можно закрыться потому что 256 красивое число как достаточно каждому да как эти как давайте мегабайта возьмем и типа перезапустим типа сделаем новый дизайн новые все не 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 так знаешь сделаем типа завтра к с 2.1 а . 2 и дойдем до 2.256 и потом 3.1 это вот интересно если с точки зрения программистов это сколько бита или как там байт в регистре я забыл как правильно называется 255 должен быть нулевое нулевого не было был сразу 1 так что не считается вообще на самом деле я смотрел количество которых у опубликовано на сайте подкастов я могу сказать там что-то 320 с хером ну то есть конкретно именно выпусков до понятное дело что там есть дубль и например есть русской версии какой-нибудь интервью английской версии каком-нибудь интервью там такой это спешил секует спешил так далее но все равно 300 с хером подкастов это много это много но и мне кажется что мы как-то вот ты зря я тебе могу сказать что помнишь эти рассказы про своего одного из самых любимых диджеев тима свиньи который вел подкаст beats and space тима свиньи который не связано с тима свиньи не связано с другой тим за другой тима свиньи так вот сим титим твине короче смысл в том что он же что-то у него было там несколько тысяч выпусков реально охренеть сколько много выпускал и и ну у него прям много но в чем бы прикол он же в итоге ушел со своего радио какого-то там в сратово который в вашингтон хайдс в нью-джерси то ли что-то такое его выкупил apple и в итоге типа он эксклюзивный который да да он теперь эксклюзивно вещает в apple и миксы отдельные и специальные плейлисты которые он там собирает и очень круто вот если вдруг кто-то скучал по тиму свиньи и там не слышал его крутейших я скучал гостей то сходите в этом он так называется beats and space слушай отлично я просто к тому что касоками сколько у него был выпусков ты ты 800 у него было просто астрономическое какое-то количество выпусков сейчас примерно не надо не горит точно не сплез вот сейчас я скажу beats and space точка ком вот и если посмотреть именно она сейчас там понятно делал там короче выпуске новые все да но если посмотреть старый там прудом просто обосраться сколько ну в любом случае сколько бы не было я просто к тому что просто что потому что в 2015 году это было 774 выпуск но вполне мог за эти последние 7 лет еще выпускать столько же там типа чё ты почти две тысячи выпусков но понимаешь и это типа не просто выпуске это к нему приходили в гости в рубку они тусили там короче по разговаривание несколько лет там была сцена внизу люди приходили короче то есть целое мероприятие в америке есть город стерн знаешь такого да 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 который уже лет 40 наверно у них там или даже 50 радиоведущий который только на радио то есть у него там по моему под поставили камеру ему там лет пять назад только в эту камеру поставили пораньше что что я помню смотрел фильм про говорда стерна и там уже была камера но я к тому что по моему они в онлайн не вещали ну то есть они как будут именно чисто просто в них в микрофон и говорили на радио но в любом случае раз уж у нас сегодня родийный выпуск дайте я давай давай добрый вечер дамы и господа мы начинаем завтра касс номер двести пятьдесят четыре и в нем как всегда его бессменные ведущие дмитрий это я тимур это тимур здравствуйте здравствуйте и максимка здравствуйте дмитрий я не очень хорошо вас слышу но я с вами душой и сердцем спасибо радиоволна очень медленно доходит до наших радиоволнах сегодня двести пятьдесят четвертый выпуск и для нас играет песня под названием давайте уже начинать и хватит пожалуйста ребят на самом деле 254 выпусков очень много уже их было вот сейчас мы напоминаем вам что мы живем в тяжелые времена мы живем буквально военное время к сожалению и никому этого не желаем мы не хотим чтобы это происходило мы хотим чтобы это поскорее все закончилось мы очень надеемся что это закончится для всех людей наших слушателей в первую очередь и мы очень хотим чтобы ну так скажем для вас наконец-то наступило мирное время для нас тоже но для вас в первую очередь вот мы хотели вот что сказать что если помните в прошлом выпуске мы разыгрывали два смартфона real me каким образом нужно было оставить комментарии по 253 выпуском на ютубе у нас их там оказалось совершенно нереально огромное количество и мы сейчас соответственно вместе с димой прямо у нас на стриме соберем людей там если что на секундочку 823 комментарии вот нифига себе боже боже вот с помощью сервиса как мы это делали до этого youtube коммент пикер мы выберем соответственно комментарии прямо на стриме если помните мы писали что вам нужно хоть как-то обозначить что вы участвуете в розыгрыше вот и оставлю фильтр дубликет юзерс да по идее да да ну чтобы типа человек который 10 комментариев для пола из таком минс вот и у нас соответственно сейчас лет два победителя смотрите первый телефон который мы разыгрываем это тот самый соответственно макс напомню как 772 комментария до мировые реалми 8i разыгрываем когда это как мы это мы говорили такой тип типа типа флагмана а вот который такой более типа крутой соответственно это 8 и на 64 гигабайта 4 гигами противки неплохой очень смартфон и вполне возможно кому-то он из вас сейчас достать ну чё жду с жму старт поехали давай поехали тут 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 крик curve production выиграл у нас участвовал розыгрыш и санкт-петербург и ей чувак смотри мы сейчас тебя записали мы тебе отпишем соответственно какой-нибудь комментарий на ю тубе у нас и тебе будет нужно обязательно сделать следующее тебе будет нужно где-то в своем канале оставить контакт ну то есть в описании канала там или телегу или email или еще как-нибудь как нам с тобой связаться чтобы уточнить у тебя данные для того чтобы мы передали их реалми и они смогли тебе вызвать смартфон поздравляем мы соответственно крикерф продакшн вот ему достается real me 8 и вот следующий и у нас соответственно еще один смартфон это нарцо 50 а вот который такой чуть более геймерский как бы соответственно по пожирнее аккумулятор 6000 соответственно у него память чуть побольше 128 гигов вот но как бы чуть такая посреднее камера кабана в целом типа он проще экрана попроще экрана но тоже очень клевый классный смартфон так также мы следующего поехали туда 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 плей 7 участвую из москвы так что могу на метро забрать мы поздравляем на самом деле очень круто place м опять же мы тебе отпишем комментарий да семён пожалуйста возьми в своем профиле в ю-тубе напиши какой-то без в описании профиля какой-то способ связаться с тобой чтобы мы там или по телеге или по email или еще почему-нибудь могли до тебя дописаться спросить твои данные передать их в реалми чтобы они могли тебе выслать твой смартфон вот и начинать тебе у метро до до или так мы поздравляем на самом деле двух наших победителей это очень круто мы будем надеяться что у нас получится проводить розыгрыши еще и в ближайшем будущем и все-таки что-то как-то кому-то чего-то от нас выиграть потому что сейчас такое время когда знаете лишений поэтому если кто-то хочет хоть что-то может получить в общем-то тоже неплохо вот и да да слушайте давайте мы начнем наш подкаст уже перейдем к нашей традиционной рубрики слухи недели и на этой неделе слухи были достаточно странные честно но нет на самом деле слухов было много самое главное слухи были разнообразные но давайте начнем со старых подозреваемых потому что есть некоторые компании которые всегда появляются в слухах неделя такие частые гости я бы даже компании я бы даже сказал не сами компании а те люди которые эти слухи транслируют и нас потому что у них инсайды у них слуха тома хендерсона конечно же и как и про кого бы вы думали про юбисофт юбисофт якобы работает над новой пвп игрой это будет батл рояль и называется он по внутренним метриком project q история в следующем якобы есть некий футаж который том хендерсон видел и судя по этому футаджу игра напомнила ему визуальным стилем ну то есть вот именно как как это все нарисовано overwatch но только это батл рояль я слышал про эту же игру буквально недавно о том что якобы это перезапуск игры который этот хайпер скейп визуальный стиль очень разный то есть у хайпер скейпа был такой типу киберпанк киберпанк а вот представь себе overwatch то есть это какие-то такие полу мультяшные полу рисованные персонажи скажем так смотри я прямо сейчас запускаю хайпер скейп вот и открывай персонажи да они киберпанковый но если просто чуть-чуть переделываешь дизайн то как бы у тебя вот там есть персонажи например хайпер скейпе когда-то пика на аватар делаешь на там персонажи которые ну плюс-минус чуть-чуть более реалистичны чем у верующину на самом деле это вот опять же overwatch fortnite такой вот и он ну то есть реально такие типа немножко мультяшные около реалистичные персонажи которые легко можно перепилить и переделать короче те инсайдеры которые в эту игру играли говорили хендерсону что она напоминает overwatch и нокаут сити значит нокаут и игра про вышибалу где-то мечом полю в плюсе раздавали и в xbox геймпасе она тоже есть я в нее на стриме играл и я могу сказать что она абсолютно отвратительная и вот этот визуальный стиль такой знаешь тип мультяшный edge до вообще мне не нравится но история следующего в эту project q будут два игровых режима один называется show down собственно это обычный battle royale на четверых на на команду да как это как командный battle royale короче вот второй режим называется battle zone и по сути это две команды четыре на четыре друг против друга сражаются и набирают там стук ты первая команда набрали 100 очков выигрывает собственно больше ничего про игру особо не известно известно только то что она будет фри-ту-плейной димка да я тебе вставлю свои пять копеек давай у нас мы становимся свидетелями в данный момент того как издатели разработчики больших игр в больших больших индустриях пытаются провернуть то что чем занимаются по сути разработчики мобильных игр уже много лет вот у тебя условно среднестатистическое спасибо максим да ты сейчас среднестатистическую веру в мобильную индустрию просто взял и порушил одной своей фразой ну вот смотри у тебя среднестатистическая такая так скажем студия разработки мобильных игр сейчас разрабатывает там типа 20 прототипов из которых 10 выпускает на рынок из которых 9 проваливается один более-менее зацепляется это когда они этот один выпускают и он более-менее зацепляются они параллельно еще пилят 20 чтобы как бы было в загашнике еще парочку игр которые более-менее хоть как-то будут руши я просто подожди-ка это очень важный момент связано с тем что ну чуваки которые идет мобильные игры почему например гипер казуалки так сильно взлетели на них производства требуется очень мало времени мало ресурсов то есть их стараются делать супер быстро быстро выпускать не сработало похуй дальше короче и дальше 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 что-то сработало она зачастую срабатывает знаешь там типа на полгода на пару месяцев но такая чтобы игра зацепилась надолго это единичные случаи и у больших разработчиков не получается это сделать знаешь почему на что юбисофт любую игру которую пускать к ней сразу приковано все внимание и как только она проваливается это автоматически влияет на просто всей параметры там ее с точки зрения там стоимости акции отношения с инвесторами отношения на рынке гудвилл репутации и так далее так далее типа вышла игра провалилась пиздец понимаешь и единственный вариант помнишь был момент который остается ну единственный вариант который остается по моему riot games выпустили какую-то хер пойми какую игру которую они как бы никто не знал что это они пока она просто не вышла и они не сказали что да это мы типа кого на мобилах и макс напомни это был riot games или тиму или кто это были как чуваки которые выпуска выпустили игру ее все потестили а потом они сказали типа это мы были короче и это был супер сел по моему вообще или супер сел но смысл в том что даже уже крупные корпорации как бы даже мобильные как бы сейчас очень аккуратно выпускают игры и мне кажется что мы подходим к тому моменту когда какой-нибудь условно юбисофт пойдет по пути кодзимы и будет делать реально маленьких разработчиков которые будут тихонечко спонсировать те будут делать какую-нибудь непонятную игру короче ее запускать во все вот эти прототипы которые будут внезапно там заходить народу их там будут распространить в стиме и говорить о там индия параша крутая блин вообще чума вот это все и в этом юбисофт в последний момент говорит а это были мы и все-таки ты забываешь ты забываешь о том что во первых во первых у юбисофта вообще на самом деле вот я когда эти такие новости читаю я думаю о том что у людей память как у золотой рыбки потому что буквально в прошлом году sony xbox и юбисофт electronic arts и по моему еще кто-то я забыл кто-то они все ударились во free-to-play история была в том что в своих финансовых отчетах что сони говорила что мы с удовольствием смотрим на free-to-play и и на сервисные игры тоже с удовольствием будем смотреть и вообще у нас в разработке много всяких проектов про free-to-play про сервисы а юбисофт вот как то что ты говоришь про индии прочее да юбисофт честно сказала что чуваки те игры которые мы будем делать сами они будут называться юбисофта originals понимаешь а все остальное о чем я говорю все остальное будет называться просто юбисофт немножко немножко о другом что есть допустим маленькая команда она пилит какую-то игру да и она про не она выпускает игру там написано юбисофт ты такой окей нет они она выходит игра дослушай дослушай они выпускают какую-то игру в какой на каких-нибудь филиппинах она там софт лончится тестится потом эта игра разрелизивается отдается во внутреннюю команду юбисофт допиливается давайте все поменяем но я просто к тому что это валидность в валидный механизм на кучи мобильных рынков то есть абсолютно также делают много кто и например до сих пор очень будет фраза от которой вы наверняка знаете из серии чё а чё был что ли battlefield мобайл вообще-то вышел просто паре регионов где где он не вышел он там в быте как бы но он там в юго-восточной азии вышел battlefield мобайл вот и когда он выйдет на западе ухты battlefield мобайл или господи какое говно battlefield мобайл новое выйдет он на западе далеко не сразу и возможно даже с другим составом разработчиков или например как call of duty онлайн которая собственно мобильная да она ведь на самом деле построена не с нуля вот этот вот успех мобильный call of duty он взялся на пустом месте потому что до этого была эксклюзивная китайская онлайновая версия колды которая выходила в том числе на пк и там были только мультиплеерные карты какая-то ротация и о боже боже эту игру крутил у себя некто tencent вот а потом они собственно посмотрели на метрики собрали статы и раскатали уже глобальную мобильную колду то есть вот проекта тимур говорит я понимаю но я просто к тому что люди так удивляются типа какого хуя там юбисофт делает free-to-play battle royale который никому нахер не нужен давайте честно скажем но ведь это все заложено в их всех финансовых отчетах они об этом год назад говорили что чуваки мы будем отходить от нашей обычной вот практики выпускания огромных дорогущих игр будем делать маленькие четко сконцентрированы проекты возможно даже free-to-play ты понимаешь о чем я тебе пытался сказать что сейчас любой абсолютно любой проект юбисофта вообще любой какой угодно даже маленькая сраненькая игра будет приковано внимание к юбисофту и будет очень высокий завышенные ожидания поэтому у них нет возможности например потестировать игры кроме как если они возьмут и не пойдут на маркетинговый шаг дарю юбисофту просто делаете юбисофт sandbox и короче в нем выпускаете типа некую игру которая техно дымка такая люди в нее играют говорят о зашибись и вы такие о зашибись типа в берете сворачиваете техно дымку делаете игру и через три месяца уже китайцы выпустили такой же вариант а вы через только через год выпустите как бы но это единственный вариант остается как бы или же опять же говорю выпускать мать вот как макс тоже понял правильно маленькую команду маленькую игру она где-то выходит все таки у них рена себе крукая крутая игра а потом весов такие говорят вот и понимаешь как бы и так тестирует при этом половина таких вот игр пойдет просто помойку ну не получилось не взлетела а некоторые игры взлетят и юбисофт такие а ну это были мы да окей хорошо на мобильном рынке это работает очень хорошо просто условному юбисофту нужно поступать так же понимаешь вспоминается абсолютно and all for something completely different как это было у монти паттерна вспоминается история с джон роулинг когда она началась писать серию детективов которая вообще никак не была связана с гарри поттером она их писала под анимом и издательства не хотели брать новые книги они что-то как-то неплохо продавались но книги были нормальные такие как чтива хорошие определенный момент она сказала да это писал я знаете как продажи взлетели очень странно да что зачем ей вообще нужен был псевдоним чувак потому что она хотела писать не гарри поттера не на нефа фэнтезийную детскую книжку а почему корольство мужчиной который переодевается в женщина король ужасов стивен кинг такой типа что-то я знаешь всю жизнь писал хорроры и триллеры а дай-ка я напишу детективе но я не буду менять псевдоним я его буду издаваться просто как стивен кинг и ничего нормально сошло ну вроде нормально нормально я не знаю я не знаю ты сейчас о стивене кинге или ричарде бахмане поясни пожалуйста да какой ричард бахман это стивен кинг это его пен-нейм если что когда он издавался семь романов у него по моему под ричардом бахманом и научно-популярную литературу он пишет под этим псевдонимом и вообще непонятно для чего люди пишут по псевдонимам вот я дмитрий зомбак и всегда паспорте знаешь вот здесь есть право какой то национальности то раз у тебя таллин конечно то что я тоже уверен в этом вот слышно но в любом случае кстати я хотел перейти аккуратненько к технологическим слухам тут они совершенно неподтвержденные но на эти довольно ожидаемое дело в том что многие люди ждут что apple наконец-то в единственном раком со своем устройстве наконец-то наконец-то все-таки сделать другой разъем ну то есть и usb-c thunderbolt и так далее это в айфоне соответственно и они до последнего упираются и не делают там thunderbolt но опять же вот дима например меня спрашивал типа чё почему как я ему всегда отвечаю о том что блин чувак ты не представляешь насколько там многомиллиардная просто индустрия связанная с лайтнингом вот то есть там просто кормится тысячи компаний будут также кормиться с usb-c не чё переобуются он был у них 30-пиновый коннектор ничего нормально понимаешь производителем магнитол как представлял айфон проблема она связана с тем что когда у тебя лайтнинг ты должен платить денег apple чтобы твой аксессуар там работал а если будет usb-c то ты ничего не должен платить его открытый стандарт да поэтому как бы в айпад я могу воткнуть сяомевский usb-c коннектор и там все будет работать и альшу так вот его жрет отлично что-то глупо у тебя есть макбук в котором usb-c айпад в котором usb-c и внезапно айфон у которого лайтнинг какая компания сейчас я понимаю но просто тогда в таком зиме нет если бы понимаешь не спрашивала тогда в таком случае у тебя лайтнинг должен быть и в айфоне и в айпаде и даже в макбуке у тебя двоюз я не вижу чтобы ты зарабатывал на этих самых гаджетах и аксессуарах нет смотри они не не я поспорю смотри вот когда ты выпускаешь айпад usb-c там сделан с абсолютно циничной позиции потому что в данном типе устройства удобность и как бы это же постпк да надо иметь совместимость уровня постпк чтобы можно было жесткий диск воткнуть кард-ридер аудиоинтерфейс у меня фокус-райт прекрасно через usb-c с айпадом работает это клос работал работает я же его починил перепоел значит все прекрасно в айфоне это нахрен не нужно в айфоне ты можешь пользователя взять за яйца и анально в свою экосистему просто запереть это не повредить это не повредить паттернам пользователей будем ни одной истории о том как apple взяла и переобулась диска тут есть момент который ты опять же упускаешь он заключается в том что apple сама планомерно аккуратненько уходит постепенно от лайтнинга и каким образом по беспроводу все наушники беспроводные все там типа какие-то там флешки и прочее все там типа беспроводное пожалуйста блин вот у нас с димкой у обоих покажу в камеру у нас есть вот такие вот замечательные пауэрбанки элден ринг что у него что у меня так вот они работают таким образом короче ты нажимаешь на кнопочку и сверху кладешь iphone и он заряжается то есть уже беспроводные даже даже эти не не все это как бы и в чем прикол димка как бы поговаривают слух что вроде как следующий iphone он тоже будет лайнингов но там впервые этот лайтнинг прокачают впервые за очень много лет до формата сейчас будет смешно usb 3.0 высокие технологии высокие технологии 3.0 или usb 3.1 или usb 3.2 1.1 да если честно я не знаю никто этого не знает но говорят что это будет типа новый стандарт то есть соответственно это usb 3 какой именно из них будет непонятно уже этому сюда так очень топит за инновации что я не понимаю почему до сих пор никто не догадался сделать просто iphone без ничего а потому что беспроводная зарядка беспроводные наушники как только будут готовы реально сделать так чтобы у тебя смартфон ну то есть вообще был не нужен провод для него то есть вплоть до того что они поговаривают что якобы они будут сейчас развивать этот macsave и в macsave которому присоединяется сзади будут не только для зарядки но и для передачи данных потому что просто объясню кабель нужен не для зарядки я никогда уже сколько три года не заряжаю iphone вообще по проводу в принципе но можно можно я просто скажу вот например сейчас снял видос на iphone я его смонтирую я футаж перекидываю через шнурок потому что я заманаюсь его через облака перекидывать понимаешь и вот с этой целью надо решить вопрос не зарядки надо решить вопрос дата соединения все спрашивают как заряжается пауэрбанок сам по себе конечно вот но в любом случае кстати я хочу я просто не могу не отметить некую отсутствие логики в ваших рассуждениях есть логика вы говорите о том что условно когда-нибудь apple такая возьмет и сделает телефон без дырок вообще то есть там не будет ни зарядок не наушников ничего дать просто просто будет все беспроводное я знаю куда то есть ли тебе лучше говорит о том что типа ну вообще-то много миллиардная индустрия устройств на лайтнинге к у нас прослушал но мы буквально минута назад тебе сказали что они делают технологию которая позволит передавать тебе данные по беспроводу с помощью максейфов на огромной скорости но естественно она будет проприетарная естественно она будет сделана с помощью специальной таблетки которые чтобы ее использовать ты должен быть заплатить теплу потому что если ты присоединишь таблетку как бы от некого рандомного устройства те айфон скажет устройство не поддерживается сорян вот слушай у нас отличный комментарий какой кабель какая зарядка apple не положили в северн с десятую серию ау а там 10 серий там 9 серий там очень такой там клиффхенгер и история написано несколько сезонов ой знаете чё я что-то вспомнил что я хотел еще поговорить про один сериал и не добавил шоу ноты в общем в любом случае я хочу сказать поддержу максу что когда ты начинаешь передавать данные с айфона в огромном количестве есть куча возможностей особенно ну всякие там приложения так скажем которые профессиональные ну там какой-нибудь типа filmic pro и прочее естественно не все пред позволяет передать там через какой-нибудь там авто по сервер там или веб дав или через это через то через 5 через 10 назвал кучу устаревших технологий молодец но они позволяют это сделать ты можешь это сделать проблема в другом проблема то что у них же есть свой собственный супер крутой офигеть какой классный протокол air drop который на маленьких файлах на маленьком количестве данных абсолютно офигенно справляется ты иногда берешь выделяешь там три ролика в 4k который весит гигабайт нажимаешь передать и он на макбук на что придает вот так и типа хуяк и иду то есть он очень быстро передает а потом ты берешь и выделяешь мы продать уже роликов ты мы правда дружище выйдет про air drop макару про air drop iphone а ну с айфона на макну это та штука которую я вчера пробовал передать с айфона на мак и она тупила так жестко что мне блин просто просто тупо через telegram пришли сюда пересылать вот именно о чем я хотел сказать что как бы в идеальных условиях она работает хорошо но как только даже в моих идеальных условиях то что я себе все настроил так чтобы прям идеально работала да то есть у меня супер быстро передается на 2 там файла да там два видоса или там 30 картинок но как только ты берешь 300 картинок например или типа там 30 видосов до в 4k он начинает сначала тупить а потом начинает охуевать как бы ну там например берет и истопорится или вылетает или еще что-нибудь то есть air drop ненадежен поэтому как бы они сами это понимают и особенно если ты более-менее такой плюс-минус профессионал и например там типа на айфон снимаешь какие-то там ролики как они тебе и говорят что типа но на айфон тоже можно целое кино снять такой окей снимаешь кино и типа не можешь передать или там сидишь по одному по два по пять роликов передаешь естественно тут нужен провод вот ну и современный провод который сейчас используется в лайтнинге как бы ну он говно поэтому конечно нужен новое поколение хотя бы лайтнинга ну пусть переходный какой-то момент если это сделают в айфоне 14 ну отлично я откуда только за непопулярное мнение ну давай мне кажется провод вообще нахер не нужен ну то есть я за мы только что тебе объяснили зачем он нужен такой мне кажется пока пока он нужен надо решить проблему датарскую историю ну то есть я не про заятку веди без провода в режим дфу телефон есть еще один момент дим очень потерял желание спорить давайте к следующему пожалуйста вот я напоследок вставлю эту мысль потому что она очень важна и мы перейдем просто осмотрите это как с адопшеном bluetooth наушников в определенный момент bluetooth стал настолько распространен что его стали ставить в геймпады и поэтому когда tvs наушники появились и убрали миниджек у нас вот был вот этот бесшовный переход хотя аудиофилы типа меня страдали потому что он был совершен аудиофилы я купил себе iphone 6s они 7 потому что мне не хотелось ходить с переходником на проводные наушники прошло несколько лет я такой что проводные наушники я не знаю где их найти я тебе просто объясню потому что эта технология была точнее эти наушники были введены в момент зрелости технологии насыщения то же самое с беспроводными зарядками они есть не во всех кафе они есть на всех заправках да они довольно дерьмовые признаем честно да и ты не можешь взять и зарядиться в дороге где-то потому что например я могу в той же казани зайти в кофейню взять в аренду павербанк подзарядиться и пойти дальше я не могу такого сделать с беспроводным блином сейчас нигде и вот когда от портов откажутся они хотя бы откажутся когда а решат проблему вот с датой да тебе тимур правильно показывает пауэрбанк который заряжает когда везде когда везде будут такие пауэрбанки или подобные штуки понятно скоро через 50 лет кстати на мне пишут в комментариях мне тут комментариях пишут о том что типа на самом деле apple watch же можно в дфу ввести беспроводов и на самом деле можно же по идее телефон сделать так чтобы он с помощью кнопок вводился последовательностью кнопок в дфу режим но некий это это сервисный режим по сути просто если кто-то не понимает о чем я говорю почему к если вы не страдаете красноглазием у айфона иногда могут быть проблемы связаны с тем что там он может пойти в какой-нибудь boot loop или еще чего-нибудь такое и такого рода проблемы решаются по сути накатыванием там типа свежей прошивки через дфу режим по сути его ресетом с нуля вот и вот он вас сидит в boot loop там яблоком мерцает и вот без провода чего вы делать будете как бы ну то есть как а как какать и поэтому единственный вариант это действительно как бы какой-то проприетарный протокол передачи данных если представим себе что дырки лайтнинга нету и соответственно возможность его как-то подсоединить или же реально вот как ребята пишут потенциально даже допустим нету проприетарного протокола короче ты берешь его вводишь дфу режим последовательностью кнопок каких-то и он там запускается в каком-то сейф моде где-то подсоединяешься к вай-файу короче и там некая маленькая биос какая-то штука внутри айфона тебе говорит о том что типа хочешь скачать новую прошивку серверу apple такой да он говорит сервер недоступен пока так это и будет сделано еще еще немножко поговорим про игровую с дождись кончику прежде чем мы продолжим дайте зачитать на то которые у нас были на первых dragon мастер занес нам тысячи 24 рубля спасибо темпе на витаминчики тимура натурский пряник максу у нас мавар крепко держите у кукухи и спасибо что поддерживаете мою спасибо аноним за сном 150 рублей у вас есть экспертиза в apple arcade два вопроса исчезают ли игры из российского аркейда и посоветуйте классный action rpg на ios можно ни одну желательно фэнтези оушен хорн 2 нет игры не исчезают они там появляются не в соответственно не в apple аркейде но я посоветую не ровтор мир и in incarnation reincarnation скачать вот она есть она есть только на и вот это новая игра соответственно от yokatar во вселенной мира довольно интересная местами там типа странная как бы но все равно довольно прикольно я бы посоветовал от ее попробовать потестить а вот насчет ну это то что касается такого экшена а если без экшена то а и сексом среди послес я бы еще посоветовал послесочек классно до послеса она точно я на варке есть аноним за 100 тысяч рублей с первым донат в жизни меня спасибо что не бросаете спасибо тебе спасибо бро круто аноним за сном 150 рублей а я увидел онлайн я могу написать м ну 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 что звук мудак легко пожалуйста да мне кажется же все из то в курсе истории на жизнь сейфов пусть и джуза сном 150 роли пацаны вторую неделю я высвобождены от работы радует только зал и вы в наушниках когда я один толкаю штангу от груди вчера было собеседование мечты пожелать мне удачи желаем тебе надеемся несколько раз такое было знаете собеседование мечты когда я проходил в одну компанию 8 этапов собеседований 8 я не в одну ни одну компании мира так не проходил 8 этапов и типа я дошел по сути начало до самого главного там просто человека в европе который возглавляет все вообще там чего только можно и все было хорошо и меня последний момент в не отказывают потом я наблюдаю как в течение года эта позиция не закрывается а потом она закрывается вообще левым человеком как бы но человек хорошо справляется я вижу я знаю но это было очень дико просто такое такое бывает слушайте говоря про игровые слухи давайте мы немножко к ним вернемся тут сега совершенно неожиданно просто внезапно якобы делает ребут crazy такси jet set radio это и классические игры с дрим каста но самое главное вот это вот эта самая неожиданная часть это не просто ребуты это типа такие супер игры с прицелом на игровой метаверс а для фортнайт господи как можно из crazy такси сделать игровой метаверс из только готовые сделать это смотри смотри во первых ты можешь подвозить людей до киевси во вторых ты можешь значит делать это на новом на новом бмв седьмой серии макс ты не помнишь как выглядит crazy такси я помню она у меня стоит на эмуляторе потом дима 1 оставь себе теперь игрок до грязи nb свитов x для да 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 и это все и смотри и бэха седьмой серии под самый модный рэп качает и твоя задача довести клиент значит из модного клуба который сейчас купил рекламу в твоем метаверсе на концерт трэвиса скотта макс макс не уже 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 все там 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 люди погибли не надо ну хорошо ладно окей crazy такси понятно jet set radio это та игра где надо было граффити рисовать доездить каким-то скейтером чуваком на роликах да и все и как бы на этом все там же это как бы прикольно под классную музыку в клевых интерьерах тому вот это все поэтому как бы большой проблем это этом нет вообще я просто к тому что чтобы вы понимали дело в том что sega все это делает под эгидой внутреннего такого так скажем подразделения не то что даже подразделения некая конгломерация этих самых игр которая называется супер гейм я понимаю что по-японски это ну типа звучит прикольно когда мы смотрим за стороны супа гейму дошива вода шина на что-то там спонсор да и смазь кашмазь она и ну ты такой типа сидишь супер гейм ну окей типа что такое супер гейм для сеги супер гейм для сеги и ты есть тот самый метаверс который в первую очередь эксплорит возможности монетизации через nfc вот и конечно когда ты читаешь и бх когда ты все это читаешь типа как бы в контексте ну то есть типа музы там типа ревайвим кредит акси джетс от радио такой о да но с nfc они я тут кстати недавно смотрел картинку типы самые высоко оцененные японские игровые компании угадайте кто на первом месте нет она капком на первом месте капком у него просто акции стоит бешеное количество денег у них очень успешные релизы да они очень молодцы знаете кто на последнем месте sega да да это та самая компания которую все жалую точнее все все радовались что ее купит фил спенсер правильно вот может что он ее и купит но я просто к тому что может быть именно поэтому он ее и купит что она такая дешевая но как бы по сравнению с капком по крайней мере я тебе показываю руки представьте что здесь цифра 60 приемлемо что-нибудь приемлемо приемлемо нормально вот в любом случае в любом случае на самом деле мы сеге желаем удачи сейчас ревайв старых различных франшиз компаний серии игр и так далее как бы это вообще тренд у кого-то получается у кого-то совсем не получается потому что например мы видим какой-нибудь офигенный классный демон соус мы видим офигенный резидент evil там 23 например но видим совершенно всратишь и некоторые другие игры кого который выходит вообще непонятно зачем почему для кого и так далее вот есть игры которые на этапе трейлера сразу же все думают чё блять это было принц персия помните sense of time вот и поэтому конечно мы сеге желаем удачи но опять же мне кажется что эти игры безнадежно устарели в современном мире и как бы что с ними делать непонятно то есть ядру я другой не могу тысяч копии но может купит у сеги в отличие от square кстати которая весьма успешно несмотря на все свои фейлы вот у сеги адекватная западная западная часть компании то есть вот то что у них западные студии есть они производят очень успешные игры но например warhammer total war тот же это очень успешная серия объективной в деньгах и там в ресепшене во всем да забейте вы нахрен на японские вот эти все истории сделать западные игры силами западных разработчиков они что и потерять лицо не это синий лицо так не работает понятно блин макс мне кажется что ты немножко ошибаешься потому что на самом деле количество франшиз у сеги довольно большое в том числе тех которые выпускают я имею я имею ввиду не забейте на японию в плане франшиз а забейте на японские студии то есть если у вас типские студии делают говно пускай этими франшизами занимаются ваши хорошие западные студии они же у вас есть ну подожди кого ты хочешь сказать что гекут за говно кстати где ее создатель ну ты понимаешь что они вот они же его до или по полной программе сколько он там 8 игр выпустил он бы еще 8 выпустил хороших понимаешь но он ушел в нет из его просто перебил но его перекупили потому что он был успешный так что давай вот давай правильно как бы успеховый это был единственный реально успеховый проект теги в японии ну подожди вот я прямо сейчас сижу смотрю фэнтези star на самом деле ну плюс-минус ну ладно хорошо господи как устарела gc трейдер она у нас играет сейчас на стриме я смотрю на нее господи это просто это просто от какой-то я прямо сейчас сижу смотрю список франшизов усилий понимаю что на самом деле действительно таких вот прям хорошо не лайсенста именно своих собственных конечно не очень много знаешь у кого это же не очень хорошо ведут дела у компании sony как выясняется потому что она должна была по слухам на прошлой неделе купить кодзиму а на самом деле знаешь что она купит чё ничего на самом деле что-то типа покрупнее что sony будет поделать какой-то очень большое поглощение и параллельно с этим еще зачем поржу тут еще важный момент что об этом говорит джефф грабб и джефф грабб говорит о том что она купит что-то побольше чем просто какой-то там несчастного кодзиму продакшн самое интересное что у нас этого в нотах нет но я это читал буквально вот параллельно с нашей записи что там японский аналитик который нормальный в смысле аналитик не игровой а биржевой который исключительно про бабки пишет он не пишет про игры вообще он говорит что если sony будет делать какую-то аквазишн в японии и он там приводит аргументы кадровые финансовые связи как там каэрэцу между собой бодаются какие якутские территорию делят сони парке короче он говорит что если sonic купит что-то большое в японии скорее всего это будет вообще когда кава и когда кава это from software ну и помимо прочего это то о чем я уже говорил что када кава это очень большая студия с диверсифицированным портфолио она чисто аниме и кательная развлекательная манга аниме музыка игры у них все есть и поэтому если sony допустим там хочет старать условно 20 миллиардов то она за эти 20 миллиардов получит не только from software еще пачку игровых студий она получит еще жирный кусок аниме рынка японского которые кстати если что sony максимально сейчас консолидирует с помощью двух самых крупных стриминговых сервисах анимешных в мире вообще tunami и фанимейшн подожди-ка тут нами фанимейшн и этот у них но короче прикол весь в том что именно вот эта вся история она связана с тем что если кого-то sony купит и это будет скорее все японская компания скорее всего когда к вы скорее всего ее купит sony целиком как корпорация они конкретно playstation какое-то поглощение сделает вот вот я че слышно на самом деле я хотел сказать о том что можем много раз про это говорили что sony кого-то что-то крупно купит не забывайте не забывайте что если это какая-то японская компания или например европейская компания и она не супер гипербольшая ну то есть не activision завтра такая sony покупаем embrace group всю но здесь есть проблема в том что когда ты покупаешь условно blue point ты просто выходишь такой типа да мы купили blue point вот ну то есть как бы если помните информацию о том что blue point купила sony вышло очень мы это обсуждали тоже на прошлой неделе за полгода именно а вот если сейчас как бы выйдет какая-то информация например что sony собирается купить крупную какую-то компанию например там условно я да там типа или чем в этом роде ей придется бодаться очень сильно с европейскими регуляторами там и американскими регуляторами так далее потому что если помните все таки радостно говорили что кабану все ну ну все у фил уже уже купил activision blizzard вот у все вот уже купил и при этом мы когда говорили типа ребят ну там еще есть вопросы с регуляторами все таки опять завтра кастер на автомате проскочит да ну пока что 17 и несколько и несколько там типа известных всяких политиков как бы говорят о том что типа не нихера идут типа нихера будем вот типа расследовать всю эту историю потому что очень много но вот и если вдруг купить соответственно activision у microsoft не получится вы особо не удивляетесь этого это возможный исход событий просто я напоминаю что все были абсолютно уверены что уж инвиде от arm точно купит да кстати у них тоже не получилось вот поэтому это нормально это вполне нормально поэтому будьте готовы по то что касается sony опять же маленькую компанию типа условного блюпойнта да вообще говно вобретали кодзимы а да или кодзиму а если нужно купить условный я или там embracer группа которым дима говорит то что embracer это вообще один из самых крупных издателей в мире вот то ну тут будет очень много но и очень много вопросов и очень много перемен короче ты сомневаюсь именно поэтому они и купят скорее всего японскую компанию потому что когда японская компания покупает японскую компанию антимонопольщиков не существует этих вопросов внутри японии просто сделка происходит а что если капком купит а почему бы и нет слушай ну я бы кстати не удивился тоже капком хороший лакомый кусок на слишком жирно мне кажется тоже то тоже верно фантазируем компания sony покупают нинтендо и оставляет все как есть через год выходит апдейт для покемона атриуса или как он там короче выходит для ps5 акрюс на движке хорайзона все такие что покемоны это вообще-то как бы не игра нинтендо так-то только на нинтендо или мобильная версия только на моем на мобильное что мы видел ты ничего но при всем при этом я напоминаю что и sony microsoft очень жадные компании и помимо того что они очень любят что-то покупать им для этого надо заработать денежков и денежки они будут зарабатывать не только подписками не только какими-то вещами типа продажи видеоигр как вы тут могли подумать обе компании по информации бизнес-инсайдер причем очень смешно что две новости поступили так с разницы в неделю до 1 новость была о том что microsoft якобы будет рекламу в видеоиграх показывать имеется ввиду в играх на иксбоксе и спустя неделю sony такая вот эти мы тоже короче будем делать похожую программу тоже будем денежки зарабатывать на билбордах рекламных растяжках и там не знаю по колоннах установленных в городе внутри gta но вот ты смеешься представь себе что у тебя условная компания там sony имеет гран-туризма в котором люди наворачивают миллион кругов там по нюрбурнгрингу да и там куча вывесок есть естественно там полифоне digital договорились с кучей компании о том что там типа производители шин производители масла там типа производители запчастей автопроизводители там и так далее так далее так далее ну типа это вполне очевидная история но представь себе что они же эту рекламу зашили внутри игры и единственные возможности ну и поменять по сути с помощью того что дает ночь игру да нет и ты потенциально можешь сделать а можешь туда запустить картиночку из интернета который рекламную систему откручивать по факту и кстати вот пример с туризмой замечательный тимур в этом плане прям в точку попал то что они по факту это уже обкатывают на туризме то есть смотрите когда вы заходите в братцы в бренд центра у это местный магазин нового товара там у вас есть бренда не только машин где вы можете зайти купить машину там есть страницы бренда michelin который является партнером машинам страница бренда тормозов которые там значит сейчас рамбок или вы на brembo да значит потом страница у них была ра не роликсов а господи ты боже мой до хронометров gt-спорт где у тебя рядом с таймером прямо логотип этих хронометров светился где что есть там хубло какое-нибудь или нет там там не rolex был господи ты забыл одни сме за ами нет 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 не сейка не омега тоже европейский производитель какой-то то есть то есть они очень активно туризму этим накачивают плюс туризме сами автопроизводители могут например какую-то промо тачку за 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 фичерить еще что-то сделать и мы думаем что это выглядит тупо что это выглядит смешно ахаха капитализм но на самом деле это наверное нормально потому что в играх и так это есть просто это не динамическая система с api это и разработчики сидят руками меняют текстура потом вам прилетает патч на это вы помните как в 2008 году так хоэр так хоэр да вот помните в 2008 году обама свою президентскую кампанию видеоиграх откручивал не помните нет не помню до зима где он откручивал в основном в играх electronic arts там были билборды фифи в нб и еще где-то ну короче во многих именно играх которые тогда то не были особо онлайновыми реально были баннеры с надписью типа голосуй за обама вся история да 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 и и early voting has begun то есть типа что начались первичные выборы по сути тоже там обама так та картинка которая сейчас на стриме их много разных можешь просто погуглить там много разных баннеров откручивалась но просто сама история того что вообще политическая реклама была так-то в видеоиграх и как наверно в 2008 году все абсолютно сожрали это абсолютно нормально а я вспоминаю еще историю про lada racing club ты помнишь которому даже не играл поэтому я не в курсе какой только рекламы там не было братан там половина билбордов было завалено рекламы игра мы играли же с тобой да да рекламы то ли какой-то водки то ли какого-то пива короче там было посладовише рекламу это вот такой вот был способ заработать денег на видеоигре ну просто отключаешь вам тут правильно пишу что на gta денег не хватит у бренда ну вообще представьте себе что ты берешь и откручиваешь баннера в игре внутри по стоимости типа минут ну там минус 50 процентов от стоимости наружки где-нибудь в крупном городе например там типа ну наружка где-нибудь на окраине нью-йорка например берешь эту стоимость два раза ну типа убираешь и говоришь ребят на месяц на месяц стоит у нас там типа плюс-минус вашу рекламу увидит 500 тысяч игроков или там пять миллионов игроков увидит вашу рекламу короче пять миллионов на каждый игрока там по доллару типа 5 лямов бакс мне кажется что и microsoft и sony надо топить не за то что они в какие-то конкретные игры добавят там какую-то рекламу и так далее а именно чтобы они сделали некую рекламную сеть которая может учиться типа условно любой разработчик как это сделано на мобильниках например про то речь про то и речь и они именно что делают систему опять внутри не макс макс это немножко другое короче ситуация будет другая это будет история знаете как у компании xiaomi в xiaomi нету системы рекламного кабинета в который как бы может прийти любой человек захерачить рекламу чтобы она показалась у людей в настройках понимаете ну там в телефонах смартфонах ты должен прийти компании xiaomi к ее русскому представительству они тебе показывают прекрасную презентажку они тебе дают условия ты им обрисовываешь что тебе надо там и так далее так далее так далее короче и в итоге по факту нити выкатывают там некий медиаплан ты берешь с ними там типа его согласовываешь платишь им денег и они берут и откручивают рекламу все делается в индивидуальном порядке но там входной чек по этом причине очень большой ну то есть грубо говоря в xiaomi там меньше 500 тысяч рублей даже думать нельзя суваться как он то есть ваш бюджет xiaomi условно что прийти из россии и там типа покрутить свою рекламу там людям которые купили свои телефоны за свои деньги нормально но минимум миллион рублей миллион рублей хорошо бы иметь короче чтобы открутить эту самую рекламу опять же я думаю что скорее всего будет ровно такая же история типа с рекламодателями в там условных там нет фуспидах фифа гран-туризма гта там и так далее они стопудово к этому придут но опять же стоимость рекламы будет плюс-минус на уровне там типа трафика в там пригородах нью-йорка где-нибудь минус там 50 процентов ну то есть то есть это я уверен что это будут хорошие деньги потому что условно там возьмут насчитают типа что ну у нас тут миллион человек в мимо этого перекрестка в gta проезжает короче смотрите хит-мапы за месяц за последний да типа и вот эти люди у нас тут прожить по миллион человек за месяц и вот из этих миллионов человек типа как бы они мы знаем точно по положению камера что типа там 800 тысяч точно смотрели сюда хотя бы в течение секунды вот и типа давайте сделаем там ну там 50 центов короче 400 тысяч долларов вот на вот этом в соротеньком билборде на там две недели например я уверен что вот это вы красиво расписываешь но я уверен что цена будет гораздо дешевле вообще в разы потому что не такое большое количество рекламодателей полезет в эту всю историю даже не представляешь есть это правильно как бы подадут то многие пойдут как ну чувак все идут исходя из стоимости трафика и стоимости вот ну ты условно cpm да то есть количество там типа денег которые тратишь за 1000 просмотров если этот стоимость cpm внутри игры будет ниже чем там типа какой-нибудь в самое всарата арбитражная там помойка трафика то как бы люди скажут блин нахрена платить вон туда если заплачу в игру еще я думаю рекламироваться из игр они провалились я тебя я же видел что а ты не знаешь они провалились или нет обама выиграл тут то дело не в этом тут вам надо в волны веке батарейки которые были электролюксовые да или как и какие там были батарейки варта энерджайзер да конечно все помнят энерджайзер исключительно потому что блин они были что 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 батончики шок запомнили по первому ведьмаку но я просто к тому что я так тебе скажу с одной стороны да с другой стороны если sony microsoft совместно роняя кал сейчас это делали не совместно параллельно наверное они это делают не потому что они дебилы а потому что есть какой-то спрос чтобы два платформы держатели кинулись на это понимаешь вот это причем компании которые в nft не прыгнули знаешь почему они кинулись во всю эту историю как вот 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 моя такая тейк я не знаю насколько он правдив потому что фейсбук кинулся в свою метавселенную и ты я уверен просто что помнишь будет все тоже самое это этот видос заходишь в виртуальное пространство там все увешано нахуй рекламы не помнишь это видео поскольку у них есть ножом бегает вокруг тебя и предлагать да вот поскольку это делает фейсбук естественно что и microsoft и sony тоже думают в эту историю вы думаете про видеоигры а я думаю что все будет вообще скоро вообще все увешано блять рекламой вот чувака вообще-то если ты посмотришь на дашборд иксбокса уже там везде у меня на все что мне написано на дашборде иксбокса так что не надо просто я все время на иксбокс 360 офигел конечно я могу сказать что если ты вот на playstation захочешь американского аккаунта у тебя совсем другой рекламный вес и в прошивке и в истории и на самом головном экране так что там там прям реклама дохера но я могу сказать что и playstation когда ты захочешь но я на мой старик самой под не в самой playstation а именно playstation store потому что в самой playstation реклама только единственное что в тот момент я кстати вот этот момент меня дико бесит playstation 5 там же есть такой момент когда нажимаешь кнопочку playstation у тебя появляется соответственно менюшка вот быстрого доступа и над ней вот эти карточки и в карточках типа тебе даются новости про игры за которыми ты следишь и ты такой понимаешь что там один фортнайт естественно откуда такой тип для такой так можно же настроить типа каких играх ты хочешь получать типа ну там новости ты берешь отключаешься кроме тех игр которые тебе нужны короче выключаешь консоль включаешь и там опять фортнайт ты такой суки просто там есть еще какой-то канал по-моему то ли playstation то ли самой sony я все это отключил я вообще там какой-то момент оставил типа наши игры типа battlefield там call of duty и там типа наши какие-то вот такие игры которым неинтересно типа там horizon там и так далее и там типа через два дня там опять фортнайт и я такой захожу при что там галочки выставлены на gta на фортнайт и так далее я такой поля это я же отключил специально они скорее всего включаются при каждой прошивки стопудом но это же очень тупо конечно тебе беру по братан это то что называется антиконсюмерские практики это чистой воды dark pattern да но это не тупо это делается специально я понимаю что у них продакт так что сиди обтекай так это работает да и мне это не нравится вот ну знаете что мы что мы еще будет не нравится просто дичайше вы будете с этого беситься просто не согласна когда у вас на вашем новеньком смартфоне айфон там 57 или какой-нибудь не знаю xiaomi 374 вылезет не просто реклама голограмма это на самом деле очень крутая интересная новость дело в том что мы даже специально оставим ссылку у нас в описании подкаста если вам захочется почитать более подробно потому что поскольку мы не физики мы плохо в этом немножко разбираемся но дело в том что помните как работал 3d эффект в нинтендо 3ds довольно мазанно он работал так как он работал уже по сути у тебя был экран который состоял из пирамидок таких вот ну то есть типа согнутых вот таких вот зубцов и у тебя левый глаз смотрел типа условно на левый левую грань зубца а правый глаз смотрел на правую грань зубца и поэтому так получается что ты видел 3d картинку вот на этом экране но при этом если ты чуть-чуть вмещался влево-право уже ты нихуя не видел вот корейцы корейские ученые разработали новую схему для экранов которые позволяют делать 3d изображение каким образом дело в том что они делают два слоя изображения один накладывается на другой каждый из которых виден в зависимости от фокуса который как с которым смотрит ваш глаз хрусталик ну то есть элементарно вы смотрите чуть-чуть вперед и чуть-чуть назад и у вас так получается что экраны никому такому же принципу работали помнишь детства были так не историка те надо было глаза приблизить и на бумажке отдалите там так ну ты же потому что там у тебя просто бумажка здесь у тебя экран который работает специально таким образом чтобы в итоге как бы тебе заформировать трехмерную картинку где у тебя есть передний план и задний план и кабы у тебя в итоге глаз смотрит когда вперед он видит передний план и фокусируется на нем а на заднем планете а фокусируется на заднем короче это создает ощущение даже не 3d это скорее ощущение глубины сцены глубины да как будто у тебя внутри экрана телефона такой типа углубление внутри которых ты можешь видеть там допустим текст спереди или текст сзади и ты можешь прям выбирать на что-то смотришь грубо говоря они каким-то образом умудрились это сделать с помощью специальных 3d ну так скажем 3d короче это специальные слои которые сделаны из очень специфических материалов вот они используют это рениум дисселенит дисселенит это это селение селен я так понимаю криво ткар нет это это селена именно вот и короче очень странные материалы которые если честно я вообще не в курсе что такое существует там корейские ученые как бы они задрачивались по несколько лет над этим вот и все это будет имплементироваться уже в следующий и самое главное что там используется диапазон диапазон света которые излучают эти оба слоя они находятся типа на около инфракрасных диапазонах плюс соответственно диапазоны видимые человеком вот каким-то образом почитайте статью может быть у вас получится лучше понять как это работает но они действительно разработали схему которая уже сейчас работает которая с помощью по сути на дисплее позволяет вам видеть глубину сцены просто за счет того что типа вы как бы не там типа глазами смотрите на эти левый кусочек экрана правый кусочек экрана а вы реально по сути как бы за счет перемещения фокуса вашего глаза видите разное на экране то есть фокусируетесь в глубине видите глубину фокусируетесь типа поближе видите то что на переднем плане на экране если честно я в шоке как это может потенциально работать но окей давайте позырим потому что мне кажется что это за этим будущее поэтому если вы увидите условно через там пять лет в самсунге такую технологию вы особо не удивляетесь тем временем тем временем на ю тубе нам евгений 6-5 долларов в тимур 7-8 этапов интервью это сейчас норма вдруг ты получил позицию в компанию хорошие где-то до трех-пяти тысяч сотрудников слушайте я понимаю я ровно с такой же позиции на это смотрю как бы но у меня есть огромное количество историй как люди приходили в условный amazon за три этапа вот и как люди приходили booking.com за там три-четыре этапа поэтому когда ты проходишь восемь этапов это конечно немножко заебывает вот но окей как бы я все понимаю ну и видите я дошел до самого конца в итоге они не взяли меня и не взяли никого ну то есть типа я по сути был их лучшим кандидатом которого они таки ну пока и все индеки обычно кого и нет все пока не вот и мне было грустно немножко расстроился вот но как бы потом я увидел кого они взяли как бы понял что они просто взяли человека изнутри ну то есть тот человек который у них уже работал просто вот и все женюсь а у нас там 150 рублей уверен что в российском apple arcade урезали количество игр и мир reincarnation в россии тоже недоступна вот так вот новая реальность ребят все очень просто делайте себе американский аккаунт apple и качите из него все что вы хотите если у вас есть карточка банкова которым мы говорили любой другая карта которая вполне можно создать аккаунт apple без добавления карт да короче но типа я имею ввиду что если нужно купить оттуда что то тоже это возможно если вам ничего не нужно покупать много есть инструкции на самая простая инструкция заключается в следующем вы берете логинитесь на телефоне или на там компьютер или еще где-нибудь в apple store точнее даже не логиниться просто туда заходите можно разлаги ненам там есть всегда внизу в самом самом внизу выбор региона выбираете юсей и вы будучи разлаги ненам нажимаете на бесплатное приложение free обязательно и типа он вам было говорит хотите скачать до заведите по воде заводишь apple иди и если ты нажал до этого на бесплатное приложение то он тебя в качестве способов оплаты предлагает без карты ну то есть вообще без ничего и все его просто у кого есть американский аккаунт не забудьте обязательно туда ввести нормальный адрес адрес если что вводите обязательно в каком-нибудь безналоговом штате типа доловера найдите какой-нибудь нормально адекватный адрес там типа полицейского участка центрального или чем-нибудь в этом роде и совершенно спокойно указываете его и все у вас есть американский аккаунт скачивайте все что хотите на айфоне выход выход вот очень удобно на самом деле реализован вы заходите в appstore нажимать на свою типа иконочку вашего профиля доматываете вниз сайнаут выходите заходите сайнын в новый аккаунт и качать все что нужно опять выходите входите в свой все ну то есть не нужно например на самом телефоне внутри в настройках вот там где там iCloud вот там не нужно выходить нужно заходить именно в приложение appstore именно внутри приложения appstore типа разлогиниться из своего аккаунта залогиниться в другой то что некоторые люди тупили я просто маневском и знакомых когда сейчас качали там типа себе всякие воплены там и прочее они реально тупили и разлагинились во всем айфоне вообще и у них там телефон перезагружается заново запускается предлагает им там типа весь сетап пройти заново ну это пиздец типа так делать не надо вот такие дела юджина с ним составляешь что может быть лучший вечер за строкастом ей спасибо тюра там тимур понимает что его не взяли в apple и за шуток про книги рассуждение про стрелочку который не выворачивается нет не меня не взяли по другой причине я знаю какой вот и это причина больше организационного характера потому что я был на позиции в которой у меня было десять человек команды 3 агентства со мной работала мне сказали типа can you be a swiss army a knife or one man army и я такой типа what do you actually mean you have to do everything by yourself и ты такой блять слушайте тут история про стриминговые сервисы давайте мы отойдем немного от наших замечательных слухов в общем то они закончились перейдем к новостям дело в том что netflix читался о том что он потерял огромное количество подписчиков и соответственно первые всю историю да да впервые за долгое время у него падение и тому есть несколько довольно существенных причин ну смотрите во первых начнем с того что все сейчас стриминговые сервисы как бы они переживают такую это просто кто-то прям эти совсем большой кто-то поменьше кто-то вообще пиздец маленький жизнь до его маленький вообще жесть да и смысл в том что как бы netflix является таким типу джаггернаутом таким промо грунт тяжеловесным таким чуваком который развивается там в огромном количестве рынков он есть вообще везде в индии там в латинской америке вообще где угодно в россии даже был и смысл в том что как бы вот у них в этот рост шел круто и самое главное если помните мы много рассказывали за строк асти о том что у них когда замедлялся рост в сша или типа вообще стопорился они вытягивали за счет того что они хорошо проводили экспансию во всем мире остальном и типа как бы в сша все замедлилось а вот там выросли вообще везде в другом месте все круто и впервые они сократили количество подписчиков им пришлось об этом рассказать это официальная информация и есть на то две важные причины первое она заключается в том что netflix ушел из россии и как бы все не смеялись но на самом деле у netflix в россии было довольно большое количество подписчиков они писали о том что у них 700 тысяч подписчиков было в россии ну точно миллион человек почти миллион человек короче вот то есть типа ты прирос тут типа как бы нам миллион да а тут минус миллион вторая причина довольно существенно то что они подняли цены по крайней мере в северной америке и говорят что падение составила 600 тысяч человек то есть именно в америке естественно что во многих странах netflix продолжает расти но в целом глобально у них впервые за 10 лет падение числа подписчиков на 200 тысяч человек более более того они еще говорят что в следующем квартале число подписчиков снова упадет причем на 2 миллиона они ожидают тут еще интересно то что они сами это связывают и связывают многие аналитики такую историю кроме того что там типа россия кроме того что там типа всякие остальные причины одной из самых основных причин является то что netflix объявила войну шарингу аккаунтов то есть если раньше вы могли иметь один аккаунт который вы там в тихомолку друг другу передавали логин пароль типа и спокойно с него везде логинились типа и смотрели фильмы то есть вы не покупали семью там типа или еще что-нибудь такое вот один а роль намного домохозяйства да короче теперь netflix эту всю историю пресекает и требует от вас что эти по если вы хотите юзать ваш аккаунт хер пойми вообще где везде сорян пацаны будьте добры заплатить маленькую денежку там что-то там два бакса вот сверху или оформлять семейную подписку или типа семейную подписку типа или вот два бакса будь добр занеси сверху короче за каждую там логин в другом месте поэтому сорян и поговаривают что это сыграло очень большую роль для кучи народу которые просто просто отказались от своих аккаунтов и все просто перестали платить потому что им это невыгодно кому то есть у которых сидит там пять человек условно и платят за одну подписку особенно если эти люди сидят там типа в сша и они там вы знаете такие как бы люди бичи которые как бы зарабатывают там денег денег на уровне россии только в сша и у них очень мало денег и они там раньше платили условно там типа пять-десять долларов а теперь вообще все вместе да как бы а тут теперь как бы слышь бро нужно платить еще два бакса сверху да пошел причем этот раз говорит что он продолжает ужесточать эту политику в общем-то проблема это читает это проблемой пользователи которые смотрят стиралы фильмы не со своего аккаунта будем эту проблему типа как-то ужесточать и решать то есть я так понимаю что стадия роста прошла теперь началась стадия отжимания знаешь стадия дойки стадия дойки да именно своих пользователей прочее в принципе в принципе нет лиц можно понять потому что на рынке стриминга и есть конкуренты и один из конкурентов нетликса это warner brothers discovery теперь она называется warner brothers discovery представляете них есть свой сервис подожди-ка а этот hbo макс это кому принадлежит это они теперь они им и принадлежат да то есть они теперь входят в конгломерат вот этот warner brothers discovery и тут есть две новости во первых первого cnn который тоже входит в warner brothers discovery буквально в марте выкатил свой собственный сервис стриминга который называется cnn плюс и там якобы должны были быть какие-то политические новости политический стриминг новостные какие-то каналы ну и так далее тому подобное короче сервис не просуществовал и месяца потому что сегодня 21 апреля запустились они 29 марта кажется то есть они даже месяц не просуществовали потратили на этот сервис 300 миллионов долларов только на один его запуск меньше месяца прошло не нашло отклика ни у какого не у пользователей и все до свидания cnn быстренько все это прикрывает всех сотрудников соответственно отправляют в 90-дневный бессрочный отпуск и за это время им подыскивают типа работу на других соответственно активах warner brothers discovery вот а вот второй сервис у них который собственно hbo который hbo max у него наоборот в отличие от netflix и отличие от cnn все замечательно и прекрасно у них там супер круто потому что на самом деле у во всем мире на данный момент hbo max hbo ну вместе совокупно они добавили 3 миллиона подписчиков короче за этот квартал вот и если сравнить год от году то за год они добавили 12 8 миллионов подписчиков это охренеть как круто на самом деле вот и в общей сложности у них получилось так что сейчас 7 и 6 и 8 миллионов подписчиков для сервиса который запустился вообще вот всего ничего вот ну то есть hbo max это прям круто я могу сказать что конечно вот эти все релизы фильмов которые они или пушат прям вообще чуть ли не в день в день или типа там условно через 15 дней короткое окно 45 до 45 дней раньше было 45 дней как бы то есть они сейчас пушат типа окно которое поменьше вот и это играет большую роль понимаете когда там условно под дюну под лигу справедливости под кучи других там фильмов типа народный макс просто пачками шел ну потому что блин у камон как бы это стоит отчитывать что это число немного преуменьшено потому что hbo max с одной стороны это вот они говорят 76 8 это те люди которые сервисом пользуются напрямую а есть еще люди которые смотрят контент через кошеринговые соглашения мирно кинопоиски вот это тоже на самом деле падает в копилку стриминга ворнеров на самом деле число повыше я думаю если посчитать толк сделать где те страны где они присутствуют через лицензии суб лицензия они ну я думаю там все столь миллионов получится вообще легко но интересно кстати что больше половины этих пользователей естественно они в сша вот 48 6 миллиона из 7 из 6 и и 8 вот ну то есть сколько это получается реально процентов 70 почти 60 70 процентов где-то вот это много вот но hbo max растет прям сильно вот и они очень сильно вкладывались в контент у них огромное количество очень крутых всяких сериалов и так далее вот мне интересно посмотреть на статистику на самом деле мазона как у каком азон прайма растет потому что блин а мне скорее интересно как делал дисней плюс мне кажется у них тоже все хорошо что у них хорошо но они очень осторожничают с рынками причем как бы у них лишь новая политика они теперь выходят потихоньку на рынке которые типа не аффилированные сша типа там латинской америки и так далее через сервис который называется старт вот и типа это как бы ну как бы такой типа аффилированный сервис но нет и в россии якобы они тоже должны были сделать подобный сервис и якобы они даже все операции проводили чтобы не дисней плюс прям открыть а типа как бы вот вот это вот другой сервис ну типа какой-то стороны да но типах с другим канта вот со своим контентом но не был он другой сервис а вот и принципе как бы я думаю что хорошо а то что netflix вот макс правильно писал в твиттере о том что ну когда у тебя очень сильно перегруженный рынок ну то есть у тебя уже огромное количество ли те люди которые хотели купить подписку почти все уже купили подписаться нашел данные по disney плюс знаешь как поскольку у них на 1 января 22 года было подписчиков год назад по сути до 129 и 8 миллионов то что на себя то есть это больше числа мощь больше он живет да ну это очень круто на самом деле ну вот дисней и это юная это они еще не вышли как бы вот во всякие там европы там и так далее в ладинскую америку и прочее поэтому конечно это круто но в любом случае то что netflix потихонечку теряет народ это такой тревожный звоночек потому что опять же помните мы с вами говорили о том что откуда netflix и вообще все подобного рода сервисы берут деньги они берут из того что во первых они идут из каждого утюга в любой стране абсолютно вообще где угодно даже доступно реализуется на андон локализуется по максимуму и они все деньги они все вот весь свой рост последнее время извлекали из вот этих стран типа условно вы идию там в россию везде приходить нужно было машину любом случае я кстати наш на гуглил про netflix наш как у него 222 миллиона человек теперь уже поменьше это на апрель как раз 16 это вот то что они отчитались при этом порядке 20 мы не упомянули один очень важный факт чтобы понимали насколько сильно повлияло это на компанию на 40 процентов рухнули акции это крупнейший понимаешь что у тебя впервые у компании не роста диклайна когда причем серьезный клан доста то есть у тебя впервые у команды то есть это значит что а что если дальше они будут еще уменьшаться а потенциал это нету все нет потенциала пиздец короче пара вот слушайте как упала так и вырастет я могу тебе сказать что вот на фоне того что у netflix и decline он он что-то просел по моему процентов на 25-30 в акциях своих но при этом и все остальные стриминги тоже упали потому что народ такой ой блин netflix падает блин на скорее продавать акции дисней плюсы просто нахер до рынок мёртся до свидания это же так всегда работает а через там неделю выясняется что у netflix и какой-нибудь супер топовый хитовый сериал или там какой-нибудь офигенно классный фильм и сразу все вернется мне кажется все ерунда ну то есть важно понимать что стриминг на самом деле он никуда не денется и просто я рынок сейчас по сути делится между разными компаниями то есть у тебя есть netflix самый большой тебе здесь не плюс поменьше вот у тебя есть hb у макси еще маленький вот и там где-то в жопе там кинопоиска маленький вообще же где-то где-то среди них есть огромные непонятные никому не известный amazon prime у которого а подписчиков просто пиздец сколько но сколько из них реально смотрит этот amazon prime а сколько из них пользуется им только для того чтобы типа по сути вот ну там использовать магазин поисков для магазина и все да да можно же не раскрывает сколько из них реально зрения у них есть отдельный тариф prime видео ну да они не дают статистике когда у амазона все будет плохо не значит что начнут делать сколько выстрелов было нет 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 они они зачем делал они будут на netflix и которые тоже на амазоне хостятся подменять их а то есть включаешь ведьмака тебе играется в стиле колеса поскольку там эльфы черные да не замечаешь да или включил очень странные дела такой на netflix а тебе его хопа и ричара показывают нет и кларксон едет куда-то на машине и кларксон едет знаешь это тоже по разрушенному американскому городу такой ты тоже не видишь разница короче стриминг это вот такая история которая ну скажем так переживает сейчас бурные бурный передел рынка вот так ладно пацаны короче мы потихонечку переходим к нашей замечательной следующей новости дело в том что мы в этом вам говорили уже много-много-много-много времени дело в том что европа там максимально старается педалировать и прыжка 6 у кого звук максим у тебя нет а то тему это у тебя у тебя у тимура видимо давай я давай каток от учета бревитара что-то сделал он забью тился он замерился кстати проверить steam звука сейчас да да исчез бы значит это у меня выключи камеру разберись с источником звука звук такой как будто яйца бреют да или делают я не знаю вот у меня когда когда у соли мы делали узел который сделают узи и мы берут машинку выбривают пузо полностью наносят гель и делают и музей код при этом бесконечно охуевает потому что он вообще от всего процесс интересного для ассоциации конечно я просто 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 звук бы бы вот этой вот бремя звук точно что похож на кофеварку кофе там хоть молится месяц на кофемолку скафимолку да очень похоже короче следующая наша история гугла компании которые скажем так не относится к любимым в нашем подкасте поменяет уведомление о куках в европе чем происходит это на фоне того что во франции гуглу прилетела просто гигантский штраф именно исключительно из-за того что угла раньше было уведомление о куках следующие типа для того чтобы интернет работал не через жопу пожалуйста нажмите кнопочку принять все куки вот и мы там будем вас отслеживать по всякому и и во всячески мониторить и предлагать вам рекламу но это все мелким текстом который ты не видишь никогда вот соответственно во франции суд постановил следующую историю что во первых у пользователя должен должна быть абсолютно простая и очень прозрачная схема того как отказаться от слежки гугла как сделать так чтобы куки не приходили к нему и google написал инструкцию в котором написали что для того чтобы отказаться от кук надо нажать на кнопочку профиль там где-то ее в жопе найти нажать на кнопочку удалить я не согласен у поставить три галочки подпись электрик электронной подписью заверить в общем я шучу конечно но очень жопная была схема так вот после этого суда google такой блин над переделывать в этот раз они переделают баннер о кук в европе в первую очередь он придет во францию и там будет кнопка отписаться от этих кук которые можно одной кнопочкой нажать и у тебя типа куки не принимаются такая история и я могу сказать так ты понимаешь что google все равно выкрутиться в этой истории тут еще понимаешь проблема в том что французы ведь помимо того что они выкатили гуглу вот эту историю связанную с куками они пошли в его в европейский союз связи ну грубо говоря вот эта организация регулирующая которая вес вообще занимается всей регуляцией и они там знаешь вообще планируют навернуть полный роскомнадзор пока это все на уровне проекта но во первых абсолютный запрет дарк паттернов я правда не знаю как они это будут реализовывать потому что это прям вот супер серая зона да интересно там написано что подразумевается по мне описание есть нету второй момент это то что ты не можешь использовать данные например детей для таргетирования более того у тебя должен быть лимит на таргетирование то есть ты типом не можешь использовать определенное количество данных для таргетирования только то которое будет закон регулировать и третий момент ты должен всегда отслеживать трейдера где у тебя трейдер короче говоря сидит чтобы всю рекламу можно было отследить до его реального заказчика вот этой вот рекламной какой-то раскрутки и в принципе технически гуглу будет очень тяжело потому что как помнишь как gdpr выли а gdpr еще не такой страшный закон там принимается какое-то новое постановление по вообще регулировки вот этой технических гламиратов до больших то есть там угла фэсбук там и так далее и он якобы по моему кпк в пятницу представят законопроект по моему он будет в германии если я ничего не путаю мы его на следующей неделе обсудим но судя по всему big tech у мало не покажется братишка ну то есть когда вся история того что все это говорят как по праве себя праве все на самом деле это очень сильно разрушает рекламную модель что гугла что фэсбук что всех остальных что они с этим будут делать непонятно смогут ли они это обратно пролоббировать вряд ли и как они это будут обходить потому что они будут пытаться это обходить это да да слушайте тут компании которую нельзя называть в россии чтобы не делать сноску по законам и так назовем который владеет таким такой блога платформы это не блога платформы как это назвать чатом по интересам ватсап который называется по интересам твоих мам да короче в ватсапе выкатывается сообщество о боже то есть наконец-то вязание рецепты значит все в детские фотографии переедут централизованно куда-то причем самое смешное что ты же понимаешь что это делается в пику того же телеграма я думаю это в первую очередь делается в пику того же телеграма потому что в тот момент когда дуров выкатил вот этот функционал веб-ботов по факту по факту сделал вообще к систему я думаю там даже 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 вот такие абсолютно тормозные чуваки как ватсап задергались при том что вот они делают мы выкатим комьюнити мы выкатим значит там то мы выкатим это это такой но чтобы зайти в ваш сраный мессенджер с компьютера до сих пор надо qr сканировать и телефон не выключать алё вы о чем подожди ну в телеграме же ты вообще не можешь найти с веб-интерфейс там не просто нету или есть есть конечно веб-версии телеграма я не пользуюсь она есть она прекрасно работает и не привязана к твоему смартфону один раз там логинишься и все и пофиг а у ватсапа вообще прекрасно то есть ты заходишь со смартфона в веб-версию если у тебя например на айфоне у меня на экселе такое часто было там оперативной памяти мало там придушивается процесс и этот как его звать и ватсап теряет твой смартфон нет все писать не можешь включи смартфон но я зашел с компьютера чтобы не писать со смартфона смотри чё пишут в блоге самого ватсапа давай у нас появятся реакции с них с их помощью можно реагировать на сообщения в ватсапе с помощью смайлов вы можете быстро передать свои эмоции не перегружая чат новыми сообщениями я надеюсь до кого-нибудь там дошла история того что надо срочно сделать анимированный анимированный как это какашку и анимированный экплент как это да да кабачок кабачок баклажа далее админы группы могут удалять ошибочные и неприемлемые сообщения из всех чатов у меня возникает вопрос а раньше этого нельзя было делать что значит обмен файлами вы можете отправить файлы размером до 2 гигабайт что значительно упростить совместную работу над проектами и наконец увеличенное число участников аудиозвонка можно совершать а вот звонки в группах до 32 участников благодаря новому интерфейсу проводить аудиозвонки легче чем общаться в чате я представляю просто типичное застолье семьи когда знаешь батя батя звонит своему тесте во воде восток вот там еще друзья включаются и они начинают обсуждать файл фэнтези давай так это назовем у меня возникает вопрос а чем это отличается от групп в отцапе ведь на самом деле большой разницы нет ну то есть реально нету разницы особой в блоге не объяснено там знаешь типа мы а мы сделаем все хорошее а плохое не сделаем ну и сроков не конкретики невнятного концепта ты знаешь это так похоже типа что telegram что-то делает делать параллельно что-то какой сигнал и вот и вот такой мы тоже здесь мы тоже тут и забудьте про нас вот так вот примерно 20 все ведет короче с ватсапом я могу сказать так я не фанат ватсапа я не собираюсь им пользоваться я надеюсь никогда но с ватсапом есть сложность почему им в россии нельзя не пользоваться вот дело в том что сейчас огромное количество всяких ресторанов кафе а там типа типа любой бизнес по изделий с любой бизнес ты не видел эту замечательную картинку где типа чего горит блин был после того как instagram заблокировали в россии и после того как компания facebook признали экстремистской это запретили в россии огромное количество людей ломанул с telegram и там картинка такая на которой чего пишет бляди теперь в telegram у меня у меня прямо сейчас висит сообщение марина николаевна джек теперь я смотри у меня прямо сейчас висит значит это сообщение вот между нашими чатами анастасия вольво has joined telegram это если чтобы этот как его звать слуховой менеджер понимаю о чем вы говорите но есть проблема в том что чтобы вы понимали у меня в телефоне около 3000 контактов вот и я периодически раньше наблюдал что типа люди приходят в этом телегу и так далее сейчас у меня вот за все это время пришло типа человек 30-40 это очень мало у меня огромное количество ли пришло телеграмм но уже герой человек 30-40 пришло у меня гораздо меньше контакта чем у тебя так что для меня это много 30-40 человек и знаешь там какой-нибудь а лил дворник теперь телеграмме это тоже с какого же самую абсолютно но опять же это это все равно не очень много народа вот но кроме всего прочего я хотел сказать что димка ты понимаешь что ватсапе живет просто огромное количество народа вот то что ты себе представляешь например что у тебя вот есть чат хорошо просто на простой вопрос вопрос подожди не объяснили разницу между группой и сообщества блин дим короче ватсапе существует огромное количество тематических групп в например в рамках детского сада до школа там территориального каком-нибудь образовании типа там префектуры там двора там и так далее так далее и то что они нарисовали на скринах когда они это все дело там типа презентовали что типа есть чат школы точнее сообщества школы и в рамках сообщества школы у тебя там типа куча чатов ты же бы что-то чистой воды дискорд чисто да то есть удалитесь родите чисто у тебя берут и типа создается сервер школы до в котором берется и делается типа там это чат вот этого класса группу а это чат типа для всех родителей чтобы вы сдавали бабки на это чат для тех чтобы вот вы тут типа общались с местным психологом а это для чат для общения за это это тяжело на самом деле чтобы пришло тяжело они ровно это не оказали на скринах нас я не спорю на скринах я просто говорю про влияние ватсапа то есть в россии ватсап мы видим его как жители европейской части страны мы живем в телеграме мы живем мы можем переключиться с ватсапа на вайбер вайбер кстати в россии все еще очень популярен я вам напоминаю просто нет а есть например какая-нибудь республика саха в скобочках якутия вот где все сидят ватсапе вообще все там экосистемы целые выстроены вокруг там префектуры прямо сидят там вообще все сидят ватсапе это реально это вот это к вопросу про то о том почему ватсап не заблокировали в россии да потому что есть тот же север север вообще ваш телеграм срать ебал строго говоря у них там своя атмосфера и это 50 миллионов пользователей фейсбука никого не остановила когда его банили 120 миллионов пользователей инстаграма тоже никого немножко это ты знаешь ватсап я думаю тоже никого не ставят когда его забанят и наверно сяду все люди в инстаграме в инстаграме у тебя сидели как бы люди которые относились к тому как к условно говоря к развлечению развлекалки ну а ватсапе макс прав это у тебя типа градообразующие по сути предприятия это да это все равно что камаз взорвали понимаешь ну то есть той же опера история ну . вы тут и тут нельзя и тут самое главное другое что вот сам же еще опять же они вот то чем мы сейчас тебе с максом говорим они просто берут и вот эти типа чат школы чат класса чат подъезда чат того чат сегодня эти зажигирует а не те это превращает на братом в чат города усть-передюска до датчат села и у тебя чат в чате села у тебя появляются соответственно чат школы чат типа завода чат того чат сего короче и они у тебя все равно в рамках чата села поэтому например у тебя прижать новый человек или например там человек только ставит ватсап да мы говорят слышь алтан билды короче обязательно пойди зайди вот в наш чат села короче алтан билды берет заходит в чат села и прям видит ему четко как как от дискорде а тут вот мы играем в доту точнее на заводе мы тут а тут мы играем в пугать точнее в школе короче ну это и так далее понимаешь что это чисто воды вот модель дискорда как вот сервак чего-то общего а дальше в нем уже маленький чат и как бы пошли все вот мы тебе объяснили зачем это нужно было и для чего и как понимаешь пересадут в итоге на телегу не они перене пересядут и я даю тебя что те телега в итоге сделает тоже такие вот сообщества как дискорд в которых будут у тебя тоже типа я уверен что они это сделать на что условно грубо говоря ты подсоединяешься к сообществу эти автоматом закидывает там типа в 6 чатов разных или тебе предлагается типа вот эти вот самые 6 чатов они скорее всего это сделают хотите зайти в 6 чатов сейчас да ты такой не пожалуйста нет то есть у нас еще одна интересная новость как бы не из россии дело в том что на данный момент компания spotify мы об этом говорили вскользь несколько раз о том что они экспериментируют по форматам видео подкастов и они потихонечку начали запускать эти самые видео подкастов вне сша вообще для всех возможности запускать видео подкасты в сша в юкей это великобритания в канаде в австралии и в новой зеландии вот сейчас что интересно многие говорят о том что типа видео подкасты всегда существовали до apple уже сделал возможность им по 4 в рсс к засовывать типа да там 2007 году то вот в айтюнсе вкладочка было видео подкасты все такие типа дуга бы конечно все спотифай как обычно обосрался короче важно понимать я знаю что это глупая фраза но все-таки очень важно осознавать что спотифай в этом плане наступает на пятки естественно не плу естественно совершенно не rss ки с mp4 файлами которые даже apple уже забросила в самый дальний чулан вообще своего сервиса youtube это youtube потому что у тебя существует в ютубе соответственно все эти замечательные шоу которые называют друг друга подкастами которых даже аудиоверсии нету но они это просто там четыре человека за столом сидят или в студии там и общаются друг с другом по сути формат такого типа круглого стола вот как у нас сейчас вот в артур когда же мы пойдем в поход не знаю круглый стол еще не решил ничего примерно так выглядит youtube подкасты если что не макс ну ты зря как бы на самом деле youtube подкасты это самая быстро растущая вообще я не спорю но там порой столько пафос ну я бы не сказал что насчет пафос все зависит от конкретных людей которые их делают потому что у меня есть куча моих знакомых например которые там тестируют историю с youtube подкастами и у некоторых продакшен на таком уровне чтобы ты просто ебу даешься ну тут то есть так круто ребята снимают реально там ты знаешь как бы если ты еще правильно вкладываешься в рекламу там типа правильно все делаешь то принципе хорошо у некоторых ребят результаты раз в 10 лучше чем у нас вот они там тратят условно продакшен 20 тысяч рублей на каждый выпуск и как бы у них все очень круто красиво классно они еще и начали монетизировать всю эту систему как бы поэтому у каждого свое но и самое главное другое что это очень быстро растущий сегмент в ютубе настолько что спотифай по сути как бы залезает туда вот просто вот со всеми ногами и руками вот 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 в этот сегмент потому что на хрена тебе смотреть на там типа четырех чуваков которые обсуждают что-нибудь как-нибудь чего-то чего-нибудь где-нибудь там как-нибудь нафига тебе это делать ну так лезь в youtube служу любимых подкаст точнее смотри любимых подкастеров тут не хочешь смотреть фоне можно слушать да а самое главное ты платишь подписку только спотифая потому что здесь еще есть очень важный фактор очень часто для многих людей мы это знаем по нашим слушателям они покупают youtube премиум чтобы тупо не прерываться на рекламу чтобы слушать видео в фоне чтобы делать какие-то действия которые доступны только через прем и это очень сильно привязано к подкастам это супер логично спотифая который деньги берет на входе с тебя извините конечно я может прерву вашу лебединую песню спотифая но у меня спутевая вообще не ассоциируются видео никаким образом чувак просто ты пойми что когда тебе ты заходишь свой любимый подкаст спотифай он тебе говорит доступна видео версия ну ты такого чё там и там хуяк у тебя показывается видео версия и ты можешь посмотреть приложение спотифая да а чё ты смеешься ты можешь рассмотреть на телеке а можешь посмотреть на планшете на мощную карте а можно playstation и а можно чем угодно посмотреть как бы понимаешь а хочешь фоне да легко понимаешь из тебя беру подписку и автором подкастов ничего не отчисляю а кстати я прямо сейчас у меня у меня американские аккаунты прямо сейчас вот смотрю видос дорогого приложения да я кстати рассказывал лучше конечно в шоу но ты смотрел максимка так-то я на самом деле рассказывал как бы о том что я например пытался же купить себе там типа разные возможности со спотифаем как бы когда мне истекла возможности поиспользовать американский аккаунт семейные моего друга и в итоге короче я через я как как я говорил я через банков купил себе за 100 баксов 12-месячную подписку просто индивидуально хотя я приходил к нам в чат и говорю кто хочет со мной вместе семейный по аккаунт купить а а а и все таки ну и короче никто не купил а теперь ко мне приходит просто по три человека в день и говорит ой ты там предлагал семейный аккаунт купить я такой нет уже не предлагаю я уже купил индивидуальный вот но я могу сказать что кстати прошло все совершенно спокойно потому что тот же самый amazon жрет банков вообще как нихер на кера как бы совершенно спокойно и как бы все это делать но опять же конечно все это очень обидно и что мы находимся в этой ситуации тоже очень обидно поэтому слушайте еще один очень важный момент который произошел на неделе это можно сказать крутой прецедент для людей которые занимаются исследованиями интернета которые занимаются какими-то проектами которые занимаются дарком маркетингом скорее да 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 но я вот могу это сказать как человек который немного исследовательской деятельности занимается и вообще в целом с этим имел дело по работе в полной белой и естественной речь идет про веб скрепинг что такое веб скрепинг это когда у вас есть например бот и он например собирает у вас данные сайтов я не знаю про образование и вы на основе этих данных которые вы собрали с публично доступных веб страниц которые выложены в интернет в робот тексте прописаны в большую сеть вы собственно делаете хитмап популярности детских садиков я просто образа я безобидный сейчас вам говорю вот безобидный проект но вопрос немножко в другом потому что мы мы еще не озвучили саму новую сейчас я тоже на нее проговорю но суть в том что вы что такое веб скрепинг как бы в нормальном понимании современного интернета это когда ты берешь делаешь бота который как бы логиниться в линктыне и начинает херачить контакты огромного количества народу со всеми там типа найти заполненными все свишки данными типа откуда кто какая позиция какой контакт и так далее так далее так далее короче а потом всем начинает ботом ебашить просто письмо типа потому что здравствуйте я увидел что вы работаете на позиции директор по маркетингу у нас прекрасная компания которая занимается маркетинговыми компаниями и в рекламными компании в фейсбуке пожалуйста подавайте мы с вами созвонимся спишемся мы выберем любой удобный в день для вас я получаю таких и мылов просто миллион в день короче поэтому я отлично понимаю что это у меня был момент много лет назад когда одна очень известная в россии компания которая предоставляет development ресурсы и сибири вот занималась тем что пришла ко мне сказала типа тимур ты знаешь у тебя там прекрасный опыт вот это все можешь нам ты пожалуйста помочь со своим опытом в продвижении наших сервисов на западе я говорю так ребят ну давайте как бы чем мы хотим там сделать как бы ну там сейчас реклама фейсбуке seo там вот это все 5 10 короче они такие нет я такой в смысле нет как бы думаешь контент-маркетинг не идет это все херня полная я такой а чё нужно сделать у нас есть прекрасная база данных людей так скажем типа людей принимающих решения лпр of так так скажем из англоязычных стран типа первого эшелона короче которым нужно разослать сообщение о том что типа мы готовым предоставить услуги игру ребят откуда у вас база данных так мы из линкотин взяли игра как а это уже другой вопрос я только так хорошо типа чего хотите делать как бы это же по сути спам таки да в смысле в коромыслие короче реально да вот спам я говорю так типа окей а чего вы хотите как бы но он говорит ну типа если хотя бы один процент ответит хорошо если 0 5 процента типа заинтересуется на презентацию записываться отлично а если 0 1 процента типа как бы там типа на какой-то онбординг присядет как бы вообще отлично и я я такой просто охуел как бы ребята реально занимаются тем что скрепят данные просто типа с линкты на и просто как бы им пишут всем пулят я говорю и как результат они говорят да охуеть просто охуительные результаты я такой в смысле она говорит да вот мы только за последний месяц 30 клиентов взяли такой блять окей хорошо но прикол в другом прикол в том что этот дата скреппинг как бы это совершенно распространенная история везде и в фейсбуке в линкты не и в огромном количестве других историй не только поиск клиентов вот так вот смысл в том что в какой-то момент на одной из компаний таким образом несколько лет назад подал в суд линктын и сказал о том что типа ребята вы знаете дата скреппинг вот этот самый когда вы парсите наши данные короче и пытаетесь типа потом всем написывать это типа нихера нелегально и пошли в суд соответственно в сша которую и в дошли в итоге до высшего до высшего суда который есть supreme court и верховный суд да по сути внутрь верховный суд сша и они это потом пытались сделать и суд сказал что типа не нихера ребят скреппинг абсолютно легален вы сами выкладываете данные сказали да типа это что публично доступно как бы да окей это мог один человек пройтись и вручную по сути типа собрать но то что ты пока был можно за труд автоматизировать и там типа за день там собрать тысячи лидов таким образом воде и докажи что он автоматизирующий ну как бы смысл в том что как бы это легально абсолютно вы выложили эти аккаунт ну эти данные в паблик они там говорят да нет это нарушение тос нашего term of service это типа условия использования сервиса это типа нельзя а суд горит да не нихер и все все выложили вот паблик все пока а игры да это все не в паблике на самом деле но им тот же суд тут же говорите после на самом деле у вас типа даже с не злогинного аккаунта можно пойти и позырить типа этих людей поиска нельзя использовать но можно использовать по из гугла там и так далее короче в итоге там куча было перепитий но суть в том что да все Поэтому, учитывая, что у них англосаксонское прецедентное право, все это упирается в то, что любые подобного рода скреппинги в США, когда у тебя будут парсить Facebook, Twitter и так далее, и делать автоматизированные рассылки, ты не можешь подать в суд. И это не только то, что касается, вот Макс был прав в этом плане, когда вначале начал, это не только касается маркетинговых рассылок, это касается других вещей, когда потенциально ты можешь забрать данные для своего сервиса, который будет базироваться на этих самых данных, пока тебя не выпиздит из этого сервиса, каким-то там образом, например, отключат от API или еще от чего-нибудь. Да, да, и в этом плане такое, это важно и для маркетинга, это важно и для исследователей, потому что я знаю, что очень много быстрых исследований, например, в таких социогуманитарных науках строится на скреппинге, это самый простой способ получить какую-то дату, не залезая в какие-то вещи. Так что посмотрим, как это все обернется, но решение важное, и оно на самом деле упрощает жизнь не только там людям, которые занимаются всякими такими делишками, но и в том числе достаточно адекватным людям. Слушайте, говоря еще про такие серые истории, ха-ха, помните NFT? Помните помойку, которая горит? Да, плывет горячая, да, такая, по реке вниз. Так вот, она продолжает гореть. Мне, кстати, интересно, в какой момент NFT будет ассоциироваться только с горящей помойкой? Уже? Нет, вот сейчас NFT в массовом сознании ассоциируется исключительно с этими обезьянами. Борт Айп, как там, Яхт Клаб, типа того, да? Как оно называется? Да-да-да, Борт Айп и Яхт Клаб, да. Но... Понимаешь, чувак, смотри, здесь есть такой момент, что вообще любая подобного рода история, где типа ты продаешь какой-то надутый продукт, ну то есть у которого нету реальной ценности, но есть ценности типа мнимые, ты всегда... Не, не любой, но есть продукты, которые типа условно там сахар, да, вот он продается там по 50 рублей, а потом у всех паника, хорошо продается по 200 рублей, например, да, там типа. И как бы в 4 раза подскочила цена, как бы все жесткуют, а вот как бы сейчас опять обратно отскочил и так далее. Вот. Или у тебя там есть, например, какие-нибудь кеды типа Yeezy Boost, вот. У них там, ну, кеды раньше были типа от Kanye West, который делал Adidas и по сути лимитированным образом продавал. И вот у тебя типа есть возможность, маленькое окошечко, чтобы купить их официально типа там за 20 тысяч рублей, а потом ты их купил и ты можешь продавать. И вот, например, у меня был момент, когда я купил себе такую модель Yeezy Boost давно еще, когда мне размер не подошел. И так вышло, что я купил модель, которая типа не была супер раскрученной, супер популярной. Это тоже Yeezy Boost, тоже Kanye West, тоже там вот это все, короче, это типа у тебя полный бинго, вот это все. Но, но это не раскрученная модель, как бы. И в итоге я еле-еле ее продал за ту же стоимость, за которую я купил. При этом все остальные модели, например, там типа есть Yeezy Boost 350 там в V2. Ты мне сейчас очень подробно и в больших подробностях объясняешь, как работает капитализм. Спасибо тебе большое. Ну типа того. Кто бы мне еще объяснил. И вот как бы понимаешь, у тебя то же самое, как бы ты берешь там, покупаешь какую-нибудь NFT-картиночку, и если это типа супер раскрученные какие-нибудь там вот эти обезьянки, то типа они продаются хорошо. А если ты купил что-то другое, как бы, то не факт, что продадутся хорошо потом. И вот ты все время сидишь на пороховой бочке того, что в любой момент, как бы, интерес к твоему продукту, ну вот к твоему товару, который ты продаешь, может упасть в любую секунду, абсолютно в любую секунду. И самое главное, как бы, я в этом контексте хотел там немножко отмотать, короче, что мы тут с моим другом типа следили за историей на этой неделе о том, как один из там, типа, крутых чуваков из Эпла ушел работать в, так скажем, типа NFT-коин-платформу, которая называется Beanstalk. Beanstalk это, ну, типа, это бобовое дерево, типа, вот. Это из того, что помнишь, вот про три боба, короче, вот и про золотую гусыню, вот эту всю историю, короче. Это, в общем, стейбл. А, блядь, чего ты говоришь еще? Про бобы и гусыню с золотым яйцом, помнишь? Я только про бобовое дерево, которое выросло вверх там, наверное, к великану. Да, 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 да. А почему не золотая гусыня? Вот, короче, вот то же самое, только вот Beanstalk, это вот оно и есть, вот. Смысл в том, что чуваки пытались сделать стейбл-коин, вот это все, короче, типа, очередная криптовалюта, которая привязана к курсу доллара и так далее, и ты такой сидишь, ну, и похеру, как бы, посрать. Короче, чувак пришел из Эпла с крутой позиции туда спустя месяц после своей работы в Эпле, короче, и, типа, то есть, по сути, бросил крутую работу ради как NFT, ICO поебения, вот. Ты такой, типа, окей, короче. Их взламывают и полностью, типа, всю их платформу нахрен просто ломают, вот. И я такой сижу и читаю, такой, так, 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 и что вы делаете? Они такие, ну, мы там, типа, сидели, думали, сейчас все нахуй разрушится, но мы решили все это починить, и наша комьюнити, они ответили взаимностью, они нам помогали, мы все это начали восстанавливать, теперь мы превратили это в централизованную систему, ну, до поры до времени, пока, конечно, мы это все восстановим. Я такой, ага, то есть, вашу децентрализованную систему, в чем принцип всей этой хуйни, короче, взяли, наебнули, поэтому теперь мы централизуем, восстановим, починим, и потом, может быть, децентрализуем опять, короче. И ты такой, блядь, вы говорите, по сути, о том, что вы, как бы, взялись сделать финансовый инструмент, ну, типа, на уровне банка, как бы, да, там, типа, то есть, абсолютно обычными финансовыми инструментами, вы говорите, нахуя было изначально все это децентрализовать, как бы, вас же просто, именно поэтому вас и нагнули, как бы, ну, вот и ровно по этой причине. И теперь, чтобы все это восстановить, мы вернемся к классическим инструментам, которым там несколько сотен лет просто, вот. И я, опять же, возвращаясь к NFT, никто не понимает, как бы, ну, достаточно, конечно, все понимают, кроме некоторых людей, о том, что это тоже инструменты, которым много сотен лет. Когда к тебе подходит на заправке человек и говорит, что, смотри, у меня монета Николая Второго, просто отлично, это же, это же, это же просто, у него, это же просто невероятно, это же, вот. И такой подходит чувак другой рядом с тобой и говорит, пиздец, это же стоит 2 миллиона рублей. Чувак говорит, я сейчас вам за 200 тысяч отдам. Я такой, чувак, блядь, пиздец, сейчас покупаю. Покупаю прямо сейчас, подожди, секунду, сейчас вот мне, и ты такой, типа, сидишь, блядь, 2 миллиона рублей, а этот за 200 тысяч сейчас купят. Ты такой, 250. Да, только историю ты рассказываешь про какие-то монеты, блядь, которые никто в жизни не купит, но на самом деле это история про новый айфон. И чувак тебе на заправке со слабым носом подходит и говорит, что ворованный айфон, вот, хочешь, за 5 тысяч рублей, типа, отдам тебе, типа того. Другой чувак походит, блин, это новый айфон, охуеть, вот это, вот это похоже на реальность сразу. На самом деле про монеты обычно это история, потому что, иди, серьезно говорю, это 100 тысяч. Это популярный на заправках развод, я сам с ним несколько раз встречался. Это реально тебе подходит чувак и говорит, что, типа, у меня монеты Николая II, которым были выпущены 10 штук всего. Ты это заебал, короче, я понял, я понял твою историю, я понял, пожалуйста, я даже понял, в чем смысл развода, пожалуйста, хватит, мы все поняли, что NFT говно, расскажи, что новость. Короче, смысл в том, что, типа, на самом деле, большое количество народу на данный момент, как бы все больше, и аналитика говорит, что, ну, рынок NFT схлопнется. Новости, которые мы хотели сказать, ну, вообще, опосреданное совершенно с этим не связано. Дело в том, что, типа, тут умудрились поймать на очередном NFT скаме, ну, то есть, типа, что очередная, как это, NFT помойка, короче, горит, выяснилось, что стартап называется GEM.XYZ, как сейчас популярно, вот. И, типа, все такие, типа, ну, прикольно, да, делают какие-то там NFT поебения, marketplace, вот это все, короче. Ну, выяснилось, что у нее, у ее истоков стоит чувак, который до этого был известным, популярным стримером по World of Warcraft. Ну, понимаете, в чем проблема? Дело в том, что он был не только стримером по World of Warcraft, короче, он был еще и педофилом, вот. Мне кажется, это взаимая, ну, да, абсолютно нормальная вещь. В общем, дракон очень видал в Новый World. Вот эту историю, да. Ты видел в Новый World of Warcraft? Да, я видел, короче, мало того, что его обвиняли в педофилии, его обвиняли еще и в том, что, типа, он насиловал женщин, неандерейдж, если что, короче, и секшуал харрасмент и так далее, и так далее. В 2020 году. То есть, чувак, в 2020 году такой, типа, зашел, знаете, как говорится, под воду, такой, типа, тихонечко сидел, тишь воды ниже травы, вот. А потом такой пришел и начал делать NFT поебень, не удержавшись, под каким-то, там, типа, никнеймом. Ну, естественно, разъяснили, выяснили, кто этот чувак на самом деле. И выяснилось, что этот чувак, который раньше был под никнеймом, сейчас, как же вызывали-то, очень странное имя, Мэтт Джош, вот. И Джош Прист, он еще был. И выяснилось, что он, на самом деле, как бы, действительно является этим самым чуваком, вот, который был педофилом, и, как бы, которого обвиняли, и у которого, типа, огромное количество было случаев. Привода, да. На него в полицию заявляли, там, и так далее. В общем, короче, там полный пиздец. В общем, опять же, история в том, что NFT – это история, которую мы подозреваем, вот мы втроем подозреваем, что умрет в ближайшие пару лет. Поэтому тот, кто успел купить NFT, старается сейчас их быстрее скидывать. Но если у вас не получится скидывать, то… Да, про твит Дорси. Отличная была история с покупкой твита Дорси, да, просто великолепная. Да, там что-то 2,9, что ли, миллион долларов, и чувак еле-еле 50 тысяч долларов умудрился на него наскрести, когда он попался его перепродать. А, 7 тысяч долларов. Пиздец просто. Ладно, короче, пацаны, возвращаемся от NFT к более таким… Да, давайте… Ну, хорошим новостям. К новостям видеоигр, вернемся, которые прикольные. Тут скоро совсем выходит игра про черепашек-ниндзя. Такая двухмерная битэмап в классическом стиле, и самое главное, по классическим черепашкам, тем самым из 90-х, которые рисовали в Японии на TOEI Animation. И игра называется Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Это, если вы не знали. Делает ее компания DotYemu, которая до этого делала Streets of Rage новый. Поэтому битэмапы пиксельные они делают очень хорошо. Геймплей вы можете посмотреть. Его целых 10 минут. Выглядит он обалденно. Я совершенно полностью тащусь от визуального стиля, от того, как они April нарисовали особенно. Ну, что, секс-икона детства. Вот. Самое главное… Да, там есть April, она играбельный персонаж. Она… У нее знаешь, какая ульта? Она видеокамеру достает и бьет ей по башке, блядь. Битакамовской камерой. Так вот. Очень классная новость связана с тем, что саму игру озвучат актеры, которые озвучивали персонажей в мультике 87-го года. По крайней мере, те, что остались в живых. То есть все четыре черепашки… Ты, конечно, старые уже. Все четыре черепашки будут звучать, собственно, как они звучали в мультике. Поскольку у нас альтернативный импорт авторских прав, я все же предлагаю нанять на озвучку Игры Володарского. Он живой еще? Да, конечно. Ну, то есть, кого-нибудь с аудиокассет. То есть, это было бы отлично, знаешь. Вот у тебя чьим голосом черепашки ниндзя говорили? У меня они говорили вот этим вот дубляжом, в котором очень херово. В6 или 2-2-2. Я не помню, 2-2. Я там типа «А жареных гвоздей не хочешь? Нет?» Вот это вот. Ну, то есть, как бы я никакого гнусавого перевода не застал в черепашках ниндзя. Они были уже дублированы. Ну, у меня вот, например, часть кассет была с гнусавым переводом, а часть, я помню, вот эти жареные гвозди. Кассеты по телеку показывали. Я в регионе жил. Знаешь, телек в Москве я показывал, наверное, черепашки ниндзя в регионах, он это попозже. Он попозже это начал делать, потому что 2-2 в Казани не вещал. Вот. У нас был ТВ-6, и надо было дождаться, пока он на ТВ-6 начал выходить. Вот. В любом случае, классно, игру мы очень ждем, и я могу сказать, что это тот случай, где я, наверное, даже может расчехлю свой свитч, потому что, по-моему, для свитча вообще идеальная штука. Для свитча, ну, не знаю. Я бы скорее поиграл в нее на Xbox или на PlayStation, потому что, мне кажется, вот эта анимация, как бы попиксельная, она на свитче будет смотреться очень мелко. Прям очень мелко. Глазоклазки будут болеть. Ну, да. Но, кстати, там еще будет вокальный колоб. Ого, отлично. Слушайте, еще одна игровая новость, она на самом деле реально прикольная. Если вы большой фанат Legacy of Kine, если вам нравились первые три Uncharted'а очень сильно, Эми Хэник, это креативный директор названных игр. После того, как ушла из Naughty Dog, у нее как-то не заладилось. Она очень много лет ковыряла, увей, пыталась сделать там игру про контрабандистов в мире Звездных войн. Игра в итоге была отменена, у нее было рабочее название Ragtag. Мы даже увидели немножечко геймплея, мы узнали, что это был такой вот приключенческий боевик а-ля Uncharted только про Звездные войны. Так вот, теперь она делает фактически его же, но под крылом уже другой игровой студии Skydance Media. Точнее, Skydance Games. Про то, что Эми Хэник делает игру про Звездные войны, я слышу, наверное, уже года четыре. Больше. Или даже больше, да, потому что слухи про это постоянно ходят. Она постоянно делает какую-то красную игру про Звездные войны. И вообще будет сейчас круто и замечательно, прекрасно. Мне интересно, хоть один выглоп от этого, хоть когда-нибудь, да будет. Я очень надеюсь, что она все-таки переборет свои проблемы с организацией, потому что, как мы помним, Uncharted 4 тоже, в общем-то, она не доделала. Мы не будем сейчас рассуждать про причины, про таланты, про прочее. Она просто не доделала, там вообще поменяли всю команду. Там пиздец, там переписали весь сценарий, как мы выяснили от NoLunor, поменяли всех актеров и вообще. Но сам Skydance Interactive это очень крутая студия, потому что я не знаю, что они сейчас будут делать с AAA, поскольку они сейчас будут расширять команду, но у них есть VR-игра Walking Dead Saints and Sinners. Это такой выживач под VR, по Walking Dead. И она охеренная. Если бы она вышла не как VR-игра, ну, правда, там вся соль, конечно, в взаимодействиях, она все равно была бы классной. Поэтому я очень аккуратно жду, но, знаете, как и все эти проекты по Звездным Войнам, типа Eclipse, типа вот этого, вот, когда-нибудь в далекой-далекой галактике. Ты вообще как относишься к тому, что Эмми Хэник, условно, ну, допустим, предположим, там, через пару лет внезапно что-то произойдет крутое, и она возьмет и сделает действительно игру по Звездным Войнам, которая будет похожа, там, условно, на Uncharted. Ты к этому как относишься? Ты ждешь или не ждешь? Я, ты знаешь, я хочу хотя бы одну синглую игру по Звездным Войнам, кроме Volume Order. А в каком сеттинге ты бы хотел это видеть? Потому что Tatooine, я могу сказать, заебал абсолютно всех. Что, ты меня не слышишь? Я не слышу. Вот я слышу. А видят у тебя проблемы какие-то технические? У меня интернет что-то тупит, да. Я говорю, в каком сеттинге ты бы хотел бы видеть? Потому что Tatooine заебал абсолютно всех, мне кажется. Tatooine будет абсолютно точно. Я уже просто привык, знаешь, это прочти другую книгу, выучи другую планету, вот это все. Но если будет что-то кроме Tatooine, я бы с удовольствием посмотрел на игру а-ля 1313. Помнишь, был такой концепт в Укс-Артесе перед закрытием? Довольно прикольно. Это про Бубу Фетта? Да, про Бубу Фетта тоже такой Uncharted. После последнего сериала я не очень, честно сказать, прям горю желанием, но... Но сам концепт, он был реально прикольный, в мире Звездных Войн он может сработать. У меня скорее сомнения в самой механике, потому что она работает семь лет над проектами, которые стабильно не выходят. И можно это списать на удачу или на звезды не так сложились, а можно задаться вопросом, может, неорганизационный подход, как у креативного директора уже современную индустрию не подходит. Как звали тетку Зибисофт, которая Assassin's Creed делала? Джей Траймонд. Да. У нее тоже что-то, как ты знаешь, не склонится. Да, я обсе я обсе. Студия то в Google, то вляпалась в стадию. Теперь вляпалась в Sony. Теперь вляпалась в Haven, да, в Sony. Так что таких примеров больше, чем ты думаешь. Я знаю, и поэтому я не против увидеть Анч по Звездным Войнам, это было бы круто. Ну, представь ты, там, я не знаю, какой-нибудь сетпис, как два корабля летят на карусанте. То есть мы на примере, я не знаю, условного Titanfall видим, как Sci-Fi здорово работает в таких играх, как сеттинг. Но Amy Hennig, пускай она просто выпустит игру, это уже будет клево, это уже будет неплохая отправная точка. Потому что последний раз отшипленный ее проект выходил в 2011 году, вышел третий Uncharted в 2012, в 2011, по-моему. Я не могу сказать, что это мой любимый Uncharted, так-то. Вот тем более, да, вот о чем мы речь. Слушайте, тут история про наши любимые нехватку чипов и прочие истории получила неожиданное довольно странное продолжение. Дело в том, что выяснилось на собрании акционеров холдинга ASML их главный как сказать SEO вышел и сказал следующее, что по его данным некая голландская компания огромное количество собирает стиральных машин, именно покупает бэушки, бывают какие-то там какие-то только может найти, покупает, привозит к себе, разбирает и достает оттуда чипы для того, чтобы производить свою какую-то продукцию, которая требует этих чипов. То есть голод на подложки кремниевые, на микросхемы, на чипы, на какие-то там детали и прочее настолько силен у компаний, что они готовы покупать бэу-технику и из нее буквально распотронивать электронику. Об этом пишет Bloomberg, кстати говоря. И тут еще надо понимать, что вот мы рассуждаем, у нас есть там, я не знаю, моменты с перебоями поставок, и мы можем винить в этом там санкционное давление, параллельный импорт, прочие сложности, но ситуация очень интересная складывается. Я вот могу по своей работе сказать, что, например, фото-видео оборудование, вне зависимости от того, в какой точке мира ты его покупаешь, абсолютно все даты шипментов, даже объективов, оптические устройства смещаются каждый месяц на три месяца вперед. Друг оплатил видео-ширик Sony, который он очень хотел, очень ждал, он живет на Кипре, ему шипмент перенесли на восемь месяцев за полностью предоплаченный объектив. С камерами та же история, Димкина ZV-1 временно снята с производства, потому что не из чего ее делать, она очень хорошо продается, но ее не из чего делать. При этом надо понимать, что фототехника это не очень продвинутые на самом деле датчики, там не требуются суперсовременные шестинометровые чипы, и представьте, что творится на рынке, где они требуются, мы PlayStation не видим месяцами вообще во всем мире, их нет. И в этой ситуации мы позитивно смотрели, да, наверное, во второй половине 2022 года у нас ситуация с чипами улучшится, она настолько улучшилась, что сейчас компании собирают старые стиралки, чтобы было еще делать чипы, ну это просто типичный хай-тек low-life. Я почти уверен, что скоро начнут по автомобильным свалкам лазить, вытаскивать старые бортовые компьютеры, чтобы их поставить в новые машины. Вы еще увидите это, вы еще это увидите, я вам серьезно. Я еще могу сказать такая история, что помните, мы обсуждали видеокарты четвертого поколения от NVIDIA, которые якобы скоро выйдут. Мне кажется, что это будет опять, знаешь, такой софт-лонч, в котором, условно говоря, у тебя на бумаге это все выйдет, может выпустят пару прототипов, а на деле никто их производить не будет. Linus в целые три карты на всю Канаду получит для своего видоса. И так оно и будет. Поэтому если вы планировали что-то купить, и даже если у вас там средства все-таки немножко позволяют, и это есть наличие, лучше купить это сейчас, вне зависимости от того, где вы живете. Потому что потом вы можете столкнуться с ситуацией, что это может не стать абсолютно внезапно и резко, как вот, например, произошло с фототехникой. Никто этого не предвидел абсолютно. Слушайте, давайте, вот мы говорим о грустном, давайте мы теперь поговорим о прикольном. У нас тут в свете того, что Sonic в кино 2 собирает очень много денег, что очень много денег собирает Uncharted, Uncharted заработал столько же, сколько и Dune в мировом прокате, если что. Начинается движ на тему игровых экранизаций, потому что произошел тот момент, который мы все долго ждали, что игровые экранизации нашли некую формулу достаточно хорошую, чтобы стать популярными в мейнстриме. Sonic в кино 2 отлично собрал, Uncharted отлично собрал, критики нас в данном случае не волнуют, и ход дали экранизации It Takes Two. Ну, кстати, довольно прикольно, я могу сказать, что вот мы когда с Тимуром играли в It Takes Two, нам очень понравилось и сюжет. Она офигенная. Понимаете, что это идеальный фильм, где у тебя распределены эпизоды, каждый эпизод не похож на другой, там все время происходит какая-то дичь, и это, по сути, то, чем пытаются постоянно быть фильмы типа Джуманджа, такие прям суперсемейные. Самое прикольное, что ты заметил, ну, вы заметили, что она состоит на самом деле из киноштампов 80-х. Это классно! То есть говорящие белки, там, значит, ребенок, который во время развода родителей как-то рефлексирует. Да. Вот. То есть идеальный момент для экранизации. И даже местный джин в виде книги. Да, 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 да. И эту экранизацию будет делать Amazon совместно со студией, которой владеет, а теперь барабанная дробь, Крис Скала Джонсон. Точнее, Крис, господи, Дуэйн Скала Джонсон, я их путаю, по-моему, Крис Рок. А, вот интересно. Как можно спутать Криса Рока и... У него в голове перемешиваются Рока и Скала. Да. Я могу сказать так, а он кого там играть будет вообще? Книжу. Очень легко. Он будет, чувак, он будет играть мужем, потому что у него вот эти роли, такого чувака, который, знаешь, условно, в джунглях, в бежевой рубашке и такой, немножко не понимаешь, и типа, чё, 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 но при этом такой добрый. Он такой, чё, 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 я ничего не понимаю, чё, короче, и такой, ну, на самом деле, я к тебе хорошо отношусь, я тебя уважаю, как женщину, короче, вот такой вопрос в другом, кто будет играть его девушку, вот, но я думаю, что на самом деле, кстати, очень отлично, вот она нужна, как-то такая, типа, немножко задротская такая женщина, типа, а-ля Эмми Адамс, понимаешь, которая такая будет приходить и говорить ему, типа, что я тут, блин, пашу каждый день, и выдержит, тупой дебил. Боже, это был всего лишь Черкаш, чё ты обиделся-то сразу, ты. Черкаш на твоей кровати, да. Ладно, ребят, но на самом деле. Я очень надеюсь, что они помирятся с этим, с Вином Дизелем, и книгу будет играть Вин Дизель, и рассказывать нам, как он на семья. Там нужен чувак, такой, знаешь, который будет, опять же, с испанским акцентом, потому что это супер крутая история. Знаешь, кто им нужен? Джек Блэк? Нет, нет, это всё, что ты сейчас придумаешь, всё будет неправильно. Почему? Джек Блэк? Нет, им нужен человек с испанским акцентом. Называется Джуманджо, да. Им нужен с прекрасным испанским акцентом такой вот тоже человек, который будет а-ля сомбреро вот это всё. Им нужен человек а-ля как там, Лин Эммануэль Миранда? Не-не-не, Педро Паскаль. Или Педро Паскаль, кстати, вот ты зря шутишь, кстати, он бы отлично писался, кстати, он бы круто писался. Простите меня, пожалуйста, это вырвалось. Других актёров не завезли, что ли, это всё? Нет, конечно, ты что? Венисю Дель Торо. Комедии. Венисю Дель Торо играл в какой-нибудь... Подожди, он играл в какую-то комедию. Чувак, да даже Френч Диспатч, было бы очень круто замутить что-нибудь по классике с меня доната. Я что-нибудь придумаю и завтра... Спасибо тебе, бро. Мы что-нибудь придумаем? Мы, на самом деле, с Димкой потихонечку играем в Elden Ring. Мы, я думаю, что, может быть, сделаем ещё один стрим, может быть, несколько стримов, потому что, в принципе, мы с Димой плюс-минус прошли где-то треть-тире-половину игры. Вот, потому что... Треть-тире-половину, потому что Тимур не знает, какой ещё пиздец его ждёт дальше. Чувак, я уже до столицы дошёл, поэтому я эти не знаю. Это многое объясняет. Слушайте, это ещё не все новости игровых экранизаций и накачанных мужиков в главных ролях. Тут неожиданно... Помните, когда-то очень давно заявляли, что у Майнкрафта будет экранизация? Так. Да, и она всё ещё жива в недрах Warner Bros., и они нашли, во-первых, режиссёра. Его будет снимать фильм по Майнкрафту режиссёр Наполеона Динамита Джаред Хесс. А самое главное, на главную роль, кто будет? Вот это вот чувачка с киркой. Ты не знаешь, кто там будет в главной роли. Не знаю, может киркой или крипер или ещё кто-нибудь. Короче, Джейсон Момоа, я знаю, кто будет в главной роли. Скин Дунг на айдах. А если Джейсон Момоа будет играть крипера, как быстро, как быстро он пропадёт из кадра? Понимаете, что чтобы Майнкрафт правильно адаптировать, им, по сути, нужно что сделать? Им же нужно снять фильмы, мультфильм, в котором, типа, у тебя человек попадает, как бы, вот в эту реальность, типа, где нужно, там, строить всё из кубов, выживать. лего-муви, лего-муви, ты видел? Лего-муви, кстати, да, отличный вариант. Чувак, у тебя здесь другая история, типа, ты берёшь человека, который, условно, там, заходит в переулок, не в ту подворотню, и внезапно, короче, попадает вот этот мир, типа, у него остров, и он чувствует себя кубом. Ты сейчас пересказываешь, сюжет нет, трон легоси. А, ну или трон, да. Нет, я, если честно, хотел завернуть в сторону фильма с Томом Хэнксом, который, типа, как на лодкаст. О, боже мой. Но только вместо круглого влеча у него будет кубик, да. Ты понимаешь, что в какой-то момент, там же огромное количество простора для сюжета. У тебя может быть, например, такой чувак, типа, нужно выжить, типа, а ты, блин, у тебя кубики вокруг, и ты такой, долбишь кубики, потом, типа, овцу приручаешь, волка приручаешь, они все с тобой разговариваются с тобой. Что выдает в тебе старпера, знаешь, что выдает в тебе старпера. А потом, а потом, короче, тебе, а там, знаешь, как бы ты нашел какую-то табличку, и на табличке написано, типа, копай вниз, из-за того, копай вниз, нет, 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 на табличке, знаешь, что написано, типа, ты пидор. Нет, написано, что мама меня наказала, да, и приходи завтра, не могу играть. Именно рецепт фасоний, прокипятите воду, пошел нахуй, вот примерно так работают. Знаешь, что выдает в тебе старпера? Выдает старпера, потому что ты считаешь Майнкрафт игрой про выживач. Это вообще не про то. Это про то, как мы строили синагогу. Нет, подожди, то есть, ночь, которую придумал Майнкрафт, он, наверное, так ее себе в голове и позиционировал, когда ее придумал, но она оказалась в итоге вообще про другой. Ты помнишь, мы устраивали пляски синагогой, поэтому как бы давай. Я помню, как мы играли в Майнкрафт, но просто я к тому, что для условного массового игрока в голове Майнкрафт ассоциируется исключительно с веселыми кубиками, какими-то приключениями и там типа кучей разных моментов. Но я про выживач. Ты не представляешь на самом деле насколько много народу играет в выживач-мод. Мы снова окунулись в Исикай. Чуваки, вы реально угораете, как бы, но Исикай захватил весь мир, не только Японию. А прикиньте, действительно персонаж умирает и перерождается свиней в Майнкрафт. Пацаны, пацаны, вы даже не представляете, вот этот момент, когда Исикай доберется до Голливуда, мы находимся от него вот на таком вот маленьком волоске. В смысле? В смысле доберется? Я смотрел фильм «Черный рыцарь». Чувак. Не темный рыцарь, а черный рыцарь. Чувак, ты даже не представляешь. Вот он, как, как, на каком маленьком волоске от Исикая мы сейчас находимся, потому что я думаю, что количество сценариев, которые... Мне кажется, это название какого-то анима «Маленький волосок от Исикая». Исикая! С твоей сестренкой, которая хотела быть братишкой. Да. Ну, я тебе серьезно говорю, чувак, я уверен, что количество сценариев, которые сейчас циркулируют в Голливуде про Исикай, их просто миллион. Ну, вот их просто миллион, потому что это настолько просто безумная тема. Я понял, давай пофантазируем, кого может играть Джейсон Мамо. Ну, то есть... Я думаю, что вот условно вот этого чувака, как его звали там, Джек или Джон, который вот этот в синей футболочке. Джон Майнкрафт, да. Да, который такой, значит, и вот его все, все реплики. А, это все реплики, это как Вин Дизель играл Груто, да, то есть то же самое. Ты хорошо играл, зря. Да, да, отлично сыграл. Короче, в общем, пацаны, Я предрекаю, что Майнкрафт это будет Исикай Американский Где перерождается и нужно выжить в мире Майнкрафта Встретить других игроков Это просто люди, которые так же оказались В Исикай, как и ты И вам нужно всем выбраться в реальный мир Для этого вам нужно пройти через портал В Незерворлде, победить дракона И еще кого-нибудь Адского какого-нибудь монстра Либо более правдоподобный вариант Это будет не фильм, а вообще-то Мультик, а Джейсон Мамо Просто будет кого-то озвучивать Мне тут пишут в комментариях Типа, что возьми мангу Мое перерождение слизь, я уже ее все прочитал Поэтому, ребят Поздно И Викинг из Норвегии занес им со 50 рублей Так уже давно обычные книги дошли Исикай, только называют это ЛитРПГ Я вам, кстати, скажу, что в Голливуде Прямо сейчас Джей Джей Абрамс занят адаптацией Твоего имени, так что все еще Действительно только впереди Я очень жду нового аниме, конечно От Ченкая Знаете, как назывался первый Исикай В литературе Марк Твен Янки при дворе короля Артура Кстати, да Ты прав, абсолютно Я очень, я прям обожал Я так любил Просто, типа, знаешь, вот чувак Со своими вот этими Воспоминаниями о Герой попаданец Очень крутое Я в детстве мечтал Я прям мечтал, что Я заучил специально Всякие, знаешь, законы Как работает там электричество Как работает Как там построить простейший генератор Я запоминал это в десятом классе Чтобы если вдруг Перекинет В средневеков А прикиньте, а перекинет Перекинет Это в темное время Уже Дмитрия И тебя просто сожгут на костре Потому что ты ведун ебучий, блядь А если я им покажу, как надо Знаешь, какой самый популярный фильм В России за последние десять лет Иссекай, богатый Холопа Кстати, да Подожди-ка, он же не Иссекай Здрасте, приехали А ты не смотрел, что ли? Я смотрел А я смотрел тоже Но вообще-то Чтобы не спойлерить В рекламной кампании Да, и чтобы не спойлерить Он не Иссекай Нет, чтобы не спойлерить Это, блядь, Иссекай Чувак, давай, чтобы не спойлерить Это не Иссекай Который притворяется Иссекаем Давай вот так вот Как бы, вот как бы Потому что иначе это будет спойлер И кто-то в этот момент Просто дернул наушники Такой, да кто такой Блядь, Ваш Иссекай Знаешь, этот орущий кот Такой Ладно, пацаны Короче, смотрите У нас на самом деле Очень крутая сейчас история С нашими друзьями из Селектела Мы делаем небольшой рекламный блог И он сейчас на максимально нужную Очень важную тему Дело в том, что Селектела предоставляет сейчас Довольно непростое время Возможность Бесплатно Перевести свой сервис В Россию То есть, если У вас сервис Который направлен На Россию На русскоязычное Там население На там, типа Русскоязычный рынок На российский рынок И он так или иначе Базировался там На Западе Ну там На Амазоне Или на Хеснере Или еще где-нибудь У вас есть возможность Его перевести Вот Причем Селектел предлагает Эту услугу сделать По сути По сути Бесплатно Потому что Причем она Поскольку это максимально Комплексная услуга Так как Ну Хер знает Что вы там делали Как вы это делали И чего И как Почему Селектел Вам выделит Специального человека Который вам поможет Оценить Сколько по времени Сколько по усилиям Это все займет Насколько это будет Долго Сложно Там и так далее Как бы И поможет вам Все это Очень кастомизировано Развернуть На облаке Селектел И самое главное Что Типа Если у вас этот сервис Там Типа был даже Супер гиперкомплексным Каким-то Ну то есть Это были там Типа куча баз данных Куча там Типа микросервисов Всего-всего Селектел Вам поможет По сути Все это дело Перевести На российские серверы Но Важно У Селектел Есть не только Российские локации Поэтому Если вам нужно Типа сохранить Его децентрализованность Такую Чтобы он был И в России И не только в России Селектел Тоже позволяет Это сделать Ну вот То есть как бы Есть не только В России локации И самое главное Что Опять же Куча технологий Стэк огромный Очень большая гибкость И то есть там Как бы Нужно что-то Очень тяжелое Жирное С ГПУ Пожалуйста Нужно что-то Не очень жирное Типа Ну например С большим количеством Памяти Это потому что У вас огромный Безумный сайт Типа сервис Пожалуйста Короче Нужно просто Супер шустрый Быстрый Отказоустойчивый сервис Тоже пожалуйста Короче Ну то есть Любые возможности Как бы Как хотите Все делать И самое главное Что у Селектела Есть возможность Делать этот сервис Для вас Совершенно нормально Через Pay as you go То есть Вы не покупаете Заранее Какой-то трафик Который вы там Ну не израсходов Например Или там Вы заранее покупаете Какие-то там Типа возможности Типа ваши там Для диска Для того Для сего И вы их тоже Не израсходовали Нет Все делается Исключительно По результатам месяца Ну вот столько Трафика использовали Вот столько Мощностей использовали Вот столько Диска использовали Вот столько Там использовали Проца Там и так далее И так далее Вот как бы Вот сколько Использовали За столько И заплатили То есть В этом месяце Поменьше Ну значит Поменьше Короче В этом прям Жирном пик Побольше Ну значит Побольше Вот Поэтому На самом деле Это довольно Крутая история Типа Особенно Если у вас Какой-то Жизненно важный Сервис Именно для Российских Пользователей И вам нужно Соблюдать законы Типа для того Чтобы быть Внутри России То Как бы Это тоже Ну Крутое решение Потому что Опять же Там есть серваки В России Есть не в России Но есть в России Тоже Вот Поэтому Мне кажется Что это довольно Классная история Поэтому Как бы Рассмотрите Возможность Вполне возможно Что для вас Это очень хорошо Подойдет Димка Да Переносите Свои проекты На стабильную Гибкую Инфраструктуру Селектела Переходите По ссылке Соответственно Либо в описании Либо я вот Ее вам закинул В Чатик У нас на ютубе Вот так Да Поэтому Переходите По ссылочке Регистрируйтесь Заходите В панельку Общайтесь С поддержкой Сообщайте Поддержкой Что например Ребят Так и так Ну вот У нас там Типа Огромный сервис Там Или маленький сервис Или средний сервис Или вообще Жесть Поменьше Еще Главное Которое Что надо еще Упомянуть Действительно Очень важно Для компании В России Особенно Сейчас Это то Что Селектел Очень здорово Работает с оплатой Местными средствами Если у вас Есть какие-то Моменты Связанные Со сложностями Оплаты То есть Что-то такое Они работают В рамках Российского законодательства И абсолютно Все механизмы Которые вам Доступны Внутри страны Доступны В том числе И в Селектеле Это важно Это важно Потому что У меня есть заказчик Который сидит На Селектеле И мы постоянно Благодарим Селектел За то Что они Ну вот Абсолютно По этой схеме Работают Это позволяет Некоторые сложности Сглаживать Платить срок Получать услуги Это тоже важно Короче Переходите По ссылке В описании Если вам Вот это Интересное Предложение И соответственно Оно есть у нас На ютубе Да Такие дела Слушайте Мы возвращаем Нашу рубрику Завтра Кассмотрит Мы посмотрели Достаточно Количества Трейлеров На этой неделе Сейчас будет Бомбежка Просто Да Да Значит музыка Из Думы Играет Вот это The only thing They fear Is Дима Короче Мы посмотрели Лайтлера У него появился Второй трейлер Ну и что И как тебе Дима Баз Лайтлера Если что Это мультик Пиксара И Диснея Соответственно Про Ту игрушку Из той истории Которая Типа На основе Фильма Байс Лайкер Сделали Эту игрушку Которая Есть Вот Правильно Я понимаю Что история На самом деле Про Человека Который Послужил Прототипом Для игрушки Баз Латьер Не человек А именно Героя 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 Ну я имею Что типа Баз Латьер Это был Некий Космонавт Который Типа Полетел В космос И на основе Этого Космонавта Сделали Игрушку Баз Латьер Который Как раз Поучаствовал Самым первым И во всех остальных Той истории Где он был Вуди Это была игрушка Которая по сути Прототипом Для нём Послужил Реальный космонавт Якобы Не реальный космонавт А фильм Вот этот вот Который сейчас Выходит Чувак Блин Я понимаю Я имею ввиду Что типа Это не был Реальный космонавт В нашей жизни А типа Во вселенной Той истории Если ты хочешь Человек Человек Ты не хочешь В эту Не опускайся В эту воронку В эту воронку Но я тебе объясню Так и быть Смотри Есть лор Мира Той истории Да Вот есть огромный мир В нём есть человек В нём живёт Нет в нём живёт Энди У которого есть игрушки Да В нём и живёт Мама там Энди Папа Энди И там Важно Какие-то Какие-то люди Да И внутри этого мира Вот эти люди Допустим Энди И его папа Пошли в кино А в кино Они пошли в кино Послушай Подожди Папа ушёл От Энди Тихо Как ты не понимаешь Папа покинул семью Сейчас опять будет Эта история Что типа Игрушки держались За руки Короче История в том Что вот Пошли они в кино Да Например И приходят они в кино А в кино Показывают Фильм Про база Лайт-Ера Вот который вот сейчас Выходит Трейлер Который мы обсуждаем Они возвращаются Послушай Они возвращаются Домой Вот они едут Домой на машине Да Энди такой Блин пап Я хочу новую игрушку А то мне этот ковбой Блядский Заебал Просто уже вот тут Просто нахуй Можешь мне нормального Космонавта купить И он прям в кинотеатре Папа покупает ему Игрушку Про база Лайтера Который Выпущен как мерч К этому фильму Который показывали в кино Но всё равно Это реальный был Нет Это не реальный космонавт Это сука персонаж Космонавт То есть это выманный персонаж Блин Я просто Вот это был Это был мой камень Преткновения Как бы о том Что это реальный космонавт В мире Энди Типа Или это всё-таки Просто выдуманная Какая-то хрень Ты не смотрел трейлер Ты не смотрел трейлер Я смотрел только первой трейлер Какой может быть реальным космонавтом Если во втором трейлере Старкрафт Во втором трейлере Происходит просто Адовище, ебанит Мне не понравился трейлер Я могу сказать честно Что мне первый Я нося только первый трейлер В первом не было такой Первый мне понравился Во втором трейлере Тебе прям тут же говорят Что вся история Будет про путешествие во времени Ты такой Чистая выдуманная история То есть этот базлайтер Садится на ракету Летит куда-то Возвращается обратно на землю А там прошло 65 лет И он такой типа на планету напали пришельцы, он там героически, точнее, роботы, и он там героически с ними сражается. Всё. В этом синапсис вот этого мультфильма. Я только первый трейлер, второй не смотрел, ты меня разочаровал. Я тоже очень разочарался. Я тоже должен сказать, что так себе. Мне очень понравился первый трейлер, я думал, да, наконец-то, фантастический боевик для всей семьи, ещё и герои, ещё и десант. И ты так, можно нет? Пожалуйста. Да, и причём там вот есть вот эта кринжовая диснеевская история, когда у тебя герои, всё-таки космодесантники, значит, ты такой смотришь, как будто это Хейла, там, не знаю, или там какой-нибудь, я не знаю, Старкрафт, типа того. А потом видишь эти вот эти мультяшные лица, кринжовые шуточки, ты такой, а нахера было делать их такими условно плюс-минус реалистичными, ну, кроме лиц? Очень странно выглядит, потому что сам Лайтнир выглядит, ну, плюс-минус более-менее, да, но вот остальные персонажи, они какие-то, блядь, вообще не Ксилонни Горда. Может быть, трейлер такой, я не знаю. Но сейчас я как-то вот поугас мой интерес к этому фильму, я могу сказать, что я вот так посматриваю трейлеры, и такой, типа, ну, понятно, в общем, в общем, Дисней и Пиксар ещё, ясно, вычеркиваю, вычеркиваю. Что-то как-то, если честно, это вот мультфильм, который не вызывает желание его посмотреть. То есть, причём, но я делаю большую скидку, например, потому что, окей, я понимаю, что это Пиксар, а, например, Дисней, вот тот же самый «Энканто», когда я смотрел его трейлер, он мне вообще не вызывал желание его посмотреть. Но потом он вышел, типа, в прокате в «Домашнем», и я такой, ну, типа, пойдём тварь. И внезапно «Энканто» оказался классным, понимаешь? А трейлер был говно. Я тоже надеюсь, что «Лайтер» получится нормальным. Поэтому есть, как бы, ну, некоторые предпосылки, да, но скажи честно, ТК в последний раз фильм Пиксара нравился, вот именно пиксаровский. «Лука» — это они же, да? Не, не знаю. Ну, подожди, «Лука» — это вроде они были, да? Потому что если это были они, то сейчас «Лука», «Пиксар». А это не Дисней, разумеется? Нет, «Пиксар», «Пиксар». «Лука» — это «Пиксар», да. Так, так, окей. Бля, вы, знаете, будете смеяться, короче, когда набираешь в гугле, типа, «Лука, Пиксар», первый же вопрос, типа, «Из Лука или Пиксар?» Знаете, как он на него ответ? «Пиксар с анимейтед фильм «Лука» may not be a gay narrative, but it's queer one». Ты такой. Я очень разочарован тобой, Тимур, зачем ты это гуглил вообще? Я только что написал, типа, «Лука, Пиксар», тебе отвечают, типа, «Пиксар с анимейтед фильм «Лука» may not be a gay narrative, but it's queer one». Это такой, блядь, как вы вообще там нашли очень queer и гей историю, если это, блин, про детских детей просто, как бы, кому? О, ты, наверное, здесь первый раз, да, Тимур? Матвеню, ангер, да? Короче, в любом случае, я хочу сказать, что «Лука» «Лука» отличный, короче. Вот если вы не смотрели из «Пиксара» «Люку», я его советовал. Я его советовал. Он реально прям хороший мультфильм. Прям реально хороший. Там прям, знаешь, вот такая приятная, даже не то, что «Род муви», а такая, типа, немножко детская, но такая вот история про детей, которые переживают приключения, переживают взросление, и оно очень круто нарисовано, и всё такое доброе, и в конце всё такое прям хэппи-энд, и ты такой, эх, классно. Короче, Димка, если ты не смотрел «Люку», посмотри, он прям, и он прям приятный, очень приятный, вот. Я прям советую. Вот, я не готов. Второй трейлер, про который мы сегодня будем обсуждать, трейлер Тора, который называется «Тор, любовь и гром». Тор 4. Да, он же Тор 4, как там было, Тор 1, Тор 2, Тор Рагнарог и Тор, любовь и гром. То есть они перестали их именовать, да? У меня есть огромные претензии к этому трейлеру, вообще, в целом, к презентации маркетинговой кампании этого трейлера. Почему? И вообще этого фильма. Понимаете, почему? Смотрите, вот, если посмотреть на все маркетинговые кампании, абсолютно всех остальных фильмов Марвела, они, типа, их берут же, встраивают вот в свою собственную вот эту вселенную, и у тебя было несколько фаз этих вселенной, и вот, например, ты смотришь трейлеры, типа, предыдущих фильмов, предыдущих фаз, тебе аккуратненько подписывают, что, типа, вы знаете, вот там будет сейчас фильм про Человека-муравья, и там будет примерно вот это, короче, и там будет какой-то ёба-враг, хуй знает что, почему, чего, как, мы ничего не знаем, и вы ничего не знаете, короче, но примерно будет вот так, и такой, блин, прикольно, типа, мне прям интересно, чё ж там будет. Там, типа, Доктор Стрэндж будет второй, короче, там появится Ванда, и там будет вот примерно вот так вот, короче, и там будет мультивселенная, а чё там произойдёт, хуй знает, это такой, бля, ну, прям интересно, окей, я пойду посмотрю. И тут тебе берут и говорят, пацаны, есть Тор новый, вы знаете, там будет точно Джейн Фостер, Джейн Фостер играет Натальи Портман, и она будет с молотом, короче, Тора, она его возьмёт, Тор его потеряет, короче, и вот, в общем, вот вам половина сюжета фильма, привет, ты такой, типа, я только что посмотрел аниме опенинг, что ли, как бы, я не понял, как бы. Аниме опенинг, блин. Ну, слушай, но, но, подожди, подожди, для того, чтобы это был аниме опенинг, для того, чтобы это было, надо, чтобы персонаж в самом начале бежал. А, ну да. Блин, чувак, ты знаешь, в чём проблема? Вот все аниме опенинги за последнее время, которые я, и, соответственно, эндинги, ты когда смотришь, тебе реально берут, типа, в первых же сериях рассказывают, по сути, сюжет, там, половины сезона. Да, да, да. И все персонажи, которых ты ещё не видел, тебе уже и покажут. Ты такой, типа, блядь, как бы, какого хуя, как бы, зачем вы это делаете, зачем вы мне всё это спылилиете? И ответ у всех аниме-фанов на это такой, ну ты же мангу читал? Такой, нет. Ну ты же комиксы читал про Тора. Это всё в манге было, как бы, это всё было в манге, всё. Опять же, в комиксах про Тора тоже была история, то, что женщина... Конечно, это всё было в комиксах про Тора, ты же их читал? Нет. Какой тираж у комиксов? Чувак, ты что, там охуеться? Сто тысяч экземпляров. Тимурчик, можешь уже не читать комиксы в России, их больше не будет. Да я просто к тому, что, если честно, мне немножко обидно, потому что это, наверное, первый фильм Марвела, в котором тебе в трейлере и во всех маркетинговых материалах буквально спойлерят практически всё, что там происходит. Ну и что? Я понимаю, почему они это делают. Потому что... Потому что фильм проходной? Нет, потому что дела у Марвела сейчас не очень. Они быстро поняли, что их четвёртая фаза, как бы, после вот этого просто невероятного накала, который был с Таносом, короче, с Альтроном, вот этот весь билдап был к истории с Таносом, типа, с его третьей-четвёртой частью, и там просто вот был такой накал страстей, что просто весь мир следил за этим. И теперь у тебя новая фаза, в которой... Ой, слушайте, тут какие-то вечные. Хуй пойми что, хуй пойми как, хуй пойми что. Ну, как бы, вообще похуй, короче. Ну, типа того, да, короче. И вот какой-то Спайдер-мен, конечно, прикольный, да, но чё-то хуй пойми что, короче. Чё это хуй пойми что? Нормально заработал Спайдер-мен. И вообще, твоя история о том, что в Марвел чувствует себя плохо, чувак, ты преувеличиваешь. Нет, не то, что чувствует себя плохо. Я говорю о том, что, типа, вот, маркетинговая компания вот в этот раз прям очень сильно страдает, потому что у тебя есть условный шан-чи, который хорошо живёт, но он отдельно стоящий. Такой origin story. В Спайдер-мене они быстро поняли, что, типа, чё-то не так, поэтому, типа, так, чё делать? Нужно притаскивать второго героя. Взяли туда Доктора Стрэнджа. Здесь сделали то же самое. Так, вы знаете, ребят, Тор-1 теперь в той ситуации, в которой мы находимся, не прокатят. Короче, хуярим туда Guardians of the Galaxy. То есть, Торр с Guardians of the Galaxy. Я тебе уверяю, что сейчас будут все фильмы Марвела, они все будут идти с двумя, тремя, четырьмя, типа, героями, потому что иначе, ну, просто не будет прокатывать, потому что они въебали всю свою вселенную сейчас. Не въебали, а вот изначально план был именно такой. То есть, если ты почитаешь там условно, даже хотя бы не сами комиксы, а просто вот описание условно персонажа, там, какой-нибудь Википедии, да, там, того же Тора или прочего, ты поймешь, что кроссоверы, вообще, в принципе, там постоянно. То есть, именно поэтому это типа киновселенная. Но не в киновселенной. Но не в киновселенной. В киновселенной в том числе и будут. Именно для этого они делают мультивселенную, именно для этого они делают историю с бесконечным фан-сервисом в Человеке-пауке, именно для этого они вводят туда историю того, что у Тора оказывается есть женская версия. Но ты понимаешь, как бы, что они же, по сути, как бы, взяли и один из основных, как бы, таких вот интригующих моментов Тора раскрыли его в трейлере. И во всех материалах. Тем более, что говорили о том, что Джейн Фостер, это Натали Портман, что она станет, по сути, как бы, новым Тором. И ты прямо в трейлере, Грюто об этом рассказывают. Ты так говоришь, как будто это, блядь, спойлер для кого-то. Человек, для 99% людей это спойлер. Для 1% людей, которые следят за этим, это не спойлер. Я просто к тому, что это не главная интрига фильма. Главная интрига фильма, знаешь, какая? Ну, то есть, вот именно Тора, Любовь и Гром. Про что, блядь, кино? Я из трейлера так и не понял, про что оно будет. Потому что тебе говорят, что, типа... Типа кто, антагонист? Не-не-не, подожди, тебе говорят, я классный Тор, я там, типа, вот, там, Сражи Галактики. О, хопа-хопа, типа, женщина Тор, класс. Замечательно, Тор, Любовь и Гром, класс. Про что фильм? Где конфликт? В чем? Чувак, в смысле, конфликт? Тебе прямо берут и говорят, я ищу себя, вот конфликт, я ищу себя. А, то есть, подожди, то есть, это будет мелодраматичная история про то, как Тор, героически преодолевая кризис среднего возраста, возвращается обратно к Наталье Портману. Ты знаешь, 4 тысячи лет, это, как бы, типа, не самая такая вот простая штука. Я тебе напоминаю, что, кстати, про комиксы все же говорили о том, что, типа, Наталье Портман становится новым Тором, а Тор становится таким, типа, божеством самим по себе. То есть, не, типа, не хранителем Мьёльнира, типа, и этим, божеством Асгарда, а некое такое божество, которое само по себе где-то, вот, как, какой-то где-то там существует. Не знаю, мне вообще другое не понравилось. Мне не понравился тот факт, что я не понял визуальный стиль. Вот это моя проблема в целом с Марвелом. То есть, какие-то фильмы сняты супер ярко, какие-то супер блекло, какие-то очень реалистично, а тот практически диснеевский мультфильм вот новый. Если посмотреть именно на арт, как это сделано, это, конечно, прикольно, но вселенная Марвел, она все-таки немножко более граундед, если говорить именно про киновселенную. Она все-таки чуть-чуть приземлена, а тут практически какие-то мультяшные скелеты. И если там некоторые кадры поставить на стоп-кадр и сказать, что это новый мультфильм Pixar, в принципе, прокатит. Дим, я немножко, знаешь, что смутило? Что то, что ты сейчас показывал, короче, там вот это типа Мисс Тор, и она не похожа на Телепортман. Что-то она не похожа на Телепортман. Она есть. Нет, не похоже. Ведь серьезно, говорит, и так, чтобы казалось, стоп-кадр, я такой посмотрел внимательно на губы, на глаза и так далее, понял, что это не она. Ну, короче, она заявлена в фильме, алё. Я понимаю, ну, вот, вот, просто не ставили, не она, это не ставили лица в цифровое лицо. И Макс, тут явно, чувак, поверь мне, эти трейлеры, блин, там, через 500 маркетологов проходит. Это не отменяй того факта, что эффекты нихуя не готовы. Понимаю, но это не Натали Портман. Короче, можно я срезюмирую вот эту бомбежку Тимура в 30-секундное мнение от меня? Можно? Спасибо. Давай, давай. Мы не знаем, в чём центральный конфликт фильма, поэтому обсуждать его абсолютно бессмысленно, поскольку это тизер. Мне не очень заинтересовало, то есть не слишком понравилось, но я очень надеюсь на то, что Марвел вытащит голову из жопы, и очередной их фильм окажется нормальным, я не буду от него плеваться, потому что последний раз, когда я смотрел Марвелский фильм, это были вечные, я плевался весь, поэтому мне очень захочется, чтобы был нормальный, смешной фильм. Это тебе в тизере показали. К вопросу о том, что опять же, новая вселенная не задалась, ну именно, что новая фаза, понимаешь? Вот в прошлой фазе у тебя прям вот этот билдап, он происходил, особенно вот со времен Мстителей 2, у тебя прям каждый фильм такой прям как ячеечка вот в эту вот башенку, которая строится, и в итоге все это восходит вот к этому Мстителей, финал, Танос, и ты такой, блядь, просто охуительно, а тут сейчас происходит какая-то хуйня, ты понимаешь, что оно потихонечку происходит, да, у тебя там мультивселенные, брат Таноса, короче, потом там у тебя типа эти Вечные, Селестилы, там и прочее, и ты такой понимаешь, что потихонечку, потихонечку идет, но типа, ну как бы прям вот хуёво идет, короче, и прям вот, и мне кажется, они это тоже понимают, поэтому они вот и создают вот эти все фильмы, где по максимуму собирают всех героев, как бы, чтобы вот, блядь, выстрелило. Посмотрим, что будет. Слушайте, давайте перейдем к нашей замечательной рубрике «Впечатления», и я хотел вам рассказать впечатления от двух абсолютно разных шоу, и историю о следующем. Я досмотрел, дотошнил сериал, который называется «Сквозь снег», третий сезон. Я тоже. Рассказывал о том, что я смотрел первый сезон, мне очень понравился, второй сезон, мне еще больше понравился, я посмотрел третий сезон, и, сука, лучше бы я его не видел, вот серьезно, мне не понравилось абсолютно, потому что в третьем сезоне есть первые две серии, устроили такие поле, без нормально, дальше происходит непонятно, никому нахуй не нужные шесть серий, и в конце там последней серии, ты понимаешь, что весь третий сезон это, по сути, безострадание. Это не безострадание, это чистый филлер. Это просто сезон, который... Это не филлер, это именно безострадание. Ты смотри, вот когда тебе, ну, типа, ну, то есть есть возможность, например, как бы, как во втором сезоне, типа, взять, привнести внешний фактор. Они изберут тебе, не привносят внешний фактор, а типа, заставляют их всех копошиться в собственном говне, и они такие, копошатся, 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 и ты так же ждешь, давайте сейчас что-то произойдет, и типа, вот, очень. А в итоге, как бы, ну, финал, если прям совсем финал, то в финале, конечно, происходит прям ебать, как бы, да? В финале происходит задел на четвёртый сезон. Не просто задел, а это, типа, переворачивает абсолютно всю историю. Ну, да, да. Вообще, как бы, с ног на голову. Но ещё такой момент достаточно важный. После падения зрительского интереса, я могу сказать, что сквозь снег очень сильно упал рейтинг. Есть вариант, что TNT вообще не будет его заказывать на четвёртый сезон. Ну, то есть его пока ещё не продлили на четвёртый сезон. И есть вариант, что четвёртого сезона не будет. Поэтому у меня есть такое, ну, дичайшее подозрение, то, что они этот сезон специально растянули, поскольку не знали, дадут ли им денег на следующий. Ну, то есть, условно говоря, им сказали, там, чуваки, что у вас надо будет сделать? Они говорят, вот это, вот это, вот это. Сколько это стоит? Там, столько-то миллионов долларов. Они говорят, нет, давай-ка сокращай. И сценаристы такие, знаешь, чешут тыковку. Но денег-то на Дженнифер Коннеля они же вернули. На секундочку его продлили на четвёртый сезон, если что. Еееее! Продлили? Да, продлили. Ну, вообще, я тебе могу сказать, что Димка, как бы, на самом деле, на самом деле, они хорошее сделали конец, такой, который, как бы, если бы вдруг не продлили, всё было бы нормально. Да не было бы нормально, там есть такой клиффхенгер в конце. Но в любом случае, мне не нравится. И я могу сказать, что мне нравился первый сезон, мне нравился второй и третий. Я прям, вот, блядь, знаешь, с большим трудом еле-еле смотрю. И лично для меня этот Сквозь снег Snowpiercer заменил сериал Прочь, который я тоже досмотрел до конца, он закончился, первый сезон. Вот там я просто охерел, потому что сезон заканчивается так, что ты вообще не понимаешь, что он закончился. Что, где, в чём, да, да, это очень странный момент. И у меня, вот, что с Snowpiercer, что с Прочь, что... Ой, Господи, Прочь. Извне, да. Извне, Фром, да, извините. Что с этим сериалом? У меня есть дичайшее подозрение. Это, знаешь, я это для себя называю феномен Лоста. То есть, мы делаем кучу-кучу загадок, мы разжигаем зрительский интерес, ни на что в итоге не отвечаем, и всё скатывается в пиздестрадание. Ну, я могу сказать так, что на самом деле, на самом деле, мне очень тоже понравился Извне, который Фром сериал, отлично, но он так заканчивается, что ты реально не понимаешь, что это последняя серия сезона. И в итоге ты такой сидишь, ждёшь, ждёшь, когда выйдет следующая серия. А её нету, да. А её нету, и ты такой, ты заходишь в интернет и говоришь, типа, что там, как, типа, сезон в финале, где пишут, чувак, а сезон в финале было две недели назад. Ты такой, в смысле? И ты понимаешь, что то, что ты посмотрел, это реально было, типа, конец сезона. Да, но всё равно... А он не похож на конец сезона, там ни хера непонятно. Ну, всё равно похож, на самом деле. Там есть вот этот... Нет, ни хера, чувак. Липхангер, который, да, ну, как это, затрагивает зрительский интерес на следующий сезон. Он есть. Ну, в любом случае, короче, возвращаясь... Чувак, для меня это было не похоже. Я искренне думаю, что там покажут побольше. У меня было миллион вариаций того, как они могли закончить первый сезон. Но они этого не сделали. Чувак, ты понимаешь, что даже Виктор не показали? А, не, показали, да, показали. Но... Ничего не понятно. Добро пожаловать в историю, которую я называю феноменом Lost. Я... Мы тебе... Самое смешное, что, типа, кучу загадок налепим, фанаты будут строить теории, искать какие-то отсылки, а их не будет, потому что все происходит с рейнг-пук в чистилище. Объясняй себе, как, блядь, хочешь. Ты же помнишь, что, типа, несколько продюсеров, которые делают извне, это чуваки, которые сделали Lost. Да, и так, блядь, все и закончится. Я тебе говорю, именно поэтому меня вся эта история разочаровывает, потому что мне извне нравится даже сейчас больше, чем в Snowpiercer. Но я практически уверен, что он именно так и закончится. Я, блядь, просто в гадалки не ходи. Вот. Ну, ладно, к другим новостям. Я тут посмотрел шоу, которое называется «Величайшие события в истории телевидения». Это 2012 года. Просто комедийный скетч, по сути, который придумал Адам Скотт. Помнишь, Адама Скотт? Это мужик, который играл в... Как, дай бог помнить, как она называется. Парки и зоны отдыха он там играл. О, да ладно. И он сейчас играет... который в Северенс играет. В Северенс, да, он сейчас играет. Да, блин, офигенный. Короче, он выступил в этом шоу, во-первых, создателем, во-вторых, автором идеи, актером, режиссером некоторых эпизодов. В общем, он там, по сути, за все отвечает. В чем смысл этого шоу? Во-первых, оно называется «Величайшие события в истории телевидения». Ты включаешь это шоу, и тебе выходит диктор, такой рассказывает, сейчас мы вам покажем величайшие события в истории телевидения. И до него там, типа, условно, в таймер в углу экрана мигает, там, типа, через 15 минут, типа того. И тебе рассказывают, как они к этому величайшему событию в истории телевидения готовились. Как они набирали акции, актеров. Как они там, типа, решали проблемы на площадке. Какие были там проблемы у одного актера там с вживанием в образ у другого актера. Как у гримеров были проблемы. Как были проблемы у оператора, там, еще у кого-то и так далее, и тому подобное. Но, естественно, все актеры, это, скорее всего, вы их могли видеть во всяких комедийных сериалах. Например, там есть, в одной из серий есть эта тетка, которая в парках зоны отдыха играет эту главную героиню. А, это Эми Полт, или как они там зовут? Да, да, да. Как-то так, да. Там играют куча очень известных актеров. Например, там играет мужик из сериала Mad Men. Что его звали-то? Господи, неважно. Короче, история в следующем. Да, Эми Полт. Тебя подготавливают к этой истории, что типа, сейчас произойдет величайшее событие в истории телевидения. И в конце серии выясняется, что все это величайшее событие в истории телевидения, это вот эти все актеры, вот эти все режиссеры, пересняли покадрово заставку какого-нибудь комедийного или там некомедийного сериала из 80-х. Все. Окей. То есть это происходит там секунд за 30 и все заканчивается. В следующей серии ты включаешь, там уже другой сериал. Выходит, диктор говорит, мы вам в прошлый раз в первой серии говорили о том, что это было величайшее событие в истории телевидения, но на самом деле нет. Вот сейчас будет величайшее событие в истории телевидения. И они опять переснимают заставку хуй пойми какого сериала с другими уже абсолютно актерами, с другими режиссерами, другие события на площадке. Ну, то есть это такой по сути актерский капустник. Они там, блядь, оттягиваются на полную катушку, там хуесосят друг друга в камеру, там чего только не происходит. То есть это полностью шоу, которое, ну, комедийное, да, то есть его надо воспринимать как комедия. Например, там актер из... Ну, попытался вжиться в образ и говорит, у меня, говорит, как у всех актеров, у меня, говорит, есть болезнь. Некоторые актеры не могут, например, показаться голым в кадре, да, там типа их дуплер заменяет. У некоторых актеров есть там, допустим, боязнь, что их там снимут там лодыжку, их там какую-нибудь только-нибудь шиза есть. Я хотел, в контексте того, что ты говоришь, вставить то, что, типа, если вы вдруг не знаете про Subreddit Extra Mile, я не знал. То я вам советую на него посмотреть. А что там такое? Просто запомни это, как бы, я посмотрю заинтриговал. Extra Extra Mile, короче, да, то посмотрите на это. Короче, он говорит, у всех актеров есть какая-то заморочка, да, там, типа, кто-то там, это не может, это не может. А я, говорит, не могу сидеть. и падает со стула. И говорит, мне предстоит очень сложная сцена. Слушай, слушай, мой персонаж сидит. Там же Адам Скотт, это же главный герой разделения, верно? Да, да, да. Он выступает исключительно как комедийный актер. Ну, в общем-то, он есть комедийный актер. Он не только там актер, он там, типа, выступает, типа, и продюсером, и сценарий, и сценарий, и сценарий, и сценарий, и так далее. Короче, там не очень много серий, он закончен давным-давно. Я так понимаю, набравший популярный шоу. Такой капустный проект, короче, для своих. Чистый капустник для своих, да. Но он очень смешной, и я вам советую посмотреть, особенно если вы можете посмотреть его в оригинале на английском, лучше посмотрите без озвучки, потому что, ну, там есть очень много моментов, когда актеры просто кривляются или неправильно произносят реплики или еще что-то происходит. Мне прям очень понравилось. Я вот советую посмотреть на одном там сервисе, который нельзя называть. Пожалуйста. Да. Вот без этого. Вот оно там есть, да. А знаете, что еще появилось в замечательном... Домашнем прокате. Домашнем прокате. Появился фильм «Бэтмен», который я посмотрел через чужую подписку HBO Max на VPN, потому что у меня была такая возможность. И я не знаю, как отреагирует Дима, у меня очень странные впечатления, и я недоволен этим, потому что я был человеком, который очень ждал фильм, и которому очень-очень-очень-очень хотелось, чтобы он реально сильно понравился. Потому что мне, во-первых, нравится режиссер этого фильма, потому что, в общем-то, он снимал «Планету обезьян» «Мэтт Ривз». Мэтт Ривз. Он снимал «Кловерфилд 10», он снимал «Планету обезьян. Революция» и «Война», он снимал «Монстра Кловерфилд». Это все фильмы мне очень понравились. В свое время они привносили что-то новое, они были очень концептуальные, очень прикольные, очень цельные, с каким-то своим почерком. И всего этого нет в новом «Бэтмене». Это так странно. Я не буду сейчас затрагивать аспекты актерской игры или кастинга. Кстати, актерский состав, на самом деле, там офигенный. Да, и задействован он очень-очень странно, ты знаешь. Кроме Зои Кравец, потому что, помните, TikTok? О, Зоя Кравец, просто. Вообще не согласен. Блин, чувак. You know, ты знаешь, твои родители, конечно, умерли, когда ты был маленький, но вообще-то я черная. Там такого нет. Там есть White Reaches Halls. Но не суть. У меня от «Бэтмена» совершенно странное впечатление, потому что это четыре фильма, три-четыре фильма, очень разных по настроению, стилю и задумке, которые склеены на изоленте, и ни один из этих фильмов толком не реализован. То есть «Бэтмен» начинается как нуар-детектив, а-ля Дэвид Финчер, а-ля «Семь», а-ля «Зодиак». Это очень круто. И это длится примерно первый час. А фильм еще очень длинный, и он идет три часа. И, честно сказать, можно спокойно половину отрезать. Нахер, никто не пострадает. Но окей. Вот он идет час, как нуар-детектив. И весь этот час он мне безумно нравится. Потому что у нас есть «Бэтмен», который пиздит врагов так, «Бэтмен», который пиздит врагов сяк. И вау, кто-то наконец-то расшифровал название DC. «Детектив комикс». М-м-м, может «Бэтмен» действительно детектив? Это крутой тейк. Такой раз комикс. Вот, значит, это действительно крутой тейк. «Дарк Хорс» — это другая компания. Значит, это крутой тейк на персонажа. Так еще никто не делал. Потом неожиданно Ривз вспоминает, что, ну, кстати, есть «Темный рыцарь». Неплохо было бы еще его вспомнить. Начинается «Темный рыцарь». Ты такой, окей, шифт в настроении. Но, допустим, потом неожиданно, когда включается арка злодея более подробно, я стараюсь вам не спойлерить, а просто структурно описывает, да? Неожиданно Джокер. Ладно, мне тоже понравился этот фильм. Наверное, Мэтту Ривзу тоже он понравился. И кончается все в духе классовой борьбы а-ля Dark Knight Rises. Что? Как вы пришли к этой точке? Где ты там Джокера нашел, объяснение? Я хотел бы сказать важную штуку, что периодически у Apple проводятся распродажи, и вы можете купить полную коллекцию в iTunes, в HDR 4K, короче, у Нолана, короче, вот этого «Темного рыцаря» за, там, типа, 300 рублей. А про Джокер? Это реально крутое предложение, пацаны, потому что вы получаете в Dolby Vision, в 4K, типа, охренеть, в каком качестве. Ну, по сути, Blu-ray качество, ну, почти что, короче, очень крутое качество за 300 рублей. Это очень крутое. Да, кстати, качество стриминга HBO Max где-то не зависит от VPN, очень так себе. Но, смотрите, с Джокером, я объясню, там загадочник, и Пол Дана, надо сказать, офигенный актер. Мне он очень нравится, и он в этом образе отличный. Проблема загадочника в том, что это персонаж, которому пересадили некоторые трейты Джокера, это нахер не нужно было делать, на мой взгляд. То есть, ну, очень сложно без спойлеров. Я не хочу ничего спойлернуть. Да там нечего спойлерить. Там, блядь, история этого Бэтмена вообще, ну, то есть, как бы, вот, если вы его не смотрели, в самом начале тебе показывают загадочника, и весь фильм Бэтмен пытается понять, кто он такой. Мы уже и так, блядь, знаем, кто это. Это, блядь, загадочник. Он оставляет, сука, загадки, которые Бэтмен пытается решить. И в итоге это смотрится очень странно. То есть, Бэтмен, как дебил, ходит по комнате, ищет какие-то улики и пытается додумать, кто же это такой. Да, 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 еще момент, как дебил. Это вот моя претензия к структуре. А Джокер, это просто вот, зачем давать персонажу неизвестное прошлое? Типа, такое, сами додумайте, типа, как Джокер. Блядь, у загадочника есть конкретный бэк. Не надо его таким делать. Он не такой персонаж. Тут еще довольно странный момент, который я так и не понял. Нахера он был нужен вообще в фильме. Это для чем смешали несколько разных историй про Бэтмен? То есть, смотри. Да, я про это только что тебе говорил. Разные оригины. Вдохновлялись, вдохновлялись явно долгим Хэллоуином. Есть такая арка Бэтмен. Вдохновлялись годом первым, потому что здесь, в этом фильме, речь идет про такого типа молодого, неопытного Бэтмена. И, то есть, у него там, условно, Бэтмобиль, это, значит, там, не танк ходячий, а какая-то хуйня просто сам настоящая. И ездит он, блядь, весь фильм на мотоцикле. Причем на обычном мотоцикле. Ты понимаешь, что у тебя Бэтмен за Лобамы? Нет, у тебя не Бэтмена за Лобамы, у тебя Бэтмен, когда он только вот только начал. Конечно. Я говорю, Бэтмен за Лобамы сделал себя мустанг и, типа, и... Это проговаривается несколько раз, причем, с самими персонажами. Там, когда появляется дворецкий Альфред, который ему рассказывает, что, типа, ну, вы, конечно, занялись хуйней какой-то, так, если подумать, да, ну, то есть, ерундой. Для чего? Для чего вам это надо? Чтобы что? И он говорит, а я не знаю, ну, то есть, ну, вот, как бы, вот у меня вот такое вот видение непонятно, еще не сформированное, да. И вся история про Бэтмена, она такая вот, смотришь на него, ну, то есть, ты понимаешь, что, да, он там станет там... Привет, я дозой. ...грозой преступности, да. И самая история, что он даже и с преступностью-то особо не встречался. Все еще жив Карман Фалькон, это глава этих самых гангстеров местных. Пингвин не является, там, какой-то, типа, крупной шишкой, он, там, типа, мелкая сошка на побегушках у этого Кармайна и так далее и тому подобное. То есть, это такой, типа, год первый. Это вот про... арка про Бэтмен такая была. Сюда же добавили долгий Хэллоуин. Это арка про... Блин, я забыл назвать. Не помню, короче, не помню. И вот Макс говорит про Джокера, что, типа, загадочек на Джокера похож, да, потому что он, типа, такой весь из себя непонятно кто и непонятно откуда взялся, и непонятно что добивается. Но он, знаешь, на кого больше всего похож, Макс? Давай, давай, давай. На Пугало, блядь. Кстати, отчасти, отчасти, да. Он просто, сука, идеально вписывается, если вы просто вместо загадок воткнете туда, блядь, Пугало. Он не очень загадочник, он реально, он смесь Джокера и Пугало. Где там загадочник, тот самый Эдвард Нигма, у которого тоже миллиард разных ориджинов, но они все другие, я не понял. При этом та же история касается выбора актеров. То есть, например, у тебя есть шикарный кастинг, но есть, например, персонажи, которые явно сделаны по квоте. Простите меня за этот отвратительный термин, за которым уместно на других сайтах, но вот есть Гордон. Да, у нас черный Гордон. У Гордона только одна функция в сюжете. Neville Gear, huh? Russians? Ммм, вирус! То есть, Fox Die? Все, что делает Гордон весь фильм, он переспрашивает у Бэтмена. Да, это очень странный момент. Шутки шутками, но на самом деле, Роберт Райд, или как он там зовут его, типа, вот этот чувак Райт, который, он же очень крутой, на самом деле. Я не спорю. Крутой и Серкис, который играет Альфреда. Которого там три минуты. Он актер, на самом деле, хороший. И играет он его хорошо. Но проблема в том, что ты не видишь в его герое Альфреда. Альфреда. Он не похож на него. Мне кажется, он сейчас встанет и даст пизды Паттисону. Вот на кого он похож, понимаешь? Да, это тоже право. Или, например, Фалькона. Фалькона играет актер из разделения. Туттура, по-моему, его фамилия. Который играет в разделении вот этого вот немного летящего клерка, коллегу главного героя, который там еще с соседним отделом дружбы водит хоровод. Помнишь же его? Да. Такой спокойный. Дима просто постоянно показывает скриншоты, поэтому я в первую очередь именно его узнал. Вот. И да, и там появляется Фалькона, и он крутой актер. Фалькона, и он реально такой неожиданный выбор на Фалькона. Но Фалькона там такой как бы... Он как сюжетная функция. Вплоть до того, что появился уже мем. Половина. Типа на самом деле Бэтмен это не фильм про Темного Мстителя, а фильм про конкретный ночной клуб. Потому что там появляется постоянно. Зачем? Да, это очень странно. Нет какого-то масштаба. Все очень камерное. Второй момент, который... Ну, если мы заканчиваем прокастинг, я могу сказать так. Во-первых, из Паттинсона получился отличный Бэтмен. Он его отлично играет. Он реально крутой. Он хорошо его играет. И я не знаю, чем вам так не нравится... Как ее зовут-то, господи? Кравиц. Зоя Кравиц, да. Но она отлично сыграла «Женщину-кошку». Блин, чувак, я еще фильм не смотрел, но я уже видел все претензии. И зная то, как она играет в других сериалах, в других фильмах, я подозреваю, что все эти претензии вполне валидные. Я посмотрю фильм в ближайшие, там, типа, несколько дней, точно. Я к вам приду и расскажу, но я подозреваю, какие конкретные к ней претензии. И я прям понимаю, что вот... Это человек, знаешь, который, типа, она не умеет быть кем-то другим, кроме того, кем она является в реальности, в жизни. Она играет в саму себя. Это подходит «Женщины-кошке». Ты никогда не думал о том, что ориджин самого персонажа, именно «Женщины-кошки», он идеально вписывается в черную актрису. Просто идеально попадает в эту историю. Да, но она же все время такая вот. Именно такая она и должна быть. Не знаю. Я считаю, что Мишель Файфера... В идиотском, в идиотском фильме Тима Бертона, где пингвин был, блядь... Нет, чувак, ты что, ну, блин. Где пингвин играл Дэнни Девитта, да, и он упал в ледяную воду, и его утащили пингвина. Она идеально сыграла женщину, которая такая, типа, а я клеркша, вот это все, короче, а потом меня кошки там, типа, покусали, и я стал женщиной-кошкой. Это все смешно, но она реально это классно сыграла. Это не ориджин персонажа оригинального. Мне понравился Энн Хэтлэй, я считаю идеальной ролью, но... Кстати, Энн Хэтлэй, кстати, тоже. Я могу сказать, что самый главный, ну, в смысле, кто крадет шоу, у всех, включая Паттисона, это Колин Фаррелл. Потому что Фаррелл, он в роли тренера-то был едва узнаваем в джентльменах, особенно со своим этим ирландским акцентом. Но здесь... Алена такая говорит, слушай, у нее какие-то брови знакомые. Она просто не в курсе была. У нее какие-то брови знакомые. Слушай, кто это? Я говорю, Колин Фаррелл. В смысле Колин Фаррелл? Вот это Колин Фаррелл? Да, это Колин Фаррелл. Как так-то? Пингвина реально не узнать, и пингвин реально тот злодей, которого... Знаешь, вот можно было нахер выбросить фалькона и весь фильм выстроить вокруг пингвина. И он стал бы гораздо лучше. Вот серьезно. Давай скажем честно, из фильма можно спокойно из загадочника нахуй выкинуть. Да! Потому что весь фильм крутится вокруг того, что загадочник делает непонятные убийства, непонятно с какой целью, непонятно нахера, и Бэтмен должен типа это выяснить. Это происходит в проявлении трех ебаных часов фильма. Это можно было сократить раз в два. Потому что фильм можно вообще нахуй уебать, потому что есть Бэтмен Аркхем Найт игра, в которой отличные герои, отлично друг с другом связаны, и даже DLC-шный герой типа Мистера Фриза это прекрасно вписанное просто в лор. Сейчас будет очень необычный тейк. Аркхем Найт, Аркхем вообще, вся ветка Аркхем, да, видеоигр, она не очень сильно хорошо играет на лоре, скажем так, Бэтмена. Она его обыгрывает, если ты его знаешь как-то, да, и как-то его там видел и прочее. А вот знаешь, на что похож сюжет этого Бэтмена? Вообще, в принципе, такое ощущение, что они куски оттуда надергали. На Telltale-овские игры про Бэтмена. Кстати, да, и даже Origin его семьи оттуда, в общем. Да, там же история развивалась в том, что, например, некие персонажи, которых ты видел, да, и которых ты автоматически считаешь, что они вот сейчас будут делать вот это, а они на самом деле делают совершенно противоположное тому, что ты ожидаешь. Вот именно так в Telltale-овских играх был построен сюжет. То есть, ну, к примеру, да, например... Обманутые ожидания, да. Ты встречаешь чувака, которого зовут Джокер, ты думаешь, о, всё, пиздец, это тот самый Джокер, сейчас Бэтмену там пиздает. Но нет. Но нет, они становятся друзьями, да, ещё какая-то херня происходит. И вот... Блин, вот насчёт ещё какая-то херня происходит. Да. Это тот самый момент, когда ты сидишь и понимаешь, что вот эти всякие истории про игры... Да. Что они круче, чем фильмы, потому что, блин, в фильмах такого нету. Ну, реально, когда ты в Arkham Knight начинаешь везде путешествовать, и у тебя получается так, что, типа, Бэтмен опосредованно общается с Джокером, и ты такой, блядь, просто mind fucking blown. Я согласен, но это можно было передать и в кино. Но я просто к тому, что вот есть у тебя условно Origin, персонажа, он всех заебал. Ну, то есть, блядь, это можно понять по Марвелу, это можно понять по DC. Ну, то есть, все прекрасно знают, в чём Origin Бэтмена, да, что, типа, у него убили родителей, он богатенький чувак, и решил, типа, надеть латексные костюмы и пойти пугать, там, не знаю, народ на улице. Вот тебе краткая история. Это нахуй никому не надо. И поэтому Origin, условно, Бэтмена, там, просто не обыгрывается никак. Это, кстати, хорошо, на самом деле. Это хорошо, да, я согласен. И про других персонажей то же самое. То есть, ты знаешь, что женщина-кошка, там, условно, воровка, да, и тебе не надо это объяснять, и не надо это показывать. Хочешь, я переломлю всю твою точку зрения, как бы, просто... Я не рассказал, всю точку зрения, да, я так говорю. Ладно, давай. И история в том, что ты знаешь эти архетипы. Ты их видел 500 раз, ты всё это знал, ты видел это в куче фильмов, комиксов, сериалов, там, мультиков, неважно. Так вот, в играх Telltale, про которые я говорю, всё это было обыграно 500 раз, перевёрнуто с ног на голову, и некоторые моменты из этих игр, такое ощущение, что впилились в этого Бэтмена, в этот фильм, один, блядь, в один. Вот это меня удивило. И... Это всё из комиксов. Да, я не могу сказать... Нет, это не из комиксов, в том-то и дело. Ты не все комиксы видел, и не все комиксы читал. Я читал практически все арки про Бэтмена, я тебе могу сказать, что очень многое вдохновлено играми Telltale. Я серьёзно, серьёзно тебе говорить. Ребят, есть большая проблема, о которой вы не думаете. Да. Она связана с тем, что... Вы понимаете, что Мэтр Ривз, по сути, пытался снять своего Джокера. Да, но если Джокер оригинальный, ну вот, про который мы имеем видео... Мы говорим, мы говорим про кино, Джокер, который очень непосредственно связан с DC Вселенной. Я согласен. Это просто про ебанутого чувака, типа, который там вот... Ну то есть это вообще не Бэтмена, вообще ничего нет. То есть здесь чувак пытался снять, типа, всё-таки опираясь на злодея, всё-таки опираясь на пингвин, на фалькона и вот это всё, но снять такого, этакого типа Джокера, такой почти что оскароносный фильм, но не получилось. Не получилось, потому что Джокер опирался, я напомню тебе, что это, по сути, был пересказ двух фильмов. Это был «Таксист» и «Король комедии». Это были два фильма. Это очень важно ещё знать, точнее понимать, что Джокер, трилоги Бэтмена от Ноуна, как бы вы к ней там не относились, это фильмы, которые чётко знали, что они хотят. Они чётко знали, что они хотят сказать, какой тон они возьмут, какую историю они будут проталкивать и какой стиль они будут развивать от начала до самых титров. То есть вот Джокер, это вот ранний Скорсезе. И даже эпоха такая выбрана специально, то есть нам прошлое показывает, не настоящее. Ну да, 70-е, типа. Вот. То же самое «Бэтмен Ноуна», он конкретно опирается на возвращение «Тёмного рыцаря», на ряд других комиксов, берёт отчасти их эстетику, берёт отчасти какие-то элементы криминальных драм, которые всегда нравились Ноуну, и тоже это всё очень целенаправленно ведёт. Здесь это три разных фильма, они как лоскутное одеяло. То есть Ривз начинает с одного источника вдохновения, перескакивает на другой источник вдохновения, заканчивает третьим. И ни один из них толком не раскрыт. И поэтому в фильме не хватило, знаете что, катарсиса. Нет сцены, как вот сцена с Джокером в «Тёмном рыцаре», где он на вечеринку заходит, и у тебя падает челюсть, или трюк с карандашом. Или как в «Джокере», где он танцует и превращается в Джокера. Вот этого нет момента. У меня вообще сложилось впечатление, что изначально, ну то есть я не знаю, какие были планы, но есть реальное подозрение, то, что изначально идея была взять финчеровский «Семь», вот детектив, да, про маньяков, или там «Зодиака», да, и типа вот это переложить историю про Бэтмена и Загадочника на эти рельсы. То есть как Джокер был таксистом, так это вот типа «Семь», да, ну то есть переделать так. Но в какой-то момент они подумали, «Хмм, слушайте, что-то как-то мало хронометража, блин, всего там полтора часа, что-то маловато, давай-ка ещё добавим». Они добавляют туда ещё один слой. Ой, а давайте расскажем там, не знаю, про социальное неравенство. Ой, а давайте вспомним там про существование... Про криминальный мир, да. Про существование, да, гангстеров, которые там в Готэме ещё никто не порешал. Ой, а знаете что, нам нужен ещё один злодей. Ой, давайте пингвина добавим. И вот из этого мог бы получиться неплохой сериал, где там условно первый сезон у тебя идёт про Загадочника, второй сезон идёт... Про Фалькона, да. Про Фалькона, про пингвина, да, и так далее. И третий сезон условно там про какого-нибудь там, не знаю, Джокера, например. Мистера Фриза. Или Мистера Фриза, да. Это могло получиться. Но у тебя весь эту херню смешали в одну кучу. Трёхчасовой фильм очень красивый. Снято мне просто понравилось как вот, знаешь, визуальная эстетика. Свет, да. Свет поставил. Очень классно сделано. Но, блядь, его смотреть тяжело. Ты заметил? Это при том, что я люблю DC и люблю Бэтмена. Но я еле-еле досидел его досмотрел. Ну то есть я в какой-то момент понял, что, блядь, я хочу, чтобы этого фильма сделали не режиссёрскую версию, а кинотеатральную. Которая там типа идёт 2 часа, а не 3, понимаешь? Самое главное, ты заметил, что за 3 часа фильму практически... Ну то есть фильм идёт 3 часа и он говорит очень мало. То есть у тебя возникает куча вопросов, потому что тебе кучу всего не рассказали. Хотя фильм идёт 3 часа. И напоследок, последнее, завершая всю эту нашу с Димой... Хотя фильм нам больше понравился, чем нет. Ну я бы сказал, что он такой, знаешь, типа на шестёрочку. А ковидные эффекты, они здесь. Потому что местами, где практикал сделано классно, местами, где CG, оно прям такое позорное. Ты удивляешься, как так можно-то было? Чуваки дома на своих 20-70, Макс, делали, вот прямо дома. Рендерили, да. Знаешь, что ещё выбесило? Просто, блядь, невероятно. Вот фильм идёт такой медленный, растягивается, да. Если Бэтмен с кем-то дерётся, то там типа такие жёсткие, уличные драки, там знаешь, там типа бам, нахуй поеблу там и так далее. Финальная сцена, это просто, блядь, фейспалм на фейспалме. Да, я абсолютно с тобой согласен. Так хуёво сделано, так хуёво снято. Это вот, знаешь, я когда это смотрел, я вспоминал сразу тот замечательный фильм, заложница с Лаймой Нисон, какая-то из частей заложницы, Тейкен. Где там типа 15 склейк, как он перевернувает дилет забор. 15 монтажных склейк, да и прочее. Но только здесь, знаешь, в чём фишка? Не в монтажных склейках, а в том, что типа один персонаж типа ударяет Бэтмена, 12, блядь, ёбаных человек стоят. Ничего не делают. И ничего, блядь, не делают. Чувак, подожди-ка, это же прямо как в игре в Arkham Noct. Прямо как в игре, да-да-да. Пытаешься дыраться с чуваком, и все вокруг такие типа стоят и такие до- 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 рула фёрстфист, короче, всё, короче, ждём. Помнишь, первый Assassin's Creed, где они в очередь выстраивались, тебе меч вытащить. Ну, короче, это так тупо смотрится в фильме, что вот этот момент меня просто добил. А так, в целом, ну, наверное, не самый плохой фильм, но мне больше понравилась всё-таки трилогия Нолана. Я считаю, что вот ну так это сделано. Летучая мышь крудется Занес на полторы тысячи рублей Тяжко дыхая Ты мне правильно читаешь Летучая мышь крудется занес на полторы тысячи рублей Тяжко дыхая Напоминаю, что на самом деле Трилогия В iTunes стоит сейчас Но мы говорили про акции Акции можно еще дешевле Можно за 200-300 рублей купить Спокойно Они часто бывают Возвращаясь от кино к видеоиграм Очень быстрый отзыв Потому что я играл в нее на стриме Я тут всеми правдами и неправдами Извини, перебью Макс играл в нее на стриме Но ее нет на нашем Disney нам сделал ата-тат Вы даже не представляете На самом деле Штук 10 страйков При этом они нахуйню Ты сидишь Чтобы для того, чтобы у тебя не было страйков Ты должен выключить не просто всю музыку Ты должен выключить Вообще все Даже картинку Потому что, например, тебе Disney Ты такой Типа сидишь и думаешь Так, окей Окей, хорошо Музыка Наверное, музыка Типа там привлекает Типа Disney Вот это все Отключаешь музыку Нет, нихуя Титры, которые идут в начале Вот эти, знаете, типа Ансу Пану Там, типа Там, да Типа На Galaxy Far Far Away Far Far Away Короче, даже это Может привлечь на вас Вполне спокойно Типа Коперейстрайк Играет не для стримеров Да, да Lego Star Wars Skywalker Saga Я взял ее в американском PSN У меня там оставались денежки Я немножечко себе добавил Как обкольными путями И мы в нее немножко поиграли с супругой Мы покупали ее с одной единственной целью В ней есть Hot Seat Coop Она ненапряжная В нее можно сесть потупить После тяжелого рабочего дня Там уложив ребенка И я ее советую именно с такой позиции Как семейную игру Если вам надо поиграть с сыном Если вам надо поиграть с дочкой Если вам надо поиграть Там, значит Ответь мне, пожалуйста, на вопрос Правильно ли я понимаю Что в этой игре Сильно прокачали графон По сравнению со всеми играми Во-первых Во-первых, она реально графонистая Там PBR Там реально пластик выглядит Как пластик И вот эти вот наборы Они прям классно выглядят Как настоящие Второй момент Они сильно прокачали геймплей Потому что там все еще Тоже ядро То есть вы собираете персонажей Исследуете локации Смотрите смешные Пародийные Воссоздание Собственно Всех девяти частей Причем если вы любите Звезды войны То вам будет весело Потому что там Все обыгрывается В ироничной смешной манере Да То есть Значит А-ля робоцип какой-нибудь У вас там Всякие классные коллектаблы Уровни Секретики спрятанные Увлекать На насилие Самый минимум Она легкая Ненапряженная Сама по себе Как игра Классная Но самое главное Они пофиксили все проблемы Во-первых Там те камеры за плечом А не вот эта ебучая Фиксированная камера Как во всех лего играх Камера теперь за плечом персонажа Все это автоматом Делает игру лучше Второй момент Сам геймплей Он теперь не примитивный Там появились комбы В рукопашке Там появились какие-то Штуки связанные С нормальным прицеливанием Бластера Теперь оно как в шутере От третьего лица сделано То есть У нее теперь приятно Играть Раньше в лего игры Ты когда играл Ты боролся А с камерой Б с управлением Сейчас этого нет Поэтому я не удивлен Что она стала так популярна Она очень хорошо продалась Как видно там Из чартов Чтобы вы понимали У игры Рейтинги продаж Наравне с Elden Ring Да Это типа Настолько хорошо Она продается Да И это действительно Идеальная семейная игра Если вы искали Что-то под Hot Seed Coop Кстати там Online Coop тоже есть Очень советую Либо как-то окольно На дисках заполучить Либо как-то через цифру достать Плюс ко всему Судя по продажам Очень удалась Версия для Свитча Она реально Очень хорошо продается На Свитче И тоже Для Свитча Это прям вообще Прекрасная игра Потому что В нее как раз Реально играть Короткими сессиями Поэтому Такой жирный лайк От фаната Звездных войн Лего игры Просто игры Очень советую Мне тут вернулись Свитч Я прям Ну давай Расскажи У тебя год не было Свитча Короче Вот тебе возвращается Свитч Ты такой Там же вышло 5 триллионов игр Давай сейчас Я установлю И давай Я играю в Зельду Зельда Вышла Выход Когда Во что Ты еще играешь Да вроде Немё Что больше Ну то есть Астралчейн Прошел Мне не нравится Астралчейн Я могу сказать Что А знаешь Во что Я играю Блим Мне так понравилось Хрониклос 1 2 Нет Нет Это блять Джерпг Нахуй нужны Ты чё Издеваешься что ли Джерпг должна остаться В прошлом Знаешь Вот у меня В детстве Мне нравились Джерпг Я уже говорил Об этом Что там Филан Фэнтези 7, 8, 9 И так далее Хорошо Блинт 1.2 В прошлое Их Не нужны мне Джерпг Спасибо Не надо Блинт 1.2 Давай Это я давно прошел Еще на Плейстейшн 3 Или когда она там была Блинт 2 Вышла только на Wii U Ну значит Не я не помню Давно это было По-моему я вообще На мемуляторе Дальше Ты в Марио 3Dшный Поиграл Вот Вот Новый Марио Который Чё-то там Боузер Фьюри Я забыл Как он называется Это типа Это Марио С Wii U Плюс Ну я его не видел Ну короче Ладно Я к тому Что вот у меня Вернулись Вич А у меня Напоминаю Свич Прошитый Вот так что Я готов В Легом Окунуться Хочется Посмотрю Блин У меня не прошито Но я готов Купить Этот самый Лего Как бы И поиграть В итоге Но у меня Свич Вот лежит Прямо буквально Здесь Вот И Короче Я могу сказать Что я Периодически Играю Типа Ну я во что Играю Блять Чуваки Играю В Skyrim Он меня еще Он меня еще Хуесосит Потому что я играю В зельду В ты мрася Слышно У меня есть Синоблэйд хрониклс И Биошок Инфинит Но вот Супер Марио Триджи Волд И Удан Байджерс Фури Я тоже играю Но я играю так редко Триангл Трилоджи Который твой любимый Зачем? Ну это же твоя Типа Финал Фэнтези Тактикс Нет Чувак Все проще Я играю В Олден Ринг Ну понятно Мне больше ничего не нужно Вроде как вернулся В батлу Слушай У меня очень интересный опыт Дело в том Что в компании Дайс Мои любимчики Просто шикарные Товарищи из Швеции Короче Они долго говорили о том Что типа Ребят Вы очень токсичны В ваших Отзывах Про Баттлфилд Очень токсичны Невозможно с вами Просто вести диалог Вот это все Короче Но мы понимаем Какие есть проблемы Баттлфилд 2042 Мы попробуем Их исправить Короче Но вы его Очень токсичны Неприятно Вот прям Ну прям ребят Ну а что не так-то И ты такой Типа сидишь И думаешь Смотришь Знаешь Есть Сабридит Короче Баттлфилд А есть Сабридит Баттлфилд 2042 В Сабридите Баттлфилд Просто так Типа все пишут Типа Ой благость Благодать Вот это все Смотрите как классно Я 3 кила Сделал В Баттлфилд 2042 Сидел на небоскребе Со снайперки Стрелял Короче И смотри Типа Баттлфилд 2042 Блядь Эти хуй зоса Нахуй Ничего не исправили До сих пор Суки Ебаные Тупые А ты поиграл В итоге В новый патч Они там 4 0 И они сделали Супер апдейт Которым сделали 400 Якобы Типа Обновлений Есть причем Задокументированные Есть незадокументированные Апдейты Короче И я такой думаю Блядь Ну ребят Ну раз сделали Короче Надо пойти скачать Я иду качаю на Плейстейшн Его на Пассажем 5 И короче Запускаю игру Конквест Меня закидывают В игру Где говорят Бро Подожди 25 игроков Я такой Что? Это был Конквест На 128 Игроков В котором Мне говорят О том Что для того Чтобы попасть В игру Ты должен Дождаться Чтобы еще 25 игроков Минимум На твою команду Присоединен И я такой Сижу Сижу Минут 15 Короче И они Присоединяются И я такой Ну и похуй Короче Иду такой Типа Конквест 64 Нет Иду Брейксру Нет И нигде Нет игроков Просто Я такой думаю Бля Какого хуя Ну типа Игра мертва Но не настолько же Я понимаю Что у меня Включена Ну типа История Что не подрубать Кроссплей Выключить Кроссплей То есть По сути Если ты играешь На серверах Плейстейшн 5 Онли Ну типа Плейстейшн 5 Плейстейшн 4 Никого там нет Там никого нет Я тебе могу сказать Что Ну пока тоже Была история Что там меньше Тысячи человек Играло Сейчас вроде Побольше После патча Это было Только в стиме Потому что На самом деле Не все играют Только в стиме Ну ориджи Это не совсем Правильное сравнение Ну и короче Я включил Кроссплей И естественно Я тут же нашел Игру И я такой Типа Окей Давайте сейчас посмотрим Да действительно Да Поменяли Немножко карты Да Действительно Как бы На картах Стало побольше Там типа Всяких Возможностей Скрыться И прочее Но Ты все еще Играешь с операторами И с операторами Типа У тебя Один оператор Ставит турель Который Нахуй ни в кого Не попадает Другой оператор Там типа Раздает всем Эти Амапаки Которые тебе Восстанавливают Броню Там и прочее Ну которые Типа Нахуй никому Не нужны И Ты такой Окей Хорошо Я сейчас возьму Другое там Оружие Возьму другого Оператора И прочее Короче Играешь И ты понимаешь Что все То же самое Абсолютно Те же самые Ебливые карты Абсолютно Ну ты прям Понимаешь Что типа Блядь Тебе не хочется На них играть А не починили Бак с тем Что там Люди в текстуры Проваривались Там поднять Нельзя было Ты знаешь Я тебе могу сказать Так что Я там умирал Типа Даже в самых Неожиданных местах Меня нормально Поднимали Тогда когда поднимали Но в основном Народ не поднимает То что всем Похуй на тебя Просто Во вторых Чувак Я зашел Через Кроссплей Игру В матч Большой Где было 128 человек Короче Из них было Процентов 80 Это были боты Это были Типа Сержант Петриченко В скобочках Аи Понимаешь И ты понимаешь Что типа У тебя прошло Два дня С момента Апдейта Который Типа Должен был Вернуть Всех в игру И ты заходишь В первый Попавшийся матч У тебя Первый Попавшийся матч Больше половины Игроков Это боты Ну и Я тебе скажу Так что Игра мертва Да То есть Мы об этом Много говорили Типа Но Когда ты сидишь И понимаешь Что типа Ребята Там Просто Пахтели Пердели Чтобы сделать В итоге Типа Хоть что-то Более Самый Главный вопрос Мертво Самый Главный вопрос Скорборд Починили Да Скорборд Починили Он там Стал получше Чуть были информативным Но проблема В другом Чувак Типа Дело в том Что игра Не просто Мертва Она Мертва На уровне Так скажем Даже не то Что восприятия А на уровне Кор уровня Такого Прям вот Уровня Ядра Потому что Это игра В которой нужно Убирать специалистов Типа Ну то есть Делать из нее Нормальный Обычный Battlefield Они Зацепились За всю Эту историю Типа За специалистами Типа Со всеми Со всей этой темой Потому что У них Менеджмент Ну типа Менеджмент Высший Берет и говорит Типа Пацаны Мы должны Это делать Потому что Мы должны Последствия На этом Базировать Нашу Монетизацию Которая Будет базироваться Типа На скинах На там Типа Репликах На том На всем Ну вот Как Увервотча Типа Как в других Играх И ты сидишь Там полный Там ничего Не работает Все сломано Все Нахуй Просто Вообще Не работает Они такие Да Ну мы будем Будем идти По этому пути Короче Да такой Ну пиздец Вот Мне вот интересно Они же должны были По Сизен пассу Что-то выкатить Да Какие-то карты Или что-то такое Чего Сизен пасс Нету По сути Они сказали Типа Знаешь как Типа Они Сказали Что Типа For your loyalty Типа За вашу Лояльность Мы вам Взяли И подогнали Типа Скин Для ножа Скин Для Типа Тачаночки Короче Скин Для одного Из специалистов Типа И два скина Типа Для оружия Это вам За loyalty Игроки Знаешь что сказали Игроки Спасибо вам большое Идите нахуй Ну примерно Так и есть Я тебе могу сказать Что Вижен Видя то Что типа Спустя два дня Сложно найти Игру И люди Которые Типа Там Играют Они просто Нахуй Выходят Ну то есть Ты понимаешь Что типа Всем Вообще Нахуй Никому не нужно Я думаю О том Что типа Вот я Человек Который заплатил Типа За супер Пупер Там Типа Фул Издание Игры В котором Включается В том числе Ера Там Типа Пасс Там Это Сизен Пасс Там Вот это Все Я Промолчил И нет Никакого Блядь Ни сизен Пасс Нихуя Нету Тебе Берет И говорят Бро Оттого Что тебе Сизен Пасс Мы тебе Накинули Вот этих Скинов Которые Нахуй Тебе Не нужны Ну и мы Тебе Накинули Ты такой Блядь А можно Мне пожалуйста Что нибудь Такое Все механики Мертвые Все мертвое Все Пиздец Ну игре Пиздец Просто Прям вот Все Короче То есть Единственный вариант Это ждать Новую игру Все Я могу сказать Что эта история Похожа на Хартлайн Когда вот Они выпустили Игру Которая Нахуй Никому Не была Нужна Все От нее Отказались На этапе Типа Бета Версии Короче Они ее Выпустили В нее Нахуй Никто не играл Короче И они ее Очень быстро Свернули И Типа Всем У нее Похуй Я бы сказал Что это Гораздо Хуже Чем У Хартлайна Это Скорее Больше Похоже На то Как Схлопнулся Anthem Помнишь Anthem Примерно Так же И те же Самые Заявления Что Мы Сейчас Все Починим Мы Все Переделаем И В итоге Нет Ничего Не Переделали Ничего Не Починили До Типа Этих А тут Тебе Продали Игру Продали 2 Сезон Пасса Поэтому Теперь Придется Высрать Эти 2 Сезон Пасса Понимаешь А их Нету И сейчас Тебе Дают Награды Говорят Бро Ну это Жить Награда В числе Первой Сезон Пасса Ты говоришь А где Сезон Пасс А его Нет Ну вот Эти Награды Это Типа Был Первый Сезон Пасс Такой Ебать Копать Ну ребят Ну кому Как бы Ну типа Это пиздец До свидания Дети нахуй Как я и говорил Пошли нахуй Просто Слушайте Давайте мы перейдем К нашей замечательной рубрике Интересной статьи Прошедшей недели Раз уж у нас Все впечатления Наши закончились В то время Обсудить Именно их И Первая статья Она от Автора Сайфая Уильяма Гибсона Тот самый Тот самый Уильям Гибсон На самом деле Это кстати Офигительная статья Я ее дико советую Дело в том Что на The Conversation Как раз таки Уильям Гибсон Написал статью О том Что Почему Людям Не нравится Их будущее Статью То написал Не он А просто Это Аккординг Уильям Гибсон Да Ну то есть Условно На основе Высказываний Уильям Гибсона Написали статью Это он написал Если что Андре Спайсер Да И смысл в том Что Типа Он по сути берет Типа собирает Огромное количество Его там Высказываний За последнее время И говорит о том Что типа Ребят Вы знаете Ну то есть Типа Кого Если сопоставить Это все С исследованиями Людей Различных Типа Университетов Различных Там Типа Изданий Там И так далее И так далее Люди И так далее Короче Людям Типа 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 Кино Еще Есть огромный Список Калькуляторов Которые Допустим Хочется тебе Посчитать Я не знаю Объем Газа В вакууме Есть Есть сайт На котором На самом деле Димка Подборка Подборок Таких сайтов На самом деле Очень много И самое главное Что их Стоит реально Раз Проговаривать И всегда Типа Педалировать Потому что Там иногда Такие сайты Которые Типа Ты даже Никогда В жизни Не знал Что тебе Такое Нужно А оно тебе На самом деле Нужно А оно тебе Вдруг Внезапно Нужно Ну короче Здесь Это Как я Смотрел Сегодня Типа Фильм В котором Типа Это Муннайт Который Как-то Лунный Рыцарь Где Не берут И говорят Типа Что О Бля Мы узнали Нужное положение Звезд Которого 2000 лет Назад Пиздец Теперь Я пожертвую С собой Чтобы Показать Вам Как Звезды Выглядели 2000 лет Назад Ты такой Типа Бро Можно Выскочить Приложение Изом Стора Оно тебе Покажет Как Звезды Выглядели В этом Месте 2000 Я даже Знаю Как Оно Называется Ты Чего Ты Мог Это Просто Скачать А вот Если Бон Зашел На Сайт Который Советует Дима Он Выжил Тупая Хуйня Братец Пылерить Сериал Хорош Слушайте Говоря Про Сериалы Третья Статья Которую Я очень Хочу Вам Посоветовать Она На Сайте ДТФ Это Реально Офигенный Материал Про Ситком Я Люблю Комедия Одна Из Первых Телевизионных Комедий Вообще Которая Стала Популярной И Эта Статья Рассказывает Не столько Даже О самом Шоу А О Людях Которые Его Сделали А это Именно Продюсеры Люси Боу И Денис Арнас Это Очень Известные Инноваторы В истории Телевидения Потому что Я на секундочку Тебе Перебью Дело в том Что По этой Истории Сняли Фильм С Хавьером Бардемом В главной Роли Я очень Советую Посмотреть Фильм Который Рассказывает Про всю Эту И Они Основали Студию The Silla Productions И Там Рассказывается Подробная История Их Брака Арнас И Люси Боу Подробности Съемок Шоу Как они Не просто Давались Но чтобы Просто Понимать Это Именно Супружеская Пара Изобрела Мультикам В телевидении Придумала Записывать На пленку А уже потом Распространять Телесериалы А самое главное Они в определенный Момент начали Продюсировать Сериалы И если бы Не поддержка Их как Независимой Студии Просто чтобы Вы понимали Какие сериалы Они продюсировали Вот эти вот Смешные Ситкомы Американские Интересно Они тоже придумали Закадровый смех Записывать Включить Да Он не закадровый Там сидела Живая аудитория И смеялась А потом Закадровый смех Где смеялись В этом сериале Вырезали И ставили В другие сериалы Так вот Они продюсировали Миссию невыполнима Тот самый сериал По которому Сделана кинофраншиза И такой маленький Непопулярный Сериал Стартрек Который Ни одна телесеть Не хотела брать А ну это Что-то малоизвестно Это что-то американское Да Что-то там Джин Роденберг Херню какую-то Обязательно Прочтите Офигенно написанная Статья Очень необычная История И реально Вот здесь начиналось Современное телевидение И последняя статья На сегодня Это статья На хабре Которая рассказывает Про вымышленные языки В лоре Разных видеоигр И Ну на самом деле Это перевод Там есть еще и оригинал На английском Если можете его почитать Но история в следующем Там рассказывается о том Как для Повествования Через окружение То есть Environmental storytelling В некоторых играх Необходимо придумать Язык Который внутри игры Ну будет Как бы такой Типа Вымышленный И там есть примеры Например игры FES Где был придуман Целый алфавит Который В принципе Отражает То как Выглядит игра То есть 2D Переделанные в 3D Такие точечки На квадратике Вот Или например История Про игру Туник Я играл в нее Помню на стриме И Рассказывал им о том Что там есть Специальный язык Который никак В игре не переведен И он называется Фокеш То есть Типа Лисий язык Я могу сказать Что в FES Это было классно Сделано Прям Вот Они так органично Это вписали Прям Суперорганично А в Тунике Кстати я не знаю Насколько Просто в FES По сути подстановка То есть у тебя Под вымышленные Как бы символы Подставляется Английский язык А вот И ты довольно быстро Их переводишь Да Спокойно А конкретно В Тунике Не 26 букв А 44 Потому что там Озвучиваются Не буквы А фонемы И для того Чтобы в этом Разобраться На сабреддите По Тунику Просто гигантское Количество лингвистов Собиралось И разбирало То что же там Блять Написано В этой всей херне В общем там довольно Довольно прикольные Примеры Ну и соответственно Вспомнили там Более известные истории Там в Sims С этим Симлишем Помните Ну в общем Да Ну да 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 Я кстати до сих пор Помню перепевки Некоторых песен Популярных На Симлиш И они реально классные Ну вот Например Ладно Не важно Короче Советую Это хорошая история Про Вымышленные языки В видеоиграх И на этом все Это все статьи Прошедшей недели И мы потихонечку Заканчиваем наш подкаст Мы хотели сказать Самую главную вещь Это дело в том Что конечно Мы понимаем Что сейчас максимально Тяжелое время Для огромного количества Наших слушателей Вот Несмотря на то Что многие наши слушатели Говорят о том Что типа Может быть мы там Недостаточно делаем Там типа Или недостаточно Там типа Акцентирование внимания И так далее Типа Но к сожалению Из-за того что мы Находимся сейчас В России В том государстве В котором Типа Довольно Сложно Правильно Акцентировать Своё внимание Правильно Свою точку зрения Подавать Потому что Из-за этого тебя Как бы могут Совершенно спокойно Посадить Вот То мы Ну Вынуждены Делать то Что мы можем делать И опять же Мы говорим о том Что типа Ребят Мы стараемся Максимально Делать отвлечённый Контент Для того Чтобы большое Количество людей Которые нас слушают И которые нас смотрят Могли Отвлечься Потому что Мы знаем Что для Для многих из вас Сейчас Очень тяжёлый момент Максимально тяжёлый момент И Мы Стараемся Сделать то Для того Ну Чтобы вы могли Послушать наш контент И Хотя бы чуть-чуть Немножко Отойти Куда-то в сторону Типа И пережить все эти моменты Скажем так И пережить Да Вот Мы хотели Кстати поблагодарить В первую очередь Для тех людей Которые нам Заносят Потому что на самом деле Это ребята очень круто Я могу сказать Что у нас один из Наверное самых крутых Примеров вообще Подкастов в России Потому что у нас И всё ещё довольно Большое количество Подписчиков на Патреоне И огромное количество Народу подписалось На Бусти И до сих пор Ещё куча Прямо народу Подписалось на нас На Apple Podcast Вот Это очень круто И это очень классно И Я могу сказать Что это на самом деле Офигеть Как круто Вообще воспринимать Потому что Ты когда-то Одно делаешь Там типа Для неких Тысяч людей Которые где-то там Существуют Это одно А когда ты понимаешь Что у тебя Куча людей Которые не просто Существуют А которые типа Ещё и Заносят денег За то что ты делаешь Это очень круто И это очень классно И в первую очередь Мы хотим благодарить тех Кто заносит нам Большое количество денег На Бустин и Патреон Это две чёрточки Такой никнейм Александр Анатолий Шулика Андрей Извеков Антон Кузнецов Антон Зифон Артём Логинов Артём Сусак Ачинский Локи Донатас Денис Артюшин Денис Бондаренко Дмитрий Карабенков Евгений Олипкин Евгений Богомолов Екатерина Александровна Женечка Калинин Женя Богун Замбар из Антелла Айти Иван Пузырёв Ильин Егор Лубнёвский Дима Михаил Аронов Мятная Рысь Неглавный, но еврей Никита Бескорсый Никитос Пивной Насос Сыхалинец Сергей Рыбачок Сергей Язовский Цареубийца Джейми Он же Корк Алексей Шепелев Алексей Пазников Алекс Давыгора Алекс Колов Алвокс Арсений Вайс Артзен Артур Галиулин Артур Васильев Барсикс Дарья Дмитрий Дмитрий Мельков Дмитрий Беспалов Дрэгон Майстер Дронтозавр Евгений Петрунко Перзиздис Ункопопроша.ком Фигурки в России fxfortrader.ru GoodmorningMorgan Григорий Яфа Ходорелф Игорь Богданов Илья Кузнецов Иван Даниленко Джек Ванилла Джаггер Меш Хелиос Максим Лебедев Майкл Миксу Монтройгер Мистер Валери Никсон Су Никита Стрельников Николай Баранов Пан Котик Павел Петлич Пельмешка Жаждущей Славы Роман Космодемьянский Сергей Гычко Скопер Евгений Снова Василий Соуфар Степан Пугачев Степан Ракитин Тью Джин Валерия Неборская Влад Лиалин Вячеслав Шанауров Вайсберт Вайзерс Юрий Снитко И четыре Завтрашейха Которые посчитали нужным Остаться анонимными Один на Патреоне И три на Бусте Спасибо вам пацаны и девчонки Ребята, вас большая куча И мы хотели сказать о том Что, ребят, спасибо большое Особенно нашим патронам Которые нам заносят Больше всего с Украины Потому что мы понимаем Что вам сейчас Особенно тяжело И поэтому Ваша помощь Мы понимаем Что так как вам Очень тяжело Поэтому ваша помощь Ценится больше всего И держитесь пожалуйста И всем остальным Тоже огромное большое спасибо Вот И мы стараемся делать подкаст Для того, чтобы вы могли Хотя бы чуть-чуть отвлечься Чтобы вам немножко было полегче И опять же Сегодня у нас получилось Почти четыре часа И мы с вами прощаемся До следующего выпуска Мы постараемся Сделать его Тоже на следующей неделе И может быть У нас будет ДТКД Который тоже будет Вот в ближайшее время Да Единственное Что на следующей неделе Тимурчик Мы скорее всего Не выйдем Ну потому что Либо мы выйдем Пораньше Потому что на следующей неделе У Тимура Свадьба Да Она у него уже была Но отмечание Вот именно Ну смотрите У меня была роспись Короче У нас будет небольшая свадьба Где мы соберем Там типа Прям совсем небольшую Группу людей Короче И мы сделаем это В конце следующей недели Да Поэтому не факт Что мы выйдем На следующей неделе Но мы постараемся Если сможем То естественно выйдем Если не сможем То объем в этом В наших социальных сетях Кстати подписывайтесь У нас на ютубчике Пока его не заблокировали На телеграме По вконтакте можете Или например В твиттере Мы твиттер тоже Все еще ведем Несмотря на блокировки У нас хотя Большое количество людей Спрашивали о том Что типа Как нам занести Для того чтобы Никак не платить Никакие налоги Типа Вообще Вообще в принципе То Мы говорили о том Что типа Нам можно заносить В принципе Через криптовалюту Вот Поэтому наверное Это будет один из первых выпусков Где мы В шоу ноутах Дадим Наши адреса Ссылки на кошельки А это будут Чьи кошельки Твои Хочешь твои будут Откуда Короче Если что Присылайте Типа Если вдруг У вас лежит Огромная пачка Биткоинов Типа USDT Или там Эфира Присылайте тоже Мы будем рады В любом случае Если вы хотите Нас поддержать Мы будем счастливы Поэтому Если нет Значит нет А то и сюда Не надо Ладно До следующего раза Всем спасибо Что смотрели Всем спасибо Субтитры сделал DimaTorzok